Ну что ж, давайте начнем работать. Меня зовут Андрей Мирошкин, я руковожу компанией Grotec, которая выполняет функции дирекции форума технологии безопасности, эмблема которого вы видите на ваших экранах. Я буду ввести сегодняшнюю конференцию безопасности IT на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры. У нас сегодня насыщенная и интересная программа. Ну, по традиции, прежде чем предоставить докладчику, первому докладчику слово, я напомню, что у нас, как будет вести сегодняшнее мероприятие и как мы сегодня будем работать с вами. Итак, в 11.10 у нас первое выступление. Дальше выступления построены таким образом, чтобы у нас было время и послушать докладчика. Это 20 минут и 10 минут на вопросы, ответы, комментарии. Что это такое? Это значит, что, уважаемые коллеги, мы работаем по тем вопросам, тем направлениям, которые вы задаете нам в чате. И я жду, что вы будете, как обычно, управлять мной и докладчиками, помещая ваши вопросы и комментарии в чат, в том числе не дожидаясь завершения выступления. Так, на стороне многих сегодняшних выступающих целая команда коллег, которые готовы предоставлять справки, техническую информацию и отвечать на любые интересующие вас вопросы, не дожидаясь завершения выступления. Ну, а после завершения выступления я буду работать вашим голосом, буду озвучивать вопросы, чуть-чуть помогая их структурировать и помогая сохранить темп нашего разговора. Так, и в таком формате мы с вами работаем до 14.40 и в 14.40 у нас будет дискуссия с участием сегодняшних выступающих и некоторых приглашенных экспертов. Дискуссия продолжительностью в 50 минут. Обычная дискуссия – это отдельный элемент программы, очень интересный, поскольку участники выходят за рамки обычных своих презентаций. И, собственно, мы говорим о тех вопросах, которые в большей степени интересуют вас, уважаемые участники, и тех участников дискуссии, которые находятся в эфире. Так, чуть-чуть напомню о форуме. Да, извините, таким образом мероприятие завершится наше сегодняшнее в 15.30. Чуть-чуть напомню о форуме. Мы с вами находимся сейчас в начале четвертой недели форума технологий безопасности. На прошлой неделе мы с вами встречались лично, очно на площадке форума в Москве. Время сложное, время, содержащее различные риски и неопределенности, мы сейчас переживаем. И тем более удивительно и приятно было увидеть большое количество людей, большое количество руководителей, прибывших на форум для решения вопросов, для обсуждения. Было много переговоров, рукопожатий, конференций. И, конечно, большое спасибо и онлайн-аудитории, которая с нами работала на протяжении трех дней на прошлой неделе. Так что спасибо еще раз. Было очень приятно всех видеть. И я рад, что все мероприятия состоялись, все члены оргкомитета форума выложились, в хорошем смысле активно поработали, очень продуктивно. Еще раз спасибо. Хотел бы два слова еще сказать о том, что не все из вас знают о том, что у нас в компании Grotec есть еще такое подразделение, которое называется Агентство Монитор. Так и основная задача, или, так сказать, основная ценность того, чем занимается это агентство, это экономия вашего времени. В среднем подписчик экономит несколько десятков часов в месяц, поскольку Монитор предоставляет вестники, бюллетени, которые позволяют вам избежать этих огромных затрат времени и, собственно, получить информационную картину происходящего в индустрии. В частности, я хотел бы обратить ваше внимание на один из этих вестников. Так, сейчас я его открою. Их в агентстве Монитор более 60, так, но есть и особенно подходящие нам с вами по тематике сегодняшней. Так, 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 собственно, я говорю о бюллетене, посвященном транспорту и безопасности и транспортному надзору. Так, я был бы команде признателен, да, вот команда, я вижу, публикует соответствующее сообщение и ссылку, так, и, собственно, я вас призываю, пожалуйста, воспользуйтесь этой ссылкой, посмотрите, что агентство предлагает. Так, пойдем дальше, потому что времени у нас с вами немного. Ведется запись сегодняшней конференции и мы предполагаем публикацию этой записи путем размещения ссылки на нее на интернет-странице. Там же будут опубликованы все материалы, все документы, с которыми вас будут знакомы сегодняшние докладчики. Еще раз напоминаю, что 50% времени, отведенного на конференцию, мы будем находиться с вами в состоянии диалога. И я очень прошу вас активно слушать докладчиков, предоставляя нашей аудитории, мне и докладчикам ваши вопросы и комментарии в чате. Из запрещенного у нас только буллинг, потому что это отвлекает. И в этом случае команда имеет полномочия отключения участников, которые слишком отвлекают наше внимание на какие-то другие вопросы. Так, ну что ж, хотел бы представить наших сегодняшних партнеров. Генеральным партнером конференции безопасности и IT на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры является компания МТС Клауд. Партнером конференции выступает компания Антисон, так, это компания Ксор, а также спикерами сегодня будут представители компании Ханва Тихвин и Гордлайнер. Мы также будем сегодня слушать представителей региональных органов власти, представителей заказчиков, которые строят и эксплуатируют современные системы, проводят сквозную автоматизацию, создают цифровые двойники, строят и коснемся, кстати говоря, в одном из выступлений правовой практики применения той информации, которую мы из систем безопасности можем получать. Ну что ж, уважаемые участники, я приглашаю в эфир Дмитрия Марченко, руководителя направления по развитию бизнеса и поддержке продаж МТС Клауд. Тема выступления вы видите. Готовим IT-инфраструктуру к высоким нагрузкам. Дмитрий, здравствуйте, вижу вас хорошо. Здравствуйте, как меня слышно? Слышно прекрасно, отлично. Презентация, я вижу, появилась на экране. Можно начинать. Да, Андрей, спасибо большое за представление. Еще раз рад всех приветствовать на сегодняшнем нашем мероприятии. Меня зовут, повторюсь, Марченко Дмитрий. Я являюсь руководителем направления по развитию бизнеса и поддержке продаж. И сегодня я коротко расскажу об облачном бизнесе МТС, фундаментальных основополагающих решениях в сфере инфраструктуры и безопасности, таких как Elastic Cloud, IA152FZ, Security Operation Center. Расскажу о возможностях и основных плюсах применения, а также поговорим коротко про кейсы. Итак, начнем. Начнем мы немного издалека. Облачный бизнес МТС. Что же он в себя включает? Это разнообразные, ставшие уже классическими решениями в форме частных, публичных и гибридных облаков. Это также набирающие обороты относительно новые для нашего рынка облачные сервисы, контейнером Кубернетис, ДБАС, это профессиональные сервисы, облачная экспертиза и консалтинг, а также классические услуги дата-центров и телеком-сервисы. Экосистема наших облачных решений ориентирована на предоставление услуг крупному бизнесу и корпорациям. Мы как облачный провайдер присутствуем уже в четырех странах, предоставляем более 25 сервисов и различных видов услуг. Нам доверяют несколько тысяч клиентов. И для удовлетворения потребностей корпоративных клиентов мы построили платформу на базе решений от ведущих вендоров, производителей оборудования и программного обеспечения. Мы сотрудничаем с VMware, Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Huawei и Cisco. То есть это мировые лидеры в производстве программного обеспечения и оборудования. Системы уровня Enterprise в облаке должны быть не только сверхнадежными, как вы понимаете, и масштабируемыми, а также производительными. Также должны выдерживать высокие нагрузки, чтобы отвечать требованиям стремительно растущих потребностей наших заказчиков. Возможности Elastic Cloud. Это наш основополагающий продукт, который мы стремительно развиваем. Elastic Cloud – это готовая инфраструктура, которая позволяет решить задачи любой сложности, любого масштаба. Сейчас вы увидите на экране, скажем так, перечень наших основных возможностей. Это и географически распределенные площадки с возможностью предоставления услуги Disaster Recovery, посредством использования инструментов VMware Cloud Director Availability, чтобы максимально обезопасить свой бизнес. Это и огромный диапазон под любые задачи компьютересурсов. Это, по сути, шесть вариаций процессоров с частотами от 2,3 до 3,5 ГГц от производителей микрокомпонентов Intel и AMD. Это гарантированный СЛС, за которым мы несем финансовую, а самое главное – и репутационную ответственность. Это 10 дата-центров, которые находятся на территории Российской Федерации. Безопасность и надежность облака всегда всех интересуют и являются предметом обсуждения. Наша облачная инфраструктура построена на нескольких уровнях безопасности. Самый верхний, первый уровень – это физическая безопасность. Это защита, скажем так, периметра ЦОД. Это и система контроля управления доступом, и видеонаблюдение, и охрана пожарной сигнализации. Второй уровень – это инфраструктура. Это надежность нашего ядра платформы. Все компоненты нашей платформы зарезервированы. Данные хранятся на отдельных СКД, собранных в кластере и презентованных хостами из XI в виде дата-сторов. И третий уровень, тоже очень важный – это информационная безопасность. Это регистрация всех действий администраторов, не только своих, но и администраторов-заказчиков. По запросу мы можем предоставить логи нашим заказчикам. Регулярный контроль уязвимости, межсетевое экранирование и различные применения средств защиты информации. И вся эта технологическая составляющая, так называемый менеджмент-сегмент, поставлен на мониторинг кандидос-атак. На облачной платформе со средствами виртуализации мы работаем на базе VMware в режиме высокой доступности, high availability, что позволяет создать отказовоустойчивость всех компонентов. В период пандемии нагрузка на IT и инструктуру значительно выросла. Изменился и сам подход к ведению бизнеса и процессов, уменьшилось влияние человеческого ресурса. И все больше компаний в сфере логистики и транспорта, что отвечает от нашей сегодняшней темы, уделили внимание технологиям IoT, телеметрии, видеоаналитики, автоматизации. В этой ситуации мощности, так скажем, нет возможности оперативно расширить свою инфраструктуру. И этих мощностей не хватает. Все вы прекрасно знаете, наверное, о сложностях в поставках оборудования, полуправлеводников, микросервисов. И заниматься планированием, развитием самой инфраструктуры в наше время стало очень сложно. Оперативно расшириться стало возможно только уже, скажем так, в заранее заготовленном облаке. Гораздо проще стало отдать, скажем так, часть или даже всю свою инфраструктуру надежному партнеру на аутсорсинг и заниматься только поддержкой сервисов своего предприятия и не беспокоиться об этой инфраструктуре. Как я говорил ранее, мы предоставляем инфраструктуру для любых абсолютно, в том числе высоконагруженных систем с любым требованием к доступности. А также имея широкие телекоммуникационные, что важно, возможности, это и магистральные связи, и телематические услуги связи, мы в состоянии закрыть любую потребность комплексно. В дополнение мы можем оказывать услуги professional manager service, это профессиональные услуги, допустим, по проведению разовых работ, а также взятие этой же инфраструктуры или существующей уже на обслуживание. Будь то различные сервисы Microsoft, 1S, мы в состоянии это сделать. Этот слайд больше для наглядности. Для людей, скажем так, не сталкивающихся ранее с продуктами, инструментами VMware или виртуализацией, так по сути выглядит, скажем так, ваше серверное помещение, серверное помещение компании, где возможно создать в ВИАПах любое количество виртуальных серверов и объединить их в любую сеть, в единую сеть, как того требует задача предприятия. Главные же практические преимущества – это, конечно же, оптимизация затрат, быстрый старт, time-to-market, легкое масштабирование ресурсов, при любых отмечу изменениях или пиковых каких-то нагрузках на бизнес, сезонных, возможно, также. Это решение кратковременных или краткосрочных задач, проектных, да, так скажем, какой-то проект квартальный, скажем так, а также существенная разгрузка своего штата специалистов и ориентирование их на более целевые задачи. Вместе с этим мы предоставляем многоуровневую выделенную бесплатную, круглосуточную поддержку 2.4 на 7, которая для удобства также территориально разнесена и находится в разных часовых поясах. И завершая разговор именно про Elastic, хотелось бы поделиться нашим рудмэпом на 2022 год. Мы планируем аттестовать все наши публичные площадки в Российской Федерации до уровня защищенности УЗ-3, а в дальнейшем до УЗ-1. Почерпну, это публичные площадки, обеспечив максимальную связанность между цодовьми и поставив максимальную гибкость, предоставив нашим партнерам. И еще небольшое превью. Бизнес растет. Вы сказали, что у нас есть региональные, я думаю, и партнеры есть, не только субъекты государственной власти. Поэтому бизнес растет, развиваются регионы, мы это видим. А также знаем, что для многих наших заказчиков важно иметь цод поблизости, в обозримой доступности. Имя поэтому мы планируем построить до 9 модульных цодов по всей России и в крупных регионах. Мы считаем эту задачу очень важной, и это благотворно повлияет на развитие технологий и, скажем так, технологий по всей нашей стране. Да, все меняется, рынок цифровизации растет, развивается искусственный интеллект, машинное обучение. Все это находит широкое применение в разных сферах. Толчком к этому, конечно же, стала в немалой степени пандемия, а также различные потрясения в мире, которые вы, я думаю, успели заметить, происходят. С ростом цифровизации логично, что государство реагирует на изменения. И за последнее время появилось много новых требований, поправок в законодательстве, в том числе касающихся логистики, безопасности на транспорте, а также требований при работе с персональными данными. Здесь вы видите наш основной портфель продуктов ИБ, который мы стремительно стараемся развивать. Коллеги, здесь небольшая печатка. Мы, как облачный провайдер, имеющий безупречную репутацию на рынке, всегда мгновенно реагируем на требования регуляторов и вносим изменения в свои информационные системы. И чтобы помочь нашим заказчикам легко соблюдать законодательство и принимать все необходимые меры, соответствовать помимо законам всем требованиям регуляторов, приказам, стек, ФСБ, и просто, чтобы компании могли защитить свою информационную систему от различных видов угроз и атак, мы предоставляем тестованные площадки в соответствии со 152-м федеральным законом. Сервис ИА-152ФЗ – это сервис по предоставлению, скажем так, так же, как и Elastic Cloud, наш публичное облако, виртуальной инфраструктуры на базе VMware. Давайте попробуем разобраться на небольшом примере. Допустим, у вас есть задача защитить персональные данные, защитить вы их обязаны, именно обязаны по законодательству. То есть для этого вам необходимо стать оператором персональных данных, это требование закона. К этому закону есть дополнительные акты и нормативная документация от регуляторов. Эта документация накладывает ряд требований и рекомендаций именно по обеспечению защиты этих данных в соответствии с уровнем защищенности и типом СПДН. В связи с этим, именно потребность компании заключается в том, чтобы быть уверенным, что его данные надежно защищены в соответствии с буквой закона. Тем более буквально на днях появилась информация, буквально два дня назад, о том, что Минцифра, помимо штрафов, которые сейчас введены, требует ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных. Вот данные меры еще больше подталкивают компании вкладываться и вкладывать средства и силы в отношении построения эти инфраструктуры и обеспечению защиты информации, чтобы не попадать на штрафы данные эти. Перед началом обработки компании персональных данных выполняется целый ряд мероприятий. Компания подает уведомление Роскомнадзора о начале обработки ПДН, тем самым, заносясь в реестр, определяется типо СПДН, применяются различные организационные и технические меры защиты информации, разрабатывается модель игроз, компания проходит оценку эффективности. Или если речь идет про государство информационной системы, то подтверждает защиту аттестатам соответствия. Мы, кстати, также можем помочь через наш проектный отдел помочь с подготовкой, разработкой такого пакета документов. И вследствие заказчику требуется не целиком и полностью строить все с нуля у себя на земле, а делегировать часть ответственности, ссылаясь на надежного провайдера. Именно в этом наша услуга и заключается. То есть мы берем на себя часть ответственности и предоставляем заказчику именно услугу по сервисной модели. Что представляет из себя защищенный сегмент с точки зрения документации? У нас есть аттестат, который закрывает требования в данном случае приказов 17.21 в стейк. Хочу отметить, почему эти приказы мы рассматриваем. Потому что мы соответствуем не только уровням защищенности, но и классам защиты. И аттестат подтверждает, что наша инфраструктура позволяет работать не только с персональными данными, но и с государственными информационными системами. Наш аттестат соответствия выдан именно на информационную систему, в которой могут обрабатываться и храниться данные до первого уровня защищенности, первого класса защиты при актуальном типе угроз 3. Такая формулировка у нас используется в аттестате. Это самые высокие уровни класса защиты. Но и безусловно в защищенном облаке используются сертифицированные СЗИ. Также предоставляем по требованию заказчику, можем представить выписку из модели угроз и документы о разграничении зон ответственности. Далее рассмотрим архитектуру защищенного сегмента. Это схема наглядная, скажем так. Сразу скажу, что мы реализовали все средства защиты информации на уровне инфраструктуры и на уровне информационной системы. Но и только, наверное, при необходимости, если того требует задача заказчика, можем разместить средства защиты информации и помочь с настройкой на стороне заказчика. В облаке размещается множество наших клиентов. Конечно же, они друг от друга изолированы. Что мы предоставляем? Мы предоставляем клауд-директор. Это красным выделено все наше облако. Клауд-директор – это небольшой сегмент. Он нужен, чтобы создавать виртуальные машины внутри сегмента, развертывать на них различную инфраструктуру. Также в Tenente мы предоставляем NSX Edge. Он нужен для управления сетевыми настройками и правилами маршрутизации. Далее идет наш периметровый межсетевой экран с использованием сертифицированного стека FSB Firewall с функциями IPS, IDS. Эти функции доступны всем нашим заказчикам в составе услуги. Можно использовать наши сертифицированные Firewall и с помощью правил транслирования, правил межсетевого экранирования и правил отражения и обнаружения атака через заявку в техническую поддержку вносить какие-либо изменения. Также у нас есть STRA-MTS-шлюз. В данном случае наш STRA-шлюз несет всего лишь одну функцию – это предоставление доступа к клауд-директору. STRA-шлюз расположен в менеджмент-сегменте, в сегменте управления. И он требуется для того, чтобы обеспечивать гостовое шифрование, потому что администратору, который будет разворачивать информационную систему, требуется именно подключение по гостовому шифровому каналу. Так того требует законодательство. И также мы предоставляем, чтобы администратор информационной системы мог подключаться, мы предоставляем STRA-VPN клиент. Если у компании штат специалистов, мы можем выдать несколько этих VPN клиентов для подключения. А дальше требуется организовать связанность своего сегмента со своим офисом или удаленными сотрудниками, обеспечив гостовое шифрование, чтобы ПДН, персональные данные, они должны защищаться, не гуляли по открытым каналам связи. Для этого клиент разворачивает свой криптошлюз, он может быть в виде виртуальной машины, виртуального плавянца или в качестве физического исполнения. И в соответствии с требованиями информационной безопасности, классами защищенности, да и, в принципе, какими-то обычными банальными техническими параметрами, там, ширина канала, количество туннелей, он подбирает необходимое оборудование и размещает одно у себя, второе, либо, если речь идет про виртуальный appliance в Tenant, если про физическое исполнение, да, если это железка, так скажем, то может разместить у нас в коллокации. А в дополнение мы можем предоставить сервисы, в том числе и для соответствия уровня защищенности, такие как Security Operation Center, о котором мы поговорим далее. Это важный сервис информационной безопасности, а также сервис бэкапа, так как бэкапы складываются, складываются также в бэкапы чувствительные данные, и также оборудование у нас СХД тестовано до уровня УЗ-1К1. Все, в принципе, достаточно несложно. В составе услуги заказчик, по сути, получает целый комплекс уже проделанной большой работы, которую мы уже реализовали, скажем так, с большим бэкграундом. Итого, наши клиенты получают гарантию выполнения требований приказов в стеке ФСБ, набор типовой документации для обработки ПДН в облаке, получают договоры поручения типовые от нас, выписки из модели угроз и модели разграничения зон ответственности, но и с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения технических мер, все СЗИ, все средства криптографической защиты, которые мы располагаем уже в составе услуги. Короткое преимущество – это готовый сервис, быстрый старт и развертывание, это гибкая инфраструктура, это всегда предсказуемый денежный поток, это полное соответствие требованиям регуляторов, и то, что клиент может аттестовать свою информационную систему уже на базе наших документов. Что такое Security Operations Center? Это переводится как «центр по обеспечению кибербезопасности», а также иногда допускаются переводы как «центр оперативного мониторинга». Исторически мы развивали собственный сок для собственных нужд, и так как компания крупная затрагивает огромный спектр направлений, то постепенно, то, что у нас развита экосистема, постепенно, наращивая экспертизу, мы выросли из корпоративного сока и пришли к тому, что мы теперь можем использовать накопленные опыты, знания и их коммерциализировать. Поэтому теперь мы можем смело заявить, что у нас есть возможность обеспечить информационную безопасность не только собственной инфраструктурой и группой компаний, но, как вы понимаете, помогать защищать IT-инфраструктуру внешне-коммерческих клиентов. Что же это такое? Это круглосуточная смена экспертов, которые мониторят состояние IT-инфраструктуры и компаний предмет потенциальных взломов, похищения данных сотрудников и клиентов или пользователей данной инфраструктуры и других кибер-угроз. Другие кибер-угрозы, это в том числе и попытка остановить производство, проникновение, проход на территорию предприятия с различными последствиями для компаний. На практике становятся нередкими случаями, когда хакеры проникают в контур предприятия и наносят значительный ущерб, вплоть до остановки каких-либо процессов, жизнедеятельности предприятия. Например, на некоторых компаниях периодически уходят новости о том, что в том или ином заводе или предприятии произошла остановка за счет какой-то атаки хакерской. И глобальный сок заключается в том, чтобы повышать уровень защиты IT-инфраструктуры и снижать риски за счет того, что используются профильные эксперты по кибербезопасности и современной технологии по обнаружению анализа предотвращения инцидентов. В основе сок лежит софтферная система, которая называется CEM. То, как бы, это технология по сбору и корреляции событий информационной безопасности. И главный посыл нашего решения – это круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты. Большинство хакерских атак происходит либо ночью, либо выходные дни, или какие-либо праздники, там новогодние, допустим. Когда IT-службы компании наиболее уязвимы. И в некотором смысле сок – это как группа быстрого реагирования в мире IT, скажем так. Схема подключения. Процесс самоподключения состоит из нескольких этапов. В контуре ДМС – это, скажем так, демилитаризированная зона заказчика. Размещаются лог-коллекторы, сервера инцидентов, события информационной безопасности. Для подключения необходимо, как минимум, да, желательно, три сервера. Один сервер нужен для приема событий с операционных систем Windows. Второй нужен для приема событий из юникс-образных систем, с инфраструктуры или с средств защиты информации, таких как антивирус, например, представлен на схемке, IDS, различных фаерволов. Из всего того, что стоит, то есть все то, что стоит в периметре у заказчика. А третий сервер используется для нормализации всех логов и предварительной фильтрации для последующей пересылки в CM-систему. После сбора всех логов предполагается передача этих логов на сторону МТС и передача осуществляется по защищенному каналу, который поднимается между нами и заказчиком. Корреляция, да, вот есть такое слово интересное, это как бы простыми словами сравнение, сопоставление информации. Это наложение на сырые данные, да, вот масса данных логов поступает, скажем так, какой-то логики инцидентов. Эту логику инцидентов мы, конечно же, должны определить заранее. Каждую такую логику можно наложить на события, из которых оно состоит, и определить метрики, которые характерны данному инциденту, и как мы его можем обнаружить, исходя из прошедших действий, да, каких-то. Далее мы определяем, какие создания могут нам указать и дать информацию об этих событиях для обработки необходимости реагирования. И далее на основании метрик и событий источников мы определяем методы передачи событий в CM и, соответственно, создаем тем самым правила этой корреляции, правила сравнения, да, вот сопоставления и выявления инцидента. И далее уже, исходя из событий или инцидент, разрабатываются плейбуки для дежурных смен, и, соответственно, готовятся сценарии реагирования на инцидент после попадания диагностированных событий на консоль управления дежурной сменой оператора. Отмечу, что дежурная смена у нас также географически распределенная. И приведу, наверное, по примеру, да, вот для чего требуется сок. Это на предприятии, допустим, существует система контроля управления доступа, есть проходная с турникетами, допустим, сотрудник работает с СУТП или управляет какими-либо другими системами автоматизации, и банально у него есть системы какие-то, да, внутри предприятия, куда можно зайти под его учеткой. Данные сопоставляются друг с другом, коррелируются события о том, что сотрудник управляет информационной системой под свою учетку. Ну, по факту, допустим, он покинул территорию предприятия вчера вечером и больше не заходил на предприятие. Это и есть событие, которое друг с другом не бьется, не сходится. Мы понимаем, что учетная запись компрометирована. И таких примеров огромное количество. С такого простого примитивного и заканчивая мониторингом сложных атак, видосы так и так далее. Далее еще маленький пример, который продемонстрировать уже наглядно выгоду и от использования сервиса. Любая атака из внешнего или даже внутреннего контура происходит в несколько этапов. Это и разведка, это и первичный доступ, и закрепление в инфраструктуре, и перемещение внутри периметра. Это постепенное повышение привилегий. Это в конечном счете сама компрометация и, соответственно, эксфильтрация данных. То есть, по-другому, это вывод данных из системы чувствительных. И вот на каждом из этих этапов злоумышленник оставляет метки, следы в логах. Особенно их легко отследить на сетевом уровне. Так вот, в случае, если круглосуточный мониторинг не установлен, нет его на предприятии, то факт нанесения ущерба обнаруживается, если ущерб уже нанесен. И тут два глобальных минуса. Первое – это то, что ущерб уже нанесен по факту, и второе – это то, что компании все равно придется тратить большое количество средств на аудит, на приглашение таких компаний, как наша. Это уже совсем другие деньги, совсем другие денежные средства. И на получение консультации по ликвидации этого ущерба. Будет то простой для бизнеса, или будет в любом случае простой. И потребуется какое-то время на восстановление. Хакерам, в принципе, сейчас не требуется организовывать какие-то серьезные векторы атак вполне достаточно обычным шифровальщика. Так вот, если бы компания пользовалась SOC, то среагировала бы на атаку злоумышленника на первых парах, и, соответственно, сэкономила бы массу сил и средств и избежала бы уже всех негативных последствий. Дмитрий, есть несколько вопросов, и у нас 3 минуты. Я бы просил вас как-то к резюме подходить, чтобы мы успели на эти вопросы ответить. Пожалуйста. Вопросы мне зачитать, да? Нет, нет, я их сам зачитаю, когда вы закончите поступление. Да, пожалуйста. Просто заканчивайте, потому что иначе... Да, 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 материал просто глобальный, извините. Преимущество – это обычные компании боятся дать доступ к своей информационной безопасности, к своей инфраструктуре, но нам совершенно не нужен для реализации данного решения доступ на уровень управления системами, в том числе и информационной безопасности. Нам нужны только логи с событиями, на основании которых наши специалисты, наша СМ-система позволит выстроить и скоррегировать именно инциденты информационной безопасности. И немного про кейсы. Да, вот в облако у нас есть кейсы с транспортными компаниями, это компания U-Tair. Уже в облаке компания U-Tair где-то перевела 90% своей инфраструктуры. В облаке функционируют как внутренние системы, так и внешние клиентские различные сервисы. На облачную платформу перенесены системы, связанные с управлением и операционной деятельностью. И в среднем компания на 25% сокращает затраты, связанные с эксплуатацией оборудования. Следующий кейс – это Белка Car. В облаке Cloud MTS работает мобильное приложение Белки, через которое можно арендовать автомобиль на какой-то срок. Также хранятся чувствительные данные вот как раз-таки копии паспортов, водительских прав, та вся чувствительная информация, которая регулируется в 152-м ФЗР. И последний кейс – это S7, Travel Retail. Изначально серверная IT-инфраструктура размещала собственную СОДЕ. На тот момент у них находился on-premise. И на тот момент это было целесообразно. Но время со временем заложенных мощностей их стало не хватать и было принято компанией решение перейти в облако. Миграция давно как бы уже не является чем-то таким стрессовым. Да, у нас все это происходит в штатном режиме. Однако, компания также не остановилась на использовании IaaS обычного. Они развернули кластеры Kubernetes в дата-центрах и размещают системы контроля продаж, сервисов предоставления по предоставлению каких-то своих услуг. И в целом наши заказчики довольны нашими сервисами. У меня, пожалуй, все. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Пожалуйста, дайте ваши контакты в чат. Это очень помогает быстрой реакции. И давайте мы с режимом подбежимся по вопросам. Ну вот, Алексей Румянцев спрашивает, как быстро выходит обновление программного обеспечения? Смотрите, у нас большой спектр услуг и сервисов, которые мы предоставляем. И здесь нужно понимать, о каком программном обеспечении идет речь. Ну, если мы говорим про вендора, допустим, платформы виртуализации VMware, то обновления выходят периодически, периодически выходят улучшения, да, улучшения программного обеспечения. Ну, допустим, если наши слушатели знают, то у VMware сейчас есть обновление по переходу с NSX-V на NSX-T. это уже новый класс маршизаторов, намного больше унесено улучшений, что позволяет более гибко управлять сервисами. То есть обновления выходят достаточно часто, это нормальная практика. хорошо, так, ну вот Дмитрий запрашивает дифференциатор, то есть вот если говорить о вашем сок в сравнении с другими, только очень кратко постарайтесь, в чем вот основные отличия, да, может быть, где-то, не знаю, какая-то скорость, может быть, где-то те или иные технические возможности, да, что вам не пожалуйста. Ну смотрите, соки сравнивают очень-очень сложно, я могу лишь здесь, знаете, как ответить, наш сок развивался в компании с 2005 года, это именно наша разработка, мы ее делали для себя, под себя, мы проходили сквозь этапы даже какие-то, может быть, шероховатости, и мы его построили именно для себя, мы знаем изнутри, как это работает, и в отличие от вендоров, которые предоставляют сок. Также у нас используются лидеры системы мониторинга мировые в СИИМ, и также это наши, скажем так, это наши люди, это наши сотрудники, у которых есть богатый опыт, и которые самое главное умеют связывать события, процессы и, скажем так, технические различные мощности. Хорошо. Так, пришло время пригласить в переговорку, вот я вижу, спасибо Юлии Городецкой, уважаемые участники, появилась ссылка на онлайн-переговорку компании МТС, МТС Клауд, в которой вы можете выяснить как раз и вопросы по кейсам с компаниями транспортными или по транспортной инфраструктуре, вы можете уточнить вопросы вот Игорь Гедамак и по требованиям к серверам лобкорректора, коллекторов и другие особенности предложений, в частности по Эластик Клауд, по тематике 152-го ФЗ, который касался Дмитрий в своем выступлении, поэтому, пожалуйста, нажимайте на ссылку и вы окажетесь в отдельном виртуальном помещении, в которое запись не ведется и вы сможете там голосом или в чате, но главное голосом тоже с Дмитрием и моего коллегами обсудить любые интересующие вас вопросы и принять решение о дальнейшем движении, о дальнейшем шагах по налаживанию сотрудничества. Ну что, Дмитрий, я вас благодарю, спасибо большое, уважаемые участники, нажимайте, пожалуйста, на пилку, переходите в онлайн-переговорку МТС, а затем возвращайтесь к нам в наш основной виртуальный зал. Спасибо, Дмитрий, благодарю и жду вас на дискуссии, конечно. Спасибо. Спасибо. Уважаемые участники, мы идем дальше и я сейчас приглашаю в эфир Анну Петренко, коммерческого директора КСОР, тема выступления «Система мониторинга функционального состояния водителя как мера снижения ДТП в корпоративном автопарке и на прошедшей неделе, кстати, такого рода системы вызывали большой интерес. Те съемочные группы, которые прибывали на АТБ-форум с разных телевизионных каналов, почему-то все практически включили в свои репортажи небольшие фрагменты именно о системах контроля состояния водителя. вот, ну и здесь эти системы переживают сейчас огромный рост, пожалуй, такого роста не было никогда в истории развития этих систем, так что, Анна, с большим удовольствием приглашаю вас в эфир, презентация уже появилась, здравствуйте. Да, вижу, здравствуйте. Так, скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Слышно вас прекрасно, да, можно начинать. Прекрасно, здравствуйте, спасибо большое, Андрей. Давайте начнем, так, чтобы я тут не мешала, я камеру пока отключу. Коллеги, здравствуйте, на самом деле, я надеюсь, что у нас будет такой формат немножко не презентации, мы потом сможем продолжить в переговорке, и я смогу ответить на вопросы, которые, я надеюсь, у вас появятся в процессе презентации. Итак, система антисон. Основная тема данной презентации, я хотела бы рассказать в целом, что из себя представляет система на сегодняшний день, чем система антисон отличается от того, что есть на рынке в целом, чтобы правильно можно было сделать выбор и не прогадать. Расскажу, собственно говоря, о каких-то кейсах интересных, которые у нас происходили за время работы. Ну, начинаем. Немножко про, собственно говоря, компанию XOR. Это производитель системы антисон. Скажу больше, компания XOR первая на российском рынке запустила технологию Safety as a Service. То есть, это не только система видеонаблюдения за функциональным состоянием водителя, но и очень глубокая аналитика со своим собственным центром мониторинга, который позволяет вот это вот огромное количество данных обрабатывать, систематизировать, таким образом находить какие-то узкие места или сложные моменты для того, чтобы оптимизировать работу автопарка. Ну и, соответственно, конечно, в первую очередь снижать количество ДТП на корпоративных автопарках. Мы на рынке присутствуем с 2014 года. На сегодняшний день у нас самое большое в России количество активных устройств. Их насчитывается уже более 11 тысяч. Как я уже сказала, у нас есть собственный центр мониторинга, у нас собственная разработка, и мы поставщики непосредственно оборудования. Мы можем похвастаться, что мы обрабатываем в год более 10 миллионов сигналов и более 200 тысяч подтвержденных инцидентов, опять-таки на примере наших ключевых клиентов, о которых мы поговорим немножко больше. Также интерес именно к нашей разработке присутствует со стороны не только стран СНГ, но также более удаленных уголков. В частности, мы сейчас обсуждаем проект по оснащению городского автотранспорта в Дубае. Так, секундочку. Итак, мы, поскольку компания инновационная, мы входим также в состав участников и резидентов Сколково. И на сегодняшний день, я думаю, ни для кого не секрет, что бизнес, успешный бизнес, он успешен только в том случае, если он реагирует на потребность рынка. Собственно говоря, уже 7 лет назад компания образовалась как запрос со стороны, в первую очередь, городского транспорта, потому что в течение достаточно продолжительного времени год от года увеличилось количество инцидентов с участием водителей на автобусах. То есть там прирастало по 15-20% в год, и у государства в целом появилась потребность в том, что эту проблему нужно решать. Если мы с вами посмотрим более широко, то, не знаю, знакомы ли вы с этой статистикой, но 7 из 10 дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей. Не потому что там были плохие погодные условия, сломалась машина, а именно потому что мы с вами, ну, надеюсь, не мы с вами, находимся за рулем. Убытки, которые, собственно говоря, несет не только там экономика в целом, но мы все-таки с вами про бизнес, наши, ваши компании, они, конечно, исчисляются миллионами, иногда миллиардами. Применение антисон. Как я уже сказала, первый запрос поступил непосредственно от городского транспорта, но когда мы стали дальше разрабатывать, анализировать систему, вообще смотреть потребности рынка, мы поняли, что система антисон работает абсолютно на разном транспорте. То есть, если вы посмотрите на этот слайд, я думаю, что наверняка кто-то увидит что-то знакомое, что-то откликнется, я надеюсь. Какие задачи мы решаем? Если мы говорим, например, о движении там на фурок, это очень актуально для логистических компаний, для ритейлеров, для вообще всех, кто перевозит какие-либо товары на долгие расстояния, если у вас водитель находится свыше 500 километров за рулем, то здесь, конечно, одна из ключевых задач, это предотвратить засыпание, потому что любой водитель-дальнобойщик скажет, что он хотя бы один или два раза в жизни засыпал. Второй сектор – это, собственно говоря, крупногабаритная дорогая техника, которая используется, например, в горнообрабатывающей промышленности, у нефтяников на стройках. То есть водителей в том числе нужно контролировать, если они находятся в каких-то удаленных уголках, если есть проблемы со связью, если все-таки нужно предотвращать какие-то инциденты, которые могут повлиять на то, что техника выйдет из строя или будет нарушен производственный процесс. Третий достаточно большой блок транспорта – это, конечно, перевозка взрывоопасных грузов. Здесь очень четко соблюдаются все меры предосторожности, потому что если… Я думаю, очевидно, если у нас с вами бензовоз попадет в аварию, то потери могут быть колоссальные. Если мы говорим про передвижение по городу, город на самом деле представляет из себя тоже достаточно сложную инфраструктуру, и здесь основные ДТП происходят по причине секундных отвлечений внимания. То есть это курение, это отвлечение на телефон. Скажу больше, за последние 4 года это официальная статистика ГИБДД, количество ДТП по причине использования телефона выросло на 16%. Если мы говорим в количестве цветов в штуках, то это тысячи. И, конечно, социальная ответственность, забота о безопасности пассажиров. То есть, опять-таки, это относится не только к городскому транспорту, но многие наши партнеры, те же самые нефтяные компании, те же самые горнообрабатывающие, в том числе перевозят своих сотрудников или прибегают к услугам подрядчиков для того, чтобы перевозить людей. Здесь, конечно, в угловый глаз становится социальная ответственность. Итак, как я уже сказала, XOR первая на рынке предложила решение Service as a Service. То есть, что мы делаем? Мы мониторим состояние водителя, который находится за рулем. Дальше вся информация поступает на камеру, о которой я расскажу немножко позже, и передается посредством GSM, либо, возможно, другие способы подключения. Если будут вопросы, я отдельно расскажу. Поступает в центр мониторинга. Таким образом, конечный заказчик, то есть компания, видит статистику по всему автопарку, по всем водителям. Тоже более детально сейчас покажу, как это выглядит. Окей, давайте поговорим о насущном. Это железо. То есть, как у нас выглядит система. На борту автомобиля, на торпеде размещается камера, которая имеет инфракрасные фильтры. И, собственно говоря, у нас вся аналитика зашита как раз вот в эту камеру. То есть, здесь находится нейронка, которая более чем по 50 точкам на лице человека анализирует, что с ним происходит. Более того, опять-таки, мы, будучи разработчиками, сейчас оптимизируем систему, учимся, смотрим, какие нужны доработки для того, чтобы система обучалась и дальше могла уже по конкретному водителю делать статистику и понимать, в какой момент, например, что будет расцениваться, что он заснул или там отвлекся, а что будет расцениваться как нормальное поведение на дороге. То есть, вся основная аналитика у нас концентрирована в этой камере. Также есть выносной блок, так называемый AirWatch. Это, собственно говоря, оповещатель водителя. Оповещение происходит практически ежесекундный момент, когда происходит какой-то инцидент или нарушение. И водитель получает два, собственно говоря, уведомления. Это индикатор с конкретным нарушением, который показывается на AirWatch, и звуковой сигнал. Если мы говорим про, скажем так, более уже тяжелую часть, то есть есть системный блок, который подключается, собственно говоря, внутри. Очень важно, мы производим скрытый монтаж, и наша система как раз предназначена для такой, ну, скажем так, крупногабаритной техники. Буквально сегодня у нас было большое совещание с Газпромом, которые говорят, ребят, ну мы, у нас по карьерам там ездят машины, дороги ужасные, мы там находимся в Тюменской области. Нам нужно, чтобы система, как бы она могла к подобным условиям, она работала, она не ломалась, она там не выскакивала из-под торпеды. Собственно говоря, мы это все обеспечиваем. То есть мы максимально хорошо фиксируем систему для того, чтобы, во-первых, минимизировать случай вандализма, потому что не всем водителям нравится для того, чтобы как-то за ними наблюдали. Но при этом вот. У нас есть возможность подключать к нашей системе там на сегодняшний день, по-моему, до пяти камер различных и, собственно говоря, сводить это все в единую аналитику. То есть если нужен, например, обзор того, что происходит вокруг автомобиля, внутри автомобиля, несколько камер и так далее. Что очень важно, для коллег, у которых есть лизинговый транспорт, мы не влазим в так называемые мозги. Мы можем подключиться к аншине, но обязательного подключения это не требует. Таким образом, мы не вмешиваемся в основные настройки автомобиля, вы не слетаете с гарантии, все нормально. Антисон вполне себе можно устанавливать, как обычный регистратор. Итак, как я уже говорила, несколько уровней нейросети ведут постоянную аналитику видеопотока. Выглядит это примерно так. То есть мы смотрим на положение поворот головы, понимаем, когда человек начинает клевать носом или там начинает зависать. Мы смотрим за движением глаз, что происходит. Опять-таки, система уже за достаточно много для этого рынка лет обучилась распознавать, то есть что мы расцениваем как нормальное моргание, что расцениваем как, наоборот, признаки засыпания. Ну и в целом изменения в мимике. Как я уже сказала, аналитика идет по более чем 50 точкам на лице человека. Итак, алгоритм предотвращения инцидента. Миросист анализирует видео. Как я уже сказала, это камера, которая размещена в кабине водителя и направлена на водителя. Далее водитель практически там с задержкой в одну секунду получает уведомление о том, что что-то произошло. Соответственно, самое главное нам предотвратить засыпание. Дальше события уходят в центр мониторинга, после чего диспетчер анализирует, насколько события как бы признано произошедшим, либо все-таки это особенность того, что водитель, например, как-то отвлекся или не знаю, у кого-то бывает тик. У нас бывают разные истории, у кого-то не хватает одного зуба и не всегда это значит, что водитель покурил. То есть, в принципе, наши диспетчеры, они максимально сглаживают историю с тем, что машина где-то может дать там какой-то сбой, да. И, наконец, руководитель получает отчет для того, чтобы понимать, что происходит внутри его автопарка. Типы классифицируемых событий. Безусловно, это засыпание, усталость, закрытие глаз или, собственно говоря, закрыт или открыт глаза. Это курение, это идентификация водителя и ведение персональной статистики. Отсутствие водителя за рулем для многих наших партнеров это бывает тоже важно, потому что водители иногда должны находиться за рулем и двигаться по маршруту для того, чтобы там осуществить какую-то там перевозку или выполнить задачу, но при этом они, например, там стоят и водителя нет в кадре. Мы тоже помогаем решить эту проблему. Наличие пристегнутого ремня и помехи в зоне видимости мы таким образом верифицируем водителей, которые не очень хотят, чтобы за ними наблюдали. Если они не хотят, чтобы за ними наблюдали, значит им, как правило, есть что скрывать. Вся актуальная информация попадает в центр мониторинга, который у нас практически у единственных на рынке на сегодняшний день свой, что это дает для конечного заказчика. Это то, что мы можем делать настройку под конкретную задачу, под конкретного клиента. В центр мониторинга могут быть подключены неограниченное количество клиентов, неограниченное количество лиц со стороны той или иной компании. Вы получаете полную статистику, то есть вы видите, что происходит по всему автопарку, где установлен антисон. Вы смотрите статистику инцидентов, у вас есть информация по всем транспортным средствам, вы можете отфильтровать в зависимости от того, какие инциденты вы хотите посмотреть, как по ним меняется статистика. Вы смотрите личные карточки водителей. И что очень важно, опять-таки, есть компании более открытые, есть компании более закрытые, периодически требуется какая-то интеграция с внутренней системой заказчика. Опять-таки, благодаря тому, что у нас есть своя команда программистов-разработчиков, мы можем совершенно безболезненно интегрироваться в ваши действующие системы, там, телематики или аналитики по транспорту, которые есть. Итак, немножко более такая развернутая картинка о том, как происходит, что вы видите в центре мониторинга, что еще важно. У нас происходит геолокация. У нас есть функция геолокации, то есть вы понимаете, где находится водитель, с какой скоростью он движется, опять-таки, это очень важно, потому что там есть, опять-таки, свои нюансы у каждого клиента, да, то есть, например, для кого-то важно, что там 5 километров в час и вот все, если прикуривает, это опасно. Для кого-то там от 20 километров в час, кто-то, например, не расценивает, что нарушение произошло, если водитель двигался до 40 километров в час. То есть здесь все эти настройки мы можем делать индивидуально под вас. Итак, немножко про наших клиентов, с кем мы работаем. На сегодняшний день мы установлены на всем городском транспорте города Москвы, причем как наземном, так и подземном. Таким образом, у нас установлено более 9500 устройств, которые, ежедневно там большая часть из них находится онлайн, и мы, собственно говоря, работаем с этим автопарком. У нас приведены успешные пилоты, которые хорошо себя зарекомендовали, и наши заказчики готовы выходить на подписание контракта. Это и Почта России, это наземный транспорт, РЖД. Конечно, это крупный бизнес, то есть это все, что связано с владельцами крупного транспорта, куда входят и самосвалы, и бензовозы, и многое другое. То есть, конечно, это горнообрабатывающие комбинаты и компании, и нефтяная отрасль. То есть один из наших таких очень любимых, горячо любимых партнеров это поле золота. Мы делаем оснащение, делаем оснащение в отдаленных филиалах компании. Для ритейла также мы разрабатываем решения, в частности, сейчас делаем историю, когда наши клиенты могут не просто уведомлять водителей, но выстраивать какую-то дисциплинарную систему для того, чтобы либо наказывать, либо поощрять и дополнительно как-то уведомлять при помощи антисна, если эти нарушения происходят. Опять-таки, это влияет на статистику автопарка в целом, на дисциплину водителей и, собственно говоря, есть еще экономическая выгода, потому что, если вы штрафуете ваших водителей на какую-то определенную сумму, пускай она будет даже чисто символическая, вы потихонечку начинаете купать систему. Я сколько угодно могу рассказывать о том, какой антисон замечательный, какой XOR прекрасный, но мне кажется, все-таки цифры говорят сами за себя. Итак, ежедневно у нас онлайн находится более 6500 устройств, как я уже сказала. Почему это может быть интересно для вас? Поскольку вообще система видеонаблюдения за водителями на основе нейросетей это достаточно новая технология, то есть ее всего-то на самом деле несколько лет, когда в целом мир ее стал активно как-то применять и внедрять в свои автопарки. Безусловно, поначалу были определенные баги, что-то работало лучше, что-то работало хуже, и оптимизировать улучшить систему можно только таким эмпирическим путем, в том числе участие в своих ошибках. Так вот, у нас есть достаточно большой опыт, который мы прошли уже там с 2014 года. Мы очень многое поправили из-за того, что там некоторые игроки, которые только появляются на рынке, они только находятся на начале пути, то есть мы уже этот путь прошли. По официальным данным Мосгуртранса за 2020 год, если я не ошибаюсь, да, за 2020 год, в конце года, на 26% было снижено количество ДТП с участием или по вине водителей. также на 50%, опять-таки, это такая средняя цифра как от наших коммерческих заказчиков, так и от госсектора, на 50% сокращено количество аварийно-опасных инцидентов по вине водителей, то есть, собственно говоря, которые не привели к каким последующим событиям, именно потому что мы их верифицировали и предупредили. И, конечно же, это экономическая выгода, то есть на 65% сокращаются издержки на ремонт и простой автотранспорта, потому что мы все понимаем прекрасно, если у нас стал транспорт, то, в общем-то, ему нужно искать замену, если не дай Бог, что случилось с водителем, искать замену. И давайте не забывать, что год от года у вас начинает расти цена страховки, если вы не самый такой прилежный автопарк. Если у вас есть авария, 100%, в следующем году аварийно-страховые компании выкатимы дополнительные какие-то проценты на страховку. Более того, мы сейчас для наших партнеров мы работаем со всем топом страховых компаний в России, которые при установке от ИСНАМ предоставляют по 30% скидку на каско риск ущерба. Так, двигаемся дальше. Итак, ну, в принципе, голосом проговорила, но на всякий случай предчислил, какие риски несет ваш бизнес. Естественно, простой автотранспорт, нарушение сроков доставки, поставки вашей продукции, нарушение производственного цикла, расходы на ремонт, увеличение стоимости страхования, конечно же, репутационные риски, потому что мы должны понимать, что если вы компания, достаточно находящаяся в таком публичном поле, у вас есть партнеры, у вас есть клиенты, у вас есть стейкхолдеры, для которых, конечно, насколько вы надежная компания, в том числе, как вы себя ведете, как ведет ваш автопарк себя на дорогах и показывает, это тоже влияет. Более того, мы сейчас разрабатываем такую очень большую систему аналитики вообще рисков в компании вместе с крупными консалтерами, где мы будем показывать вообще риски от каких-то ДТП, связанных с автопарком, как они отражаются на операционной прибыли, какие, скажем так, риски именно финансовые компания может нести, если произошло то или иное событие. Я вам скажу больше, поскольку компания XOR, повторюсь, является участником Сколково, резидентом Сколково, мы подпадаем абсолютно под такую очень большую программу инноваций на транспорте, данная система, наша разработка, и опять-таки мы помогаем нашим партнерам делать очень серьезные возвраты из фондов за установку, собственно говоря, вот этой инновационной системы, и плюс это еще социальная ответственность, которая также влияет, опять-таки, можно повышать и рейтинги компаний, и опять-таки делать очень большие возвраты социальных фондов. Мы с этим помогаем. Итак, немножко в двух словах, я надеюсь, у меня немножко есть времени. Какие решения есть на рынке? Потому что, опять-таки, мы еженедельно общаемся более чем со ста компаниями, поэтому мы понимаем, какие обычные вопросы задают. Или что клиент говорит, когда мы рассказываем Брантису, они говорят, ой, первый вариант, у нас есть компактные какие-то камеры, вот у нас там, значит, легкий монтаж, что-то там такое стоит. Либо, например, у нас есть видеонаблюдение с фиксацией курения, засыпания, и есть подключение к личному кабинету. Третий вариант. Ведется просто какое-то видеонаблюдение, событие куда-то сыпется, как таково, личного кабинета нет. И, конечно же, мое самое любимое, это потоковое видео, то есть просто, когда камера пишет, она направлена на водителя, пишет, и при этом как-то наш клиент рассчитывает, что он еще на что-то это сможет повлиять. Итак, давайте по порядку, по первому типу устройств. Значит, одна из ключевых проблем это то, что водители легко выводят камеру из строя в случае там недовольства, да, потому что если у вас камера не очень плотно, хорошо, качественно смонтирована, то ее достаточно легко свернуть. Высокая погрешность в аналитике событий связана это с тем, что маленькие компактные камеры, они, как правило, сделаны на базе регистраторов, и там достаточно слабая нейросетка и отсутствует центр мониторинга. Второй тип камер, то есть у вас вроде есть подключение к кабинету, вроде бы камера верифицирует похожие на нас события, что же там тогда не так? Во-первых, это использование стороннего программного обеспечения продавцом видеонаблюдения, потому что, повторюсь, XOR единственная компания на рынке, которая делает как бы услугу на 360 градусов, то есть это устройство, это мозги этого устройства, и это еще доработки, если требуется вход клиента. Вот. Невозможно настроить систему под конкретного заказчика, повторюсь, потому что программное обеспечение не принадлежит компании, которая поставляет решения, соответственно, это вызывает некоторые сложности. Невозможно настроить аналитику под конкретную задачу бизнеса, потому что есть, условно говоря, базовые настройки, но есть нюансы, которые невозможно сделать, если вы не являетесь, ваш поставщик не является разработчиком. Отсутствует центр мониторинга. Ну, центр мониторинга вообще в целом, собственно, есть только у компании XOR. Третий вариант. Видеонаблюдение за водителем как-то там идет, фиксация какая-то идет, куда-то это непонятно падает. Во-первых, это до 50% ложных срабатываний. Этим вообще грешат практически все системы видеонаблюдения за водителем, которые есть на сегодняшний день. Невозможно увидеть реальную картину по автопарку. Отсутствует центр мониторинга. Ну, и, конечно, видеонаблюдение в потоковой записи, да, то есть есть операторы автопарка, которые, конечно, могут залезть в это видео и посмотреть, что произошло, но они никогда не смогут предотвратить то, что могло бы произойти, да, потому что это невозможно 8 или 10 часов сидеть непрерывно. Здесь очень сильный человеческий фактор, который влияет на то, что происходит. Вот, ну, и, наконец, еще одна такая больная тема для всех наших партнеров, это установка третьей или четвертой бортовой системы, которая будет работать автономно от тахографов, телематики, прочих, адас или ДНС-камер, которые установлены на автотранспорте. То есть у вас получается, что наши клиенты, это не мое выражение, коллег с рынка, говорят, у нас установлен в автомобиле зоопарк, зоопарк из разных камер, все они как-то работают автономно, таким образом перегружены сотрудники колл-центра, достаточно сложно систематизировать данные и вам понимать реально, какая ситуация происходит по автопарку в целом. Чем отличается антисон? Значит, как я уже говорила, у нас скрытый монтаж системы и дополнительные противомандальные фиксации для камеры, то есть камеры достаточно сложные, прям нужно постараться для того, чтобы вывести систему из строя. У нас инфракрасная камера, которая сделана не на основе регистратора, а более сложной системы, то есть она, соответственно, действительно распознает то, что происходит с водителем, потому что это главная задача, да, для чего вы приобретаете эту систему. Относительно второго варианта, то есть видеонаблюдение, есть какой-то сторонний личный кабинет, сторонняя разработка, куда все падает. Как я уже сказала, у нас, я понимаю уже, я уже закругляюсь, у нас собственный центр мониторинга, собственное ПО, соответственно, мы как бы здесь вольное дело, то, что мы хотим. Видеонаблюдение за водителем с достаточно низким, это третий вариант, где у нас очень большая погрешность до 50% в событиях, то есть валидируется, вообще падает все единым скопом. У нас на сегодняшний день по последним проверкам Мосгортранса наша система показала 99% корректности в валидации событий. Ну и, наконец, антисон на сегодняшний день интегрирован со всеми тахографами, а также благодаря нашей штатной команде разработчиков мы можем антисон интегрировать в действующие ваши ПО, в действующие какие-то системы или разработать решения под вас, что опять-таки мы сейчас делаем, например, для игроков нефтегазовой отрасли. Так, это, в общем-то, сразу, это какие мы молодцы, я ускоряюсь, ускоряюсь, у нас несколько есть наград, мы входим в 25 лучших стартапов Сбера, мы вошли в финал акселератора Почты России, в общем, короче, компания XOR и Антисон, мы молодцы. На всякий случай я оставляю свои контакты, вы можете либо приложить телефон, либо сфотографировать этот слайд, позвонить мне, я с радостью отвечу на ваши вопросы, которые мы, может быть, не успеем по каким-то причинам обсудить сейчас. У меня все. Отлично, Анна, ну, в дополнение дайте, пожалуйста, ваши контакты в чат, это очень ускоряет ответ, слайд слайдом, а в чате, так сказать, доступно всем. У нас есть участники, в частности, Владислав Лупанов, которые интересуются некоторыми техническими моментами, обработка на эросети происходит на борту камеры, или же камера просто передает видеосигнал на регистратор или сервер обработки. То есть какая архитектура? Значит, смотрите, архитектура следующая. Обработка происходит на борту, как раз через камеру. Почему это хорошо? Даже если у вас водитель по той или иной причине находится вне зоны доступа, то есть у него нет доступа к GPS, у вас камера продолжает работать, то есть водитель это не замечает, потому что вся аналитика как раз происходит в ней. После этого передается вот на второй, на системный блок, который я показывала, и оттуда уже улетает центр мониторинга. как раз на дальнейшей верификации. То есть если мы говорим о том, что нужно предотвратить какое-то событие в моменте, то здесь система работает всегда вне зависимости того, какая связь. Если мы говорим про аналитику, то она уже формируется, когда у нас появляется GPS-сигнал, либо там подключение через роутер, у нас там тоже разные варианты возможных в точке доступа клиента. Вот, и уже тогда улетает туда для дальнейшей аналитики, верификации и так далее. Но в моменте, вот когда происходит, все происходит на борту. Понятно. Ну вот Владимир говорит, что да, естественные уведомления для водителя, в том числе и ложные, могут быть источником его отвлечения от безопасного управления транспортным средством. И с его точки зрения нужно иметь несколько моделей по оповещению водителя. Ну вот чуть-чуть про это. То есть в таком только блиц-режиме, пожалуйста. Ну, несколько систем оповещения водителя, но это приведет к тому, что у вас водители с ума сойдут. Они вначале сходят с ума, когда у них одна система стоит, причем мы должны понимать, да, что система все равно должна адаптироваться под конкретный автопар, под конкретного водителя, потому что там есть свои нюансы, да, у всех как-то по-разному, да. И мы на самом деле как раз практически под каждого клиента делаем дополнительную доработку, потому что они смотрят, говорят, мы понимаем, что вот это, например, не проблема, то есть курение, окей, давайте это уберем. А вот, например, отвлечение внимания, мы не хотим, чтобы они смотрели по бокам, нам не важно, они должны смотреть, но мы хотим, чтобы вот если вверх-вниз глаза двигаются, вот это уже будет отвлечение внимания. То есть если вы делаете несколько портовых систем, для чего? Потому что, мне кажется, главная задача, это, во-первых, иметь видеоряд, потому что в случае ДТП вы сможете восстановить, что происходило в момент происшествия, да, и второй момент, собственно говоря, предотвращение ДТП анализируется. Понятно. Так, на каком процессоре устроен системный блок, спрашивает Константин. На каком процессоре? Значит, смотрите, у нас изначально, ну, я не буду скрывать, это ни для кого не секрет, мы находимся, а я вам сейчас вру, я вам сейчас хочу сказать про ПО-шку. Процессор я вам не скажу. Если хотите, напишите мне отдельно, я у ребят уточню, к сожалению, здесь... Нет проблем. Да, пожалуйста, Константин, вы можете тогда написать. Ну, и два вопроса про инфракрасную подсветку. То есть, первое, это как вы решили вопрос с жалобами водителей, потому что, ну, известно, что иногда жалуются, да, и, Святослав Иришин, Иришин, постоянный инфракрасный прожектор в глаза, получали ли вы какой-то сертификат безопасности? Коллеги, это наш любимый вопрос, его задают все наши клиенты, потенциальные, действующие и везде. Значит, смотрите, суд мы выиграли. Жалобы водителей, это было три или четыре водителя со стороны Мосгортранса, они были отклонены, были проведены все независимые экспертизы, которые показали, что система безопасна и ничего не происходит. Мы сейчас ждем, там, после того, как суд выигран, должно в течение там двух или трех месяцев судья готовит финальное постановление, мы его как раз сейчас ждем. Мы с вами должны понимать, да, если бы на рынке там был еще какой-то такой крупный игрок, который такому большому количеству водителей мешает жить, я уверена, что на инфракрасную камеру жаловались бы там, я не знаю, очень много кто, но мы попали, мы были первопроходцами, за это как бы есть свои минусы. Вот, суд мы выиграли, сертификаты все, есть, камеры абсолютно безопасные, все это мы предоставляем. ясно, ну, это хорошие новости. Алексей Тимарин, а не придет ли внедрение такой системы к еще большему подорожанию автомобилей, ну, действительно, всех беспокоит сейчас вот эти, так сказать, такой, немножко дикий рынок, да, в частности, связанный с дефицитом там, ряда комплектующих и так далее. как вот здесь, насколько вы, ну, вот это, подключение к системе, установка, ну, системы удорожает, пожалуйста. Я поняла, значит, смотрите, давайте так, мы все-таки говорим про транспорт, да, не легковой, а грузовой. Средняя стоимость транспортного средства, на которое устанавливается антисон, начинается где-то от 15 миллионов и больше. Наша система, да, для понимания, она там, ее установка занимает 0,001, там, тысячную или сотую от стоимости автомобиля. Вот, ну, как бы, все зависит от резки. Давайте лучше посчитаем, что у вас может произойти в целом в компании, как отразится количество ДТП частью водителя. Ну, как бы, мне кажется, это будут совершенно другие резки. Нет, это не то дорожание, это не та стоимость. Ну, и последний тоже блиц вопрос. Вот Игорь Гусев говорит, зачем вам реклама, если вы все существующие в мире системы уже охватили. Ну, то есть, ваши цели, что вы предлагаете присутствующим в завершении? Скажите, пожалуйста. Вы знаете, парадокс в том, что, ну, поскольку моя непосредственная там задача как коммерческого директора, я отвечаю за коммерцию, за продажи. И я каждый день сталкиваюсь с тем, что когда мы звоним тому или иному потенциальному партнеру, в принципе, люди до конца не понимают, что такое система функционального мониторинга водителя. То есть, я повторюсь, нам приходится объяснять, что, ребят, потоковые камеры это не то. То, что у вас сыпется все события без верификации, да, и вы не понимаете, что с этим делать. Потому что у нас есть партнеры, которые внедрили эту систему, говорят, а мы не знаем, что теперь с ней делать, потому что мне приходит тысяча уведомлений в день. Притом, там мы понимаем, да, половина, как это все разгребать. И я понимаю, что вроде бы, с одной стороны, система уже там как бы не такая новая, да, как там пять лет назад, но при этом у нас еще с точки зрения понимания, как она работает, все как-то слабо. Поэтому наша задача на этот год максимально познакомить уже так более практически наших потенциальных партнеров, вообще партнеров по рынку с тем, как, собственно говоря, это работает. Спасибо, Анна. Спасибо большое. Буду рад вашему участию в дискуссии. Такой динамичный получился разговор. Благодарю. Благодарю. А личная комната или у меня не будет своей комнаты? Ну, у меня в сценарии нет. То есть, это не у всех партнеров. Коллеги, я надеюсь, тогда да. Вы можете с командой уточнить, да, но вы можете продолжать в чате отвечать на те вопросы, которые... Хорошо. Мы не все успели. Ну и в дискуссии вернемся еще. Спасибо, Анна. Спасибо, коллеги. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Да, хорошего дня. Благодарю. Уважаемые участники, приглашаю в эфир Алексея Боброва. И благодарю Алексея за терпение. Мы чуть-чуть задержали его выход в эфир. Наверстаем. Решение для обеспечения безопасности на транспорте и на оборудовании Вайзнет. Алексей Бобров, инженер поддержки продаж Ханва Тегвин. Алексей, здравствуйте. Да, добрый день. Слышно меня? Да, слышно. Прекрасно вижу. Отлично. Ваш экран, да, вот появилась презентация в полноэкранном режиме. Отлично. Все, я могу начинать тогда. Да. Меня зовут Алексей, я инженер компании Ханва Тегвин. Сегодня я буду рад вам представить решение для обеспечения безопасности на транспорте. Пару слов сразу расскажу о нашей компании. Мы являемся одной из крупнейших компаний и производителей оборудования для систем безопасности видеонаблюдения. Ранее мы были известны под брендом Samsung. Несколько лет назад мы перешли в компанию Ханва Тегвин. То есть, люди и наработки, все это осталось. Мы также продолжаем наращивать наш так сказать функционал. Выпускаем собственные процессоры для камер. Уже достаточно давно, в 2010 году у нас был процессор Wysnet 1, грубо говоря, да, и уже в 2020 у нас появился процессор Wysnet 7, то есть с функциями AI. Большой опыт в видеонаблюдении, да, и мы как бы выпускаем корейскую продукцию, да, то есть у нас два завода, один в Корее, его в Вьетнаме, и в общем, у нас тоже как бы проблема, опять же, с отгрузкой оборудования, либо с какими-то компонентами, нет. По основным линейкам нашей продукции самого топа, самого, да, это процессор Wysnet 7, и, соответственно, линейки камер, построенные на этом процессоре, это Wysnet X+, X-Core, и обычная серия камер, X-серия, да, так называемая. Если говорить по P-серии, да, здесь представлены AI-камеры, тоже можно отдельно про них и презентацию провести, то есть, на самом деле, оборудования у нас большое количество, и в рамках вот нашего времени очень тяжело все рассказать. Далее идет Q-серия камер, где представлена уже традиционная аналитика, пересечение линии, детекции движения, да, вторжения в область, то есть, стандартные камеры. Отраслевые решения ROT-серии, тут уже представлена взрывозащита, тепловизионные камеры, как и для подсчета температуры тела человека, так и для обычного тепловизионного режима, да, для съемки, для объектов заводов, то есть, ну, промышленности, да, промышленный тепловизор. Также у нас остались и аналоговые камеры, мультиформатные, мультигибридные, да, с поддержкой АХД, СВИА, ТВИА, СВИБС, разрешением 4 Мп и 2 Мп. Под эти камеры, естественно, у нас есть и гибридные регистраторы, то есть, аналоговые, да, и также регистраторы IP с поддержкой от 4 до 64 каналов, то есть, на любой вкус и на любую задачу. Программа обеспечения у нас также собственная. Ну, есть, как бы, клиентское, рабочее место, а есть, вот, клиент-серверное ПО, называется SSM, которое позволяет нам объединить камеры, регистраторы, сторонние системы, да, под одну единую оболочку. Данный софт тоже достаточно интересный, тем, что, если вы приобретаете регистраторы, то тогда этот софт вам предоставляется бесплатно. То есть, на самом деле лицензируется данный софт только по записи на этот софт. То есть, лицензия приобретается для записи на сервер. Также у нас есть системы контроля доступа, собственные считыватели, собственные контроллеры и программное обеспечение для управления держателями карт, ну, и дополнительным функционалом. По плану, да, обзор возможностей AI-камер и, собственно, процессора Viznet 7, да, это вот первой частью, что хотелось рассказать. Это передовая наша разработка, то есть, мы шли к этому достаточно давно. В 2020 был анонсирован выход процессора, собственного процессора Viznet 7 с функциями AI, с искусственным интеллектом на борту, да, то есть, наши камеры обладают искусственным интеллектом, ну, сами по себе, то есть, уже готовый комплект камеры, то есть, мы не обладаем серверной аналитикой. Процессор имеет следующие характеристики, это высокое разрешение 8 мегапикселей, также хочу сказать, что у нас есть камеры 2-мегапиксельные со 120 кадрами в секунду, то есть, для съемки высокоскоростных объектов, дорог, транспорта и так далее. Функция Extreme VDR, то есть, мы также разработали собственный VDR, который достигает 150 децибел, кибербезопасность, также, чем мы очень сильно гордимся, поддержка искусственного интеллекта, функции, и многопоточность, то есть, одна камера может отдавать 4 потока в 8 мегапикселях разрешения. Ну, как я уже сказал, да, это высокое разрешение, основное преимущество наших камер и нашего процессора, собственно. Также у нас под данные камеры вышел и, собственно, объектив с высокой светосилой и новые камеры, новая серия камер на процессоре Viznet 7 поддерживает технологию искусственного интеллекта и позволяет нам определить в кадре человека, лицо, машину и номерной знак. Это сделано для того, чтобы снизить ложные тревоги, да, то есть, ложные тревоги нам генерируют ложные события, соответственно, занимают место архива, отвлекают внимание оператора и создают нагрузку на сеть, да, то есть, шум листвы, блики, тени, перемещение животных в кадре, да, все это генерирует ложные тревоги. Нам интересно, например, следить за человеком, да, и как только человек появляется в кадре, камера, ну, дает тревогу и начинает, например, запись архива. Естественно, всю AI-аналитику искусственного интеллекта можно завязать с традиционной, как мы ее стали уже называть, аналитикой в виде пересечения линии, вторжения в область, и вот, как показано на видео, мы нарисовали область и установили, что машина не будет детектироваться, да, ну, или даваться тревогой, то есть машина спокойно проехала данную область, а как только в область вошли люди, у нас сразу сгенерировалась тревога. здесь видео, наверное, больше для парковок, для того, чтобы, может быть, детектировать кражу автомобиля, например, да, то есть, вот, такое решение. Ну, их может быть, на самом деле, миллионы и так далее, да, потому что система очень гибкая. также, как я уже сказал, есть у нас собственная наработка в, так сказать, для съемок в сложных условиях, в сложных сценах, и мы разработали собственный Extreme VDR за счет искусственного интеллекта, опять же, тут есть наработки, и при помощи технологии от Local Contrast Enhancement, в частности, и в построчной выдержке, то есть, технология, на самом деле, очень сложная, и при помощи математического общего анализа мы получаем картинку по цвету не засвеченную ни сзади, не пересвеченную там спереди, да, то есть, мы видим все объекты с хорошей четкостью и цветопередачей. Также мы разработали собственный кодек, то есть, это, условно говоря, конкурент H264+, и H265+. Мы шагнули вперед, и на основе искусственного интеллекта камера определяет человека в кадре, его сжимает с низким, ну, сжатием, да, то есть, человек у нас остается четкий, а задний фон, деревья, статичные объекты, машины, дороги, они у нас подвергаются высокой степени сжатия, соответственно, мы можем уменьшить наш архив, уменьшить и нагрузку на сеть, то есть, данный кодек позволяет сделать эти плюсы в системе видеонаблюдения. Также на основе искусственного интеллекта мы разработали технологию шумоподавления Noise Reduction и уже второе поколение шумоподавления мы выпустили на рынок. Опять же, на базе искусственного интеллекта и функции управления затвором мы позволили уменьшить шум в кадре при движении человека в условиях ночной съемки. То есть, опять же, и шум, и размытие. При помощи вот этой функции мы снизили данные, вот эти проблемы. безусловно, в использовании транспортной инфраструктуры на мостах, на дорогах происходят вибрации, да. Наши камеры оснащены стабилизацией изображения со встроенным гироскопическим датчиком, то есть, это не цифровая обрезка кадра, а полноценный гиросенсор, да, который вот внедрен в наши камеры для предотвращения тряски. Про кибербезопасность тоже очень много могу рассказать и тоже ограничено по времени, но самое основное у нас есть собственно отдел кибербезопасности, где сидят специалисты из международной ассоциации UL-Cup и совместно с этими сотрудниками мы отслеживаем какие-то инциденты, отслеживаем угрозы, либо предотвращаем появление вообще в целом, внедряем технологии и сертификаты вот в частности UL-Cup, сертификаты Secure by default, Hanva, Tichwin, RootK, то есть вот эти все сертификаты они уже включены и очень ну опять же я не встречал устройств видеонаблюдения, которые имеют данные сертификаты по кибербезопасности и на самом деле кибербезопасность играет сейчас очень большую роль в мире, да, то есть защита наших данных все-таки должна выходить в приоритет и мы гордимся тем, что мы имеем очень большие наработки в этом направлении. Также у нас есть линейка поворотных камер с ИК-подсветкой, без ИК-подсветки, с дворником. Это новая линейка камер по сравнению с традиционными камерами она уменьшилась в размере, весе. Теперь у нас появились камеры 8-мегапиксельные, 6-мегапиксельные с 40-кратным увеличением и есть отдельная линейка или отдельная модель камеры с 55-кратным увеличением. То есть опять же под любую задачу мы сможем подобрать камеру поворотную. Также новая линейка камер имеет AI-трекинг, то есть слежение за человеком в кадре. То есть либо это автоматически камера определяет, что этот человек начинает за ним следить, либо по команде оператора нажатием мышки выбирается человек и камера следит за этим человеком. Либо кстати опять же за транспортным средством. Также у нас есть отдельная линейка камер для распознания автомобильных номеров 8-мегапиксельные камеры, их три модели. Ну и отличительная особенность, вот корпусная камера с объективом 550 может до 140 км в час распознать автомобильный номер. То есть вот у нас есть также решение по, ну готовое решение, то есть не нужно использовать сервер, регистратор или какой-то софт. Все это происходит на борту камер. На борту камеры также хранятся белые черные списки. И так как это AI-камеры, камера помимо номера может распознавать и тип автомобиля и марку, то есть Mercedes, например, красного цвета, да, камера может это самоопределять. Все это можно выводить под статистику, то есть какое количество красных Mercedes там было за сутки, за неделю, либо можно произвести какой-то поиск, задать, что хочу найти машины красного цвета и Mercedes, да, то есть и все события, которые были за этот период, нам отобразятся в виде фотографий, атрибутов, вот, да, тип, опять же, машины, это может быть грузовой транспорт, легковой, то есть большая база атрибутов есть у нас. Также есть камера для съемки за площадями, либо за большими, крупными объектами, 32-мегапиксельная камера с полноразмерной матрицей 35 миллиметров, туда останавливается объектив Canon, и цифровым увеличением мы можем увеличить какие-то зоны, да, или, вот, в данном случае увеличить трибуну и увидеть людей в кадре. Также есть решение для COVID, камера, тепловизионная камера для измерения температуры тела человека. Погрешность у нее 0,5 градуса без черного тела и 0,3 градуса черным телом. Вот пример работы данной камеры. Извиняюсь за звук. Сначала камера определяет лицо в кадре и таким неким прицелом в уголок глаза светит и определяет именно температуру тела из уголка глаза, то есть самую точную температуру, которую можно увидеть на лице человека. Также есть функционал определения масок на лице, это тоже под COVID, то есть люди без масок будут генерировать тревогу, опять же, да, то есть обмануть, я уже, ну, тестировал неоднократно данную аналитику невозможно, то есть закрыть, вот как видно сейчас лица чем-то не получится, все равно камера покажет, что вы без маски, то есть даже если она там чуть спущена, нужно носить маску на лице, на нос, вот, есть мониторинг занятости помещения, то есть камера устанавливается перед помещением, перед входом, да, устанавливается там же монитор для посетителей и камера считает количество людей, которые вошли в помещение, если количество у нас будет превышено, монитор будет гореть красным цветом, можно задать какие-то свои слова, предложения, да, ну там ожидайте, дождитесь выхода кого-то из помещения, как только кто-то выходит, монитор загорается зеленым, и предложение, ну, заходить, да, то есть вот тоже такое решение есть. Также в камерах есть мониторинг социальной дистанции, камера автоматически определяет человека в кадре и измеряет дистанцию между людьми. в случае принижения дистанции оператор может динамик, например, в котором помещение стоит, ну, какую-то дать рекомендацию по увеличению дистанции, и опять же вот вся эта аналитика, о чем я сейчас говорю, уже включена в камеру, уже не нужно доплачивать что-то, покупать какие-то лицензии, то есть это готовый уже продукт, который можно использовать на транспорте, да, и также вот еще хочу поговорить о 969 постановлении, у нас очень большое количество моделей интегрировать, ну, прошло данную сертификацию, да, также есть и серия регистраторов отдельных, которые прошли, имеют сертификат 969, и есть еще и наши сервера, и софт, да, на этом сервере, который также имеет сертификат 969 под опять же ну, транспортную безопасность и под транспортные проекты. Какие же все-таки решения мы еще предлагаем конкретно для транспорта, для, например, автомобилей, для поездов, для автобусов, например, да, это транспортные камеры с промышленными стандартами 50-155, 50-121 с виброзащитой, да, в общем, эти камеры могут быть установлены вот в автобусы, в ЖД, и так далее, да, все эти камеры заводятся на регистраторы, тоже транспортные, и завязываются с софтом, софтом, которое, если, опять же, регистраторы имеют доступ в сеть, этот софт может показывать местоположение данного транспорта оператору, и как только транспорт возвращается, например, в депо, архив с регистратора автоматически по Wi-Fi будет передаваться на этот сервер. То есть, вот такое решение у нас для транспорта есть. Ну, вот здесь тоже представлены регистраторы 4, 8, 16-канальные, есть камеры с М12 разъемом, регистратор с М12 разъемом, сервер называется TAV 4000, это программное распечение туда установлено для управления транспортом, на которое установлены регистраторы, камеры, и для просмотра архива, ну, если есть связь, архив мгновенный, если устройство возвращается в депо, то загрузка архива на сервере, оператор уже просматривает архив оттуда. Ну, и отдельно есть софт SSM, это уже для, грубо говоря, обычных камер, да, ну, для AI-камер, которые я вам говорил ранее. Данный софт обладает возможностью подключения до 30 тысяч каналов, возможно подключение как и IP, так и аналоговых систем, можно завязать туда и SCUD, можно завязать и, ну, и пожаротрушение, охранку, ну, и синтегрироваться с другими системами. Мы также открыты для интеграции. Есть функционал и видеостены, но за отдельной тоже лицензией есть возможность управления видеостеной. И вот каратенечка по успешным проектам, которые мы реализовали. Соответственно, самый крупный проект это у нас Московский Сбербанк, более 500 отделений по Москве, и туда было установлено 1600 регистраторов и более 25 тысяч камер сейчас уже работают. Все это заведено в центр мониторинга, вот справа картинка, да, на базе вот как раз софта SSM, там установлены видеостена, как вы видите, и более вот 10 операторов мониторят зону 24, где установлены банкоматы и софт для них был бесплатный, потому что они используют регистраторы, то есть регистраторы выступают в роли хранения архива, следственно, весь софт, менеджмент у них вышел бесплатно, то есть это большой плюс по вот этому проекту. Московский метрополитен более 10 тысяч камер для подвижного состава Москва была установлена как на потолке, вот здесь вы видите справа картинку, и камеры вот в панель пассажир-машинист для связи вот с машинистом, также были туда установлены наши камеры. И также несколько платформ московского метрополитена были оборудованы нашими камерами. Также был крупный проект в аэропорту Домодедово, где установлено более 300 купольных видеокамер в терминале аэропорта для общего видеонаблюдения. И крупный проект транспортный это автобус на основке Москвы, куда были установлены более 2000 фишай-камер. Особенность заключается в том, что запись архива производится на SD-карту камеры. И по требованию ИЦХД, по требованию оператора из центра он может посмотреть этот архив, была произведена интеграция нашей камеры в ИЦХД, и опять же не нужно хранение на сервере. В дальнейшем планируется интеграция аналитики подсчета пассажиров, то есть уже будет у клиента возможность посмотреть за непосредственно потоками пассажиров, то есть загруженностью, трафик и так далее. В принципе на этом я уже заканчиваю свою презентацию, буду рад ответить на вопросы. Да, Алексей, спасибо большое. Давайте в блиц-режиме таком. Вот Константин Агафонов вас спрашивает, Алексей, сколько хранятся записи по времени на SD-карту? Ну, смотрите, у нас есть решение, как на 512 разъем слот, либо на 1 терабайт уже вышли камеры, и вот когда я рассчитывал архив, вот примерно на 3 месяца мы можем на терабайт рассчитать архив, причем там 2 флешки используются по 512, 2 разъема для SD-карта. И на сколько это хватает? Ну, на терабайт это на 3 месяца, ну и 512 это месяц. Хорошо, хороший вопрос задавал Игорь Гусев, вот суть его стоит в том, что у многих заказчиков уже есть системы под управлением там, трассир или каких-то других систем, я видел, Михаил Шакаров ответил, но вопрос важный, я бы хотел, чтобы вы на нем остановились. Многие производители оконечного оборудования, которые стремительно умнеют, жалуются на то, что поставщики, вендоры, разработчики систем верхнего уровня, так сказать, недоиспользуют интеллект. Как у вас вот здесь обстоят дела, теряется ли какая-то функциональность, например, если использовать совместную систему трассир или какой-то другой верхнеуровневой системой, и в случае, какой системе удается из вашего оборудования умнейшего извлекать больше, пожалуйста. Да, хороший вопрос под интеграцией, на самом деле постоянно мы интегрируемся в софты и трассир, ITV и ISS, то есть все крупные софты, они постоянно просят вывести камеру на интеграцию, и безусловно мы интегрируем сюда и по Сунапи, и по Анвив, наша аналитика доступна и в этих софтах, которые я уже сказал, и в принципе, ну как потери для нашему функционалу там нету. Опять же, если есть требования интеграции вот в эти софты отдельно нашего функционала какого-то, мы безусловно оперативно можем это сделать, потому что, ну как я уже сказал, большинство оборудований, про которые я говорил, есть и в нашем офисе, мы даем его и на тестирование клиентам и даем на интеграцию вот софты. Да, ну у вас были убедительные примеры, и вы также говорили о том, что там при определенных условиях софт бесплатен ваш, да, ваш софт. Вот Константин Касимов спрашивает, а есть ли у вашего программного обеспечения какая-то цена? Ну, вы его продаете все-таки, если да, то как узнать? Да, смотрите, цены, ну, там, как бы, есть прайс-лист, я думаю, лучше написать мне, да, давайте я контакты сейчас составлю, либо вот Михаилу Шакарову можно за прайсами и за ценами обратиться. Я просто про цены образования в целом расскажу. Софт имеет лицензии для хранения архива на себе, то есть лицензии для записи какого-то количества камер, да, максимально это 128 каналов записи, может быть на сервер, но, опять же, говорю, что мы называем его бесплатным, так как в основном хранение у нас выполняет регистратор, то есть вот основная идея данного софта, ну, если вы не хотите использовать регистраторы и хранить архив на сервере, то мы предлагаем лицензии. Отлично, ну, что ж, спасибо большое вам и Михаилу Шакарову, уважаемые участники, кого интересуют запросы, да, пожалуйста, используйте, ну, или как бы продолжение, пожалуйста, используйте контакты, которые сейчас опубликует Алексей Бобров. Алексей, спасибо большое, до встречи в дискуссии, благодарю вас. Да, спасибо. Уважаемые участники, приглашаю в эфир Евгения Фесика, руководителя проектов Гордлайнер, тема выступления технологии продукты для обеспечения безопасности грузоперевозок и автопредприятий. Евгений, вижу вас хорошо. Добрый день. Спасибо за небольшое ожидание. Ну что ж, можно начинать, прошу вас. Коллеги, видно экран? Да, да, в полноэкранном режиме, все у нас видно. Пожалуйста. Тогда я начинаю. Всем добрый день, меня зовут Евгений Фесик, Гордлайнер, я занимаюсь проектами по обеспечению информационной и технологической безопасности. Тема моего доклада технологии и продукты для обеспечения безопасности грузоперевозок и автопредприятий. Тему достаточно часто обсуждают, это неудивительно, потому что риски, связанные с потерей или порчей транспортных средств и грузов, требуют адекватной и эффективной компенсации. Так, давайте начинать. Сначала немного общей информации. В 2022 году как никогда актуален тренд цифровизации. В цифру переводятся все отрасли экономики, транспортная отрасль не стала исключением. Безусловно, транспортные компании раньше стремились перейти в цифру, но удаленка и тренды пандемии наложили свой отпечаток. Я хотел бы отдельно, примеров такой цифровизации достаточно много и я начну с простого. Рост бизнеса и высокая конкуренция требуют ускорения бизнес-процессов внутри и вне компании. Электронный документ оборот позволяет безопасно обмениваться документами онлайн, полностью убрав бумажную волокиту для водителей. С учетом удаленки, документ оборот становится нормой и безусловной необходимостью. В ближайшем будущем рынок перевозки ждут электронные транспортные накладные и электронные путевые листы. Пока их еще нужно дублировать на бумаге, но скоро этому придет конец. Еще один пример цифры на транспорте это телематика. Телематика на транспорте не является новинкой, но рынок подобных решений постоянно развивается и предлагает различные решения и новые сервисы. Самый простой кейс это отслеживание местоположения транспортного средства. Более сложные системы позволяют собирать данные об автомобиле, стиле вождения водителя и контролировать расход топлива, износ, расходников и так далее. Подробно этой темой я коснусь далее. Следующий пример цифры это гибкие цепочки поставок. Поскольку динамика поставок постоянно растет, в том числе из-за меняющихся условий пересечения границ и принятия грузов в разных странах, грузоперевозчикам приходится продумывать цепочку поставок заранее с учетом этих тенденций. Постоянно обращать внимание на то, как она будет развиваться и какие будут тренды в том или ином месяце, скажем так. Данные в реальном времени сейчас востребованы все большим количеством клиентов, а это значит, что предприятиям нужно сосредоточиться на этом вопросе и приложить много усилий для решения его. Управление цепочками поставок в режиме реального времени перестало быть технологической изюминкой и по сути уже реальный вызов, который должен быть практически у каждой транспортной компании. Есть еще один аспект цепочек поставок, это проверка ее участников. Каждому перевозчику хотя бы раз приходилось привлекать к работам подрядчиков, если клиент просит допустим выполнить доставку, то вы ему не откажете, а если сейчас нет свободных машин или вы раньше не занимались таким грузом, все равно вам нужно будет так или иначе решить этот вопрос, привлекать подрядчика и выполнять его некоторую проверку, желательно до того, как что-то произойдет. еще один важный важное новшество это смарт-контракты, способ распределенного продвижения, распределенного подтверждения подлинности чего-либо. В случае с перевозками это чем-нибудь может быть электронные транспортные документы или финансовые транзакции. На самом деле в мире еще нет ни одного толкового применения для вот такой транспортной тематики, но тенденции к этому есть, технология развивается. Резюмируя вводную часть, условия транспортного бизнеса меняются, происходит усложнение цепочек поставок и изменение маршрутов, что приводит к естественному отбору участников рынка из-за высокой конкуренции. Эксперты отрасли сегодня сходятся в одном. После пандемии логистический мир не будет прежним. Компании, которые следят за трендами и быстро адаптируются к меняющимся обстоятельствам, смогут управлять ситуацией, создавать более востребованные услуги и усиливать свои позиции в бизнесе. В общем, все как всегда, но быстрее, жестче и к тому же с учетом меняющихся постоянных условий. С трендами мы определились, но какие решения действительно полезны для отчета о прибылях и убытках, а какие просто дань моде. В таких вопросах стоит оценить реальные риски для вашего предприятия. Для транспортировки грузов наиболее актуальны три вида риска. Это первое, риск кражи груза, когда кузов по безалаберности или злому умыслу забыли закрыть. Никуда не делись и банальные взломы, в том числе с обходом простейших охранных систем. Хищение груза происходит в том числе из-за мошенничества, когда происходит подмена документов или вдруг водителю звонят и просят изменить место разгрузки. Кажется, что такие схемы не могут работать, но российский арбитраж говорит об обратном. Второй риск это риск порчи груза и когда груз путешествует по кузову, понятно, что куда ему вздумается. Иногда это приводит и ДТП даже. В любом случае контроль груза крайне важен и находится полностью в зоне ответственности грузоперевозчиков. И третий риск это риск для здоровья и жизни водителя. Это безусловно важный вопрос и иногда даже сам водитель не полностью отдает себе отчет о своем состоянии и о том, к каким последствиям оно может привести. Поэтому важно получать информацию о состоянии и здоровье водителя не только перед и после рейса, как того третий будет 835 приказ Минздрава, но и в течение всего маршрута. Подробнее об этом расскажу далее. Но сначала чуть-чуть статистики. Согласно Международной транспортной ассоциации ТАПа, рынок автомобильных грузоперевозок в России в 2020-2021 году вырос почти на 10% выше даже, несмотря на негативные последствия локдаунов и пандемии. Заметный рост перевозок наблюдается практически по всем основным направлениям и особенно активными были безусловно для России перевозки из Московской области, что подтверждает особое значение центрального региона для крупнейшего в стране транспортного узла. С другой стороны, Россия, к сожалению, занимает почетное в кавычках третье место по краже грузов в Европе. При этом суммарный размер ущерба от краж грузов в России только по официальным данным, когда дело о потере грузов дошло до суда, почти 10 миллионов евро. Это оказывает свое негативное влияние не только на российский, но и на международный бизнес. Статистика хищения может удивить распределением предметов интереса злоумышленников. На самом деле там безусловно воруют все, но с большим отрывом лидирует категория продукты питания. И далее это бытовая техника и электро какие-то приборы. Статистика мест преступного промысла удивляет меньше. Тут все логичнее. В конце 21-го года основным местом промысла преступников были неохраняемые автостоянки. Это 59% инцидентов. Другими местами краж грузов были пункты назначения и отправления груза, объекты третьих лиц. Кому-то приехали в гости водители оставили автомобиль. Непосредственно маршруты и трассы тоже к сожалению являются объектом где происходит кража груза. Давайте рассмотрим вопрос порчи груза. Необходимость надежного крепления груза очевидна, но тема остается актуальной всегда, потому что практика по объективным причинам часто расходится с теорией. Крепеж груза может не выдержать условия перевозки, а сборные грузы подразумевают частичную разгрузку и соответственно более сложный крепеж. К сожалению достаточно часто происходят ошибки при фиксировании груза из-за недостаточной подготовки водителя или грузчиков которые закрепили груз. Данный риск является типовым и по большей части его полностью может и должен устранить или минимизировать грузоперевозчик. Нужно вводить независимый контроль. Цифра здесь тоже может как раз коллеги уделяли значительное внимание этому вопросу видеонаблюдения. Внешний контролер может быть даже роботом по сути а не человеком который неизбежно совершит ошибку в самый неподходящий момент. Следующая актуальная тема это здоровье водителя. Уже достаточно долго существуют нормы определяющие правила медицинских осмотров для водителей перед и послесменной. На данный момент основным документом регламентирующим данный вопрос является 835 приказ Минздрава. Пандемия подстегнула ситуацию и здесь. Медосмотр начали проходить дистанционно. Подробнее об этом расскажу далее. Кроме медицинских осмотров существует и другая проблема получения данных о состоянии здоровья водителя во время маршрута. Водители находятся в повышенной группе риска. Кроме того, водитель может сам отдавать себе отчет, что его самочувствие ухудшается. Водитель может не рассчитать свои силы и уснуть прямо за рулем. Есть безусловно, коллеги упоминали тоже решение для этого контроля, но тем не менее, да, риск очень актуален. Усталость является бичом таксистов, а проблема с усталостью таксистов в Москве стала настолько острая, что Москва первая в России ввела обязательный цифровой профиль водителей, чтобы водитель не мог первые полдня работать, скажем, в Яндексе, а вторые в сети мобиле, оставляя себе на сон буквально несколько часов. Предупредить ситуацию с ухудшением здоровья водителя то, что уже можно сделать без существенных вложений и модернизации бизнеса со стороны грузопереводчика. Теперь, наконец, давайте перейдем к проблемам и статистике к конкретным решениям. Сейчас рынок может предложить различные телематические решения. С помощью телематики можно контролировать местоположение груза, что увеличивает его безопасность и повышает лояльность клиентов грузовладельцев. Телематика может снижать стоимость страховки, если страховая компания будет уверена, что стиль вождения водителя безопасен. Телематика может предупредить аварию или баллон транспортного средства. Телематика может стоять на страже здоровья водителей. Примеров и отдельных решений достаточно много. Но, несмотря на достаточно большой выбор решений для транспортной телематики, собственники бизнеса не спешат активно их внедрять. Их можно понять. Преимущества при внедрении отдельных решений не всегда очевидны. Риски могут казаться надуманными или неактуальными. Как не запутаться при выборе из множества решений, если бюджет конечен? Постараюсь помочь. для обеспечения максимальной разумной безопасности для транспорта и груза, не скупая весь рынок IT, можно выделить следующие системы. Это системы спутниковой навигации, базовый элемент обеспечения безопасности груза, которым пользуются уже сейчас большинство перевозчиков, которые требуют большинство грузовладельцев. Защита от хищений и кражи груза. Статистика явно указывает, что в это стоит вложить деньги заранее. Чуть дальше я подробно расскажу о вариантах решения этого вопроса. Дистанционный медицинский осмотр. Состояние водителей важно оценивать непредвзято, без шоколада к медикам или покупки штампов для путевых листов. По сути, это обыденность становится. Сделать это можно с помощью дистанционных медосмотров. Для этого нужны специализированные программно-аппаратные комплексы, включающие в себя необходимые медицинские приборы, алхометр, измерители температуры, давления и пульса и инструменты для связи с медицинским работником по видеоконференц-связи. Такие комплексы есть и в компактном персональном исполнении. Используя такие компактные комплексы, водитель может пройти медицинский осмотр прямо из кабины кузова. Это позволит полностью исключить поездки медицинские организации для прохождения осмотра. В таком многообразии решений достаточно сложно видится задача построения эффективной архитектуры из разрозненных решений разных производителей, а также интеграция этих решений с существующими системами, которые уже эксплуатируются в компании. Именно поэтому выбор экосистемы, обеспечивающий комплексную безопасность во многих случаях, является оптимальным решением. Иначе неизбежны интеграционные проекты и компромиссы из разных интерфейсов, форматов данных и так далее. Когда речь заходит об об обработке персональных данных в несвязанных с собой междусистемах, сложности с их защитой могут погубить все начинание. Компания Гордлайнер реализует комплексный подход для обеспечения безопасности в транспортных организациях. Мы полностью отечественная компания, без рисков, санкций и готовы обсуждать с вами кастомизацию решений под ваши нужды. Далее предлагаю обсудить средства охраны груза. Для начала расскажу о том, как обычно решают эту задачу. На рынке существует два типовых варианта средства охраны груза. Это видеонаблюдение и средства сигнализации. Видеонаблюдение выглядит достаточно эффективно, но на практике у него есть ограничения. Первое это время реакции водителя. Водитель должен следить за видео поступающим с камеры либо довериться видеоаналитике. Во время движения следить за камерой сложно, а если водитель спит на стоянке, то он узнает о происшествии только когда проснется. Второе ограничение это стоимость владения. Камеры недешевые и их легко вывести из строя, например, просто залить объектив баллончиком краски. После выведения камеры из строя ее нужно ремонтировать или менять целиком. Третье ограничение эффективность расследования. Если преступник в черной одежде и маске, то идентифицировать его практически невозможно. Если водитель не смог оперативно заметить кражу, то после нее от видеозаписи будет мало толку. Второй тип средств защиты это средства охранной сигнализации. Существует достаточно много видов сигнализации, позволяющие предотвратить кражу. На слайде представлены некоторые из популярных моделей. Их объединяет несколько характерных черт, которые делают неудобными эксплуатацией. Это сложный монтаж, который требует много времени. Для этих устройств требуется подведение постоянного электропитания и связанные с этим сложностям. Для оповещения используется сотовая сеть, которая в зоне инцидента может просто отсутствовать. Устройства могут не работать в жару или на морозе, или выходить из строя из-за постоянной вибрации, которая для транспорта норма. Резюмируя, можно сказать следующее. Однозначно приспособленных к автоперевозкам решений практически нет. В любом случае придется мириться с различными ограничениями и особенностями. Можно ли их обойти? Мы считаем, что да. Для этого мы предлагаем собственную разработку системы для защиты от хищений и краж грузов при автоперевозках сейфкарга. Она позволяет просто и быстро установить датчики в кузов, которые при попытке вскрытия кузова передают экстренный сигнал на мобильный пульт водителю по радиоканалу без сим-карт и сотовых сетей. Сейфкарга разработана специально для грузоперевозок легко монтируется без подготовки и обучения, не требует прокладки проводов и специальных крепежей. Обнаружение проникновения в кузов работает по принципу считывания объема, что позволяет гарантированно обнаружить проникновение. Если в кузове изменилась компоновка груза можно добавить дополнительные датчики или переставить существующие. Так же просто и удобно без проводов и крепежей. Сами датчики защищены от вибраций и низких температур и работают автономно достаточно долгое время. Сейфкарга можно применять в любых грузовиках с закрытым кузовом. В состав системы входят автономные датчики движения и мобильный пульт оператора. Датчики устанавливаются в кузов грузовика по периметру крыши для создания сплошной зоны обнаружения по всей площади кузова. Во время работы системы информация о состоянии каждого датчика передается на пульт оператора по радиоканалу. Если датчики фиксируют проникновение, на пульт оператора отправляется сигнал тревоги. Также пульт оператора оповещает водителя, если у датчиков разряжена батарея или если датчик не отвечает, что важно проверить на этапе монтажа. Датчиками можно управлять, снимать с охраны на время погрузки и разгрузки, регулировать их чувствительность, чтобы исключить ложные срабатывания. Система SafeCargon минимизирует риск несанкционированного проникновения кузова, проста в обстановке и в обслуживании. Придем к следующему решению, это решение SafeOperator. Ни для кого не секрет, что водители перед рейсом должны проходить медосмотр, а часть водителей еще и проходит осмотр после рейса, например, если рейс длился несколько суток. При прохождении осмотра водитель должен пройти стандартный набор измерений, это температура, пульс, авториальное давление, а также подтвердить отсутствие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Состав измерений определяется 835 приказом Минздрава. По результатам осмотра путевой лист вносится соответствующая отметка. На бумаге все хорошо, но на практике не обходится без типовых проблем. Водители фактически не проходят осмотр. Купили штамп или дали медику ту же шоколадку. Если с грузом или водителем что-то случится, отвечает грузоперевозчик. А водителя эта ответственность может именовать. Если у перевозчика нет своих медиков, то водителям нужно ехать в специализированное лечебно-профилактическое учреждение. Это может быть далеко и долго. Мы сталкивались со случаями, когда машинистов отвозили на десятки километров каждый день, чтобы провести осмотр. Если таких специализированных медицинских центров одно или несколько, то они могут заламывать цену за осмотр. И складываются затраты с затратами на то, чтобы доехать туда и опять же потратить рабочее время сотрудникам, то люди складывают эту стоимость, люди выбирают купить штамп и не заморачиваться. Сам осмотр может проходить долго, а приехав в лечебное учреждение, водители стоят в очередях, ждут, когда медик пишет данные измерения в журнал, зафиксирует все эти данные и выдаст им бумагу. И все это в рабочее время, потому что время осмотра в него входит. Всех этих проблем можно избежать, проходя осмотр дистанционно. Он будет объективным, быстрым и достаточно дешевым. Программно-аппаратный комплекс Safe Operator предназначен для автоматизации периодических медицинских осмотров и мониторинга состояния здоровья сотрудников. С помощью наших комплексов ежемесячно проводятся десятки тысяч осмотров. Сейчас я расскажу о них подробнее. Сам комплекс позволяет пройти осмотр автоматизированно. Фельдшер может находиться где угодно в одиночку, обслуживая целую группу таких программно-аппаратных комплексов. Это снижает затраты на медосмотр и ускоряет его прохождение. Комплекс производит фото- и видеофиксацию, чтобы врач мог убедиться, что осмотр проходит именно тот водитель, которого он допускает. При необходимости врач может связаться с водителем по ВКС видеоконференц-связи. По результатам осмотра печатается специальный талон или наклейка для вклеивания в путевой лист. Существует мобильная версия программно-аппаратного комплекса, которая позволяет пройти медосмотр буквально из кабины без того, чтобы ехать именно для этой цели в отдельное учреждение, даже к стационарному комплексу. Таким образом, водитель снимает вопрос по поводу самой поездки в лечебное учреждение, ведь по закону он должен уже, управляя автомобилем, пройти этот медосмотр. Кроме того, это просто экономит много времени. Мы уже реализовали множество проектов и систем различных заказчиков среди заказчиков РЖД, Роснефть, Газпромнефть и другие. Опыт действительно большой, готовы делиться. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. Евгений, большое вам спасибо. Уважаемые участники, пожалуйста, поактивнее прошу вас с вашими вопросами. Какова ориентировочная стоимость Safe Operator? Спрашивает Владимир. Стоимость Safe Operator для медицинских осмотров стоимость 110 тысяч за комплекс. Опять же, есть мобильный комплекс, он дешевле еще стоит. Я говорю сейчас о стационарном, который ставится на стол для удобства. Понятно. Скажите, пожалуйста, референсы какие-то есть? Ну, то есть, понятно, что при внедрении таких технологий, которые могут быть установлены, как я понимаю, на каждый, а каждое транспортное средство, да, которое осуществляет грузоперевозки, ну, это достаточно крупные затраты и, конечно, референсы, то есть, полученные эффекты, я думаю, для наших участников представляют интерес. А у нас сейчас много участников, в том числе, из различных отраслей и промышленности, и добычи, и торговли, поэтому, пожалуйста. Да, референсы есть, безусловно, мы готовы организовать как звонок для обсуждения с заказчиками, естественно, желательно к нам обратиться для этого, мы просто организуем общение уже напрямую с теми, кто эксплуатирует систему. Ага, замечательно, потому что мы знаем от крупных заказчиков, что референсные визиты позволяют на месяц сократить период закупки. Мы всегда рады. Ну а приоткрыть можете все-таки какой эффект получается? Если мы говорим о, допустим, медосмотрах для очень больших компаний, допустим, типовой кейс РЖД, там очень большое количество машинистов и автоматизация привела к тому, что медосмотры буквально проходят на точках за условные 20 минут вместо часа, полутора часов, которые были до этого. Кроме этого, ну это если усредненное значение брать, естественно, что на каких-то точках больше нагрузка, на каких-то меньше. Если говорить об экономическом эффекте, он тоже есть, потому что когда дистанционное медобслуживание идет, соответственно, есть экономия некоторая на кадрах, в том плане, что обслуживать их легче эти приборы. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот монтаж системы, он требует какой-то специальной подготовки, потому что, опять же, одна из более современных технологий это выращивание специалистов. Да, это тоже важный вопрос. На самом деле, если мы говорим о сейфкарге, которая для установки в кузов и защиты от краш, то там монтажа особого обучения специалистов особого не требуется. датчики крепится магнитное крепление, есть некоторый ликбез, который можно быстро провести для того, чтобы просто научить того, как система будет работать в тех или иных ситуациях, и после сам водитель может устанавливать эти датчики для защиты кузова. Для этого система и рассчитывалась. Здорово. Скажите, а на ходу может обеспечиться охрана кузова? По сути, да, как раз это одно из самых важных преимуществ. Если на ходу происходит какая-то ситуация и датчики фиксируют проникновение в кузов, такое тоже бывает действительно, или смещение кузова просто элементарно, крепеж порван, то водитель моментально получит реакцию, он, соответственно, сразу сможет среагировать. Понятно. А помехи? Что с помехами все-таки вокруг? Это активная среда, другие транспортные средства? Пожалуйста. Нет, от помех мы защищены, датчики работают индивидуально именно на площадь кузова. Если даже рядом проезжают, мы делали определенные тесты, если рядом проезжает несколько автомобилей с рабочими датчиками, фона не случается никакого, нет проблем. Радиосигнал работает, опять же, настроенный на именно индивидуальный пульт, который находится у водителя. Функциональность самой системы оповещения водителя, она только о проникновении ему сообщает, или там еще какой-то есть функционал? Ведется журнал о том, во-первых, когда это произошло, какие данные при этом были, причем запись журнала ведется в энергонезависимую память на самом устройстве. По сути, водитель никак не может этот журнал изменить, то есть это специальная дополнительная защита. ведется защита кузов объемом контролируется, если груз упал, водитель об этом узнает, если в кузов было проникновение, водитель об этом узнает. Идет сигнализация, кроме этого, то есть безусловно есть еще проактивная защита, не только водитель узнал, не узнал. Будет еще во время проникновения, зафиксированное проникновение, громкая сигнализация, 105 дБ звук. Понятно. Отлично. Ну, я думаю, есть еще много интересных нюансов, но у нас сейчас нет на них времени. Обратите внимание, там есть еще вопросы по правовому статусу в чате. Ответьте, пожалуйста, Евгений, и жду вас на дискуссии. Благодарю. Да, конечно. Спасибо. Уважаемые участники, с большим удовольствием приглашаю в эфир следующего выступающего, Евгений, извиняюсь, Александр Евсин, заместитель руководителя учреждения, начальник центра ГКУ ЦДД. Александр, здравствуйте. Да, добрый день. Тема выступления Александра цифровой двойник Москвы, диджитал модель ЦДД для оцифровки городских улиц и объектов транспортной инфраструктуры. Так, мы, похоже, видим сейчас последний слайд, да? Ага, сейчас выведут вновь. Так, выводите, пожалуйста, команду. Александр, вас прекрасно слышно. Ну, я думаю, драматургия подвела, так сказать, нас к вашему выступлению. Вот, мы видим теперь начало презентации. Можно начинать. Прошу вас. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение. От имени Центра Организации Дорожного Движения Москвы приветствую всех участников и расскажу о некоторых технологиях, которые разработаны в Центре Организации Дорожного Движения и Департаменте Транспорта города Москвы и касается важнейшей части, скажем, развития современной транспортной инфраструктуры это то, что называется цифровым двойником. Цифровой двойник, конечно, это термин во многом маркетинговый и складывается из более таких технических параметров, о которых я сейчас расскажу. Первое, наверное, нужно понимать, что для того, чтобы эффективно управлять дорожным движением, необходимо иметь математическую модель всей дорожной сети Москвы со всеми параметрами и в каких-то разделах это, ну, нельзя сказать, что сама по себе задача нерешаемая и отсутствующая до сегодняшнего времени, но это всегда подразумевало большие трудозатраты. То есть, к примеру, раньше делали отдельно проекты дорожного движения стандартным таким чертежным проектировочным способом, то есть в автокаде рисовали, это были все-таки бумажные документы, они могли храниться в электронном виде, типа там, PDF, ДВГ и прочих, но, тем не менее, не являлись машиночитаемыми и напрямую не передавались в систему моделирования и контроля транспортной обстановки. И это подразумевает очень большие затраты по переносу реальных проектировочных решений, реальных существующих в данный момент на дороге движений в математическую модель. Соответственно, постоянно встает вопрос поддержания актуализации данных, которые требуют громадных на самом деле затрат, и даже при огромных возможностях Москвы не всегда это удается в любой момент времени обеспечивать. И вот для того, чтобы перейти к тому, чтобы у нас всегда все математические модели, то, что лежит в основе цифрового двойника, были актуальными, синхронизированными с реальностью, было разработано целый комплекс средств, которые объединены в одну экосистему и в настоящий момент находятся на вооружении Центра Организации Дорожного Движения. Можно следующий слайд, пожалуйста. Первая составляющаяся динамическая транспортная модель Москвы. Она представляет собой граф уличной дорожной сети, на которой показывает связность дорог всего города, причем в разрезе как для автомобильного транспорта, пассажирского транспорта, велосипедного, пешеходного, то есть для всех групп, которые по методам это такой базовый позволяет связность уличной дорожной сети и маршрутизацию выполнения различных аналитических запросов, включая поднятие архивных данных в сравнении с текущими значениями и большое аналитическое хранилище, которое дает возможности для анализа как постанализа, то есть для того, чтобы, например, смотреть, к чему привели те либо иные решения в области транспорта или даже решения в области градостроительной политики, то есть как изменилась структура при движении в городе после появления станции метро, после появления новых комплексов жилых или при появлении новых дорог или при организации дорожного движения. Соответственно, это позволяет объективно оценивать те решения, которые принимаются органами управления дорожным движением и адекватно реагировать на текущую ситуацию. Можно по ним то есть одна из функций, которая, скажем, предоставляется динамической транспортной моделью, она, например, известна многим людям по таким публичным сервисам, как Яндекс.Пробки, к примеру, но этого категорически недостаточно для именно транспортных задач, потому что вот эти задачи, которые мы видим просто в навигаторе, текущие скоростные режимы, они, да, действительно показывают водителю, что сейчас происходит и во многом облегчают жизнь, но для управления дорожным движением нужны самые важные не только скоростные, но и количественные показатели, причем с большими срезами по статистике, по всем дням, неделям, видам активности городской и так далее. Поэтому эта модель обогащается не только скоростными данными, которые мы черпаем из многих направлений, например, такие как трекеры, которые установлены на общественном транспорте, транспорте, жилищно-коммунальной техники, сейчас уже на грузовом транспорте, который имеет право въезда в Москву, автомобилях, такси и каршеринга, но еще обогащаются данными, которые приходят из сети радиокуационных детекторов движения, их в городе стоит около 4000 штук, и большой сети камер фото-видео фиксации, которая в этом смысле передает в аналитические системы СОДД не информацию о правонарушениях, а информацию о проездах, о количествах автомобилей на том либо ином участке дорог. Соответственно, это все обогащает модель, и мы получаем очень богатые, насыщенные информации хранилища, в котором имеем информацию по и количественным, и скоростным показателям, и плюс можем проводить корреляции с городскими мероприятиями, погодными условиями, изменениями теми либо иными в транспортной среде, ну и многими другими. И вот здесь нужно понимать, что для того, чтобы вот эта динамическая транспортная модель работала адекватно, необходимо, чтобы, а это, если упрощенно говорить, на самом таком фундаментальном уровне, просто связан граф с ребрами и с ребрами и вершинами. И необходимо наделять эти ребра и вершинами актуальными данными о пропускной способности и так далее. И вот, к примеру, в предыдущие годы это делалось, что сидели специальные группы, которые просматривали проект организации дорожного движения и обогащали граф такими параметрами, как количество полос, установленный скоростной режим, наличие либо отсутствие парковки, направление движения по полосам, наличие выделенной полосы. Это все приводило к очень большим трудозатратам и на самом деле принципиально невозможной актуальности в данный конкретный момент времени. Для этой цели у нас стартовал такой проект, который называется автоматизированная информационная система, комплексная схема организации дорожного движения. Будьте добры, следующий слайд. задача здесь была поставлена такая на самом деле очень серьезная и амбициозная. То есть сделать редактор, который по возможностям проектирования в области организации дорожного движения не уступает таким общепризнанным средствам, как автокад. То есть автокад, сами понимаете, это система с очень большим историей, система многофункциональная, но в ней рисуется в том числе и потому что элементы есть точного проектирования, то есть надо, чтобы все это было привязано к системе координат в случае Москвы. Эта система координат называется московская система координат, то есть это все делается на основе точных геодезических данных и соответственно применяли такие инструменты, как автокад или к примеру бентли, это все серьезные достаточно продукты. При этом вот эти инструменты, несмотря на свою мощь, они все-таки в этом их и слабость, то есть все-таки они предназначены для очень широкого спектра проектировочных задач и для организации дорожного движения даже во многом это все усложняет, поскольку каждый проектировщик применяет свои методы отрисовки, например, там траектории проезжей части, там бортовых камней, то есть кто-то рисует к примеру линии, которые там со свойством штриха, кто-то просто эти штрихи отдельными линиями рисует, все это приводит к тому, что вот эти чертежи, несмотря на принципиальную возможность импорта, все-таки невозможно загрузить и анализировать автоматически, а следовательно у нас задача была какая, наложить на математический граф уличной дорожной сети проекта организации дорожного движения в реальном режиме времени, то есть вот как чертеж сделан, чтобы он сразу же вступал в силу соответственно со жизненным циклом, а жизненный цикл у проекта организации дорожного движения, то есть в разработке, на утверждении утвержден и реализован. И мы добились такой задачи, то есть сделали специализированный редактор, будьте добры, следующий слайд, который позволяет проектировщикам, которые занимаются разработкой проектов организации дорожного движения, во-первых, работать со всей территории города сразу же, при этом поддерживается жизненный цикл проектов, поддерживаются вот эти коллизии, которые возникают при пересечениях различных проектов, чтобы вы понимали, например, если есть перекресток условно говоря Мичуринского проспекта и Университетского проспекта, то на пересечении, то есть когда вы будете делать проект организации по университетскому, в моменте пересечения он зацепит и изменит в том числе и противоположное, то есть пересекающий проспект, и это тоже необходимо учитывать, например, при проектировании просто в файлов таких вот автокадовских это всегда большая проблема, плюс еще идет куча локальных мероприятий, то есть где-то жители что-то написали в управу, они внесли эти данные, был изменен проект в рамках ТЗ на очень небольшую часть, и когда человек востребует, например, проект по всему проспекту, ему надо еще помнить, что там есть еще вот эти ТЗ, которые изменяли вот этот глобальный проект. Вот в данном случае это все полностью контролируется, то есть показывается и сразу же вносятся изменения, и в любой момент времени и проектировщики, пользователи этой системы могут иметь полностью актуальную информацию, и вся информация, которую мы наносим, то есть разметка, полосы, скоростной режим, это все сразу же обогащает граф динамической транспортной модели, и уже не нужно специальных групп, довольно затратных и, скажем, имеющих фундаментальные такие уязвимости, как там ошибки при переносе данных, оно сразу же переносится полностью, и поэтому мы имеем на первом этапе абсолютно актуальную модель математическую, которая показывает проектное состояние города. Есть еще вопрос о текущем состоянии, но это который я затрону чуть позже, плюс, например, мероприятия по ремонтные мероприятия, то есть то, что временно меняет конфигурацию проезжей части и влияет на пропускную способность исследовательную и на свойства графа, оно тоже может исполняться в АИСК-СОД, и тогда любое мероприятие, которое происходит, немедленно меняет свойства модели, и это позволяет совершенно также в реальном времени из крайне высокой степени автоматизации, вплоть до полной автоматизации, применять модели оптимизации управления светофорными объектами. И вот здесь на слайде показаны 3D-визуализации, которые могут накладываться в совершенно различные системы, начиная от мобильных приложений, кончая здесь визуализация такая схематичная специально, но на самом деле визуализация может сделана с высокой степенью детализации, вплоть до использования материалов, реальных материалов, если есть текстуры, которые делают его полностью фотореалистичными. И вот в этом смысле мы также плотно работаем с системами такими, как системами мозговой архитектуры, которые делают цифровой двойник города в плане архитектурного облика города. То есть это должно в итоге состыковаться и иметь не просто визуальную такую картину красивую, но и полную машиночитаемость, а следовательно доступность для математической оптимизации и работа в этом случае. То есть само по себе решение предыдущих задач, оно уже позволяет серьезно экономить на скажем рабочих силах упорядочивая хранение по проектам организации дорожного движения, анализу дорожной обстановки и многим другим задачам. Но это здорово облегчает нашу внутреннюю жизнь, но город ее должен увидеть через работу в первую очередь светофорных объектов, потому что светофорные объекты в этом смысле становятся не просто устройствами, которые стоят на улице и работают по каким-то программам, которые рассчитали специалисты в каком-то году и не всегда актуальными, они становятся элементами вот этой математической системы и каждое направление регулирования светофорного также в динамике меняет свойства графа уличнодорожной сети. И соответственно поскольку все это машиночитаемая математическая модель, там могут использоваться сразу же методы оптимизации, начиная от нейросетевых методов оптимизации и кончая к примеру мотивационными моделями. И плюс визуализации не только для повышения эффективности и безопасности дорожных движений, но в том числе и для демонстрации людям, то есть пользователям дорожной сети о том, как все это работает, потому что организация дорожного движения это ну скажем та область, которую наряду как говорится с футболом понимают все и каждый имеет свое мнение и для того, чтобы его проверить хорошо бы иметь некий имитатор вот этой дорожной обстановки для того, чтобы попробовать сделать лучше, чем к примеру сделать с ОДД. При этом надо помнить, что каждый светофор настраивается не отдельно, а в сети светофорные в системе светофорного регулирования. Если рассуждать именно обо всей системе светофорного регулирования, то отдельные светофорные, как правило, объединены в такие транспортные споты, транспортные районы, которые объединены общими характеристиками и задачами транспортного регулирования, их по городу около тысячи на самом деле. Это не совпадает с районами административно. Это около тысячи районов, то есть это около тысячи спотов, которые сами по себе тоже должны быть упорядочены. Очень важно, что все эти данные должны полностью увязываться с текущей обстановки для того, чтобы использовать методы адаптивного регулирования, чтобы система сама автоматически в масштабах всего города могла подстраиваться под текущие условия. Для этого необходимо, чтобы в ней постоянно поступали актуальные данные прямо в реальном режиме времени. Для этого мы используем различные методы, начиная от довольно проверенных и старых, такие как индукционные петли, которые зашиваются в асфальт, и кончая специализированными камерами, которые идут контроллером. Но это все мы считаем достаточно устаревшим, то есть используем, но считаем перспективным более другое направление. Это использование городских камер видеонаблюдения, которые смотрят на проезжую часть. Причем часто в камеры наблюдения попадает даже полностью перекресток полностью. То есть нам не нужно устанавливать на каждом направлении какой-то детектор, нам достаточно повесить одну камеру на дом, видеть весь перекресток, видеть направление загруженность каждого направления в режиме онлайн и сразу же применять математические методы оптимизации. Тут есть некоторые моменты, которые не совсем очевидны. К примеру, нельзя применять абсолютную математическую оптимизацию с точки зрения именно пропускной способности, потому что есть ограничивающие факторы, такие как минимальное время, темин, меньше которого не может быть фаза регулирования. Должны быть учтены интересы пешеходов, должны быть учтены просто психологические особенности водителей, которые, например, если поставить одно направление в красный свет и держать его 5 минут, то, скорее всего, водители в итоге придут к мнению, что светофор просто сломался и сначала осторожно, а потом и масса будут просто нарушать правила дорожного движения и проезжать просто считая, что светофор сломался. То есть такой момент существует, поэтому все это должно быть увязано в том числе на психологию участников дорожного движения и реальные потребности, а также с учетом приоритетов тех либо иных направлений и видов транспорта. Вот эта информация поступает в динамическую транспортную модель, рассчитывается и для каждого контроллера существует виртуальный рекомендательный блок, который ему может включать то-либо иное направление в той или иной длительности, включая, например, полный пропуск этого направления, если не зафиксировано на этом направлении каких-то участников дорожного движения. И это позволяет добиваться на перекрестках, в которых мы установили такие системы, не менее чем 30-ти процентного повышения пропускной способности и это несмотря на то, что цифра 30%, в реальности это часто приводит к полному отсутствию затворовых ситуаций и в целом в этом транспортном споте приводит к кратному улучшению дорожной обстановки, то есть недопущение, скажем, пересечения той красной линии, за которой начинается лавинообразное нарастание хвостов, перекрывание перекрестков и так далее. Будьте добры, следующий. И еще через один слайд, вот на восьмой слайд. То есть вот вы здесь посмотрите пожалуйста скриншоты, это все не рендеры, это все реально прямо скриншоты с рабочих систем, которые у нас используются, видно вот здесь вот сиреневым показаны загруженность направлений, фазы регулирования, которые включены, видна организация дорожного движения, показывается текущая фаза, ну и также есть история и другие параметры, необходимые для управления светофорным объектом. Будьте добры, следующий слайд. есть поскольку у нас время поджимает, я тут побыстрее пройду, то есть есть такая еще система у нас региональная агентационная информационная система, которая получает телематические данные в режиме реального времени и раздает во все остальные системы. Эта система используется и для контроля передвижения грузового транспорта, контроля деятельности такси и каршеринга и также будьте добры, следующий есть отдельная очень серьезная задача, это контроль пассажирских перевозок. Вся информация о движении автобусов полностью контролируется и соответственно будьте добры, следующий слайд. Вот у меня к сожалению время подходит совсем к концу, здесь уже я просто перечислил на самом деле те направления, которые можно решать и которые мы решаем, то есть это и проектирование на базе цифрового двойника, то есть все решения, которые делаются, во-первых, они, я подчеркиваю, делаются в тех средствах проектирования, которые привыкли проектировщики, которые не накладывают на них дополнительных обязательств, потому что есть такой момент, что люди, которые заняты в реальном процессе, они же там не за модели отвечают, не за оптимизацию, надо сделать проект, если их обременяют дополнительными обязанностями, они, скажем, это без энтузиазма делаются, потому что для них это лишняя работа, вот здесь мы постарались полностью избежать и проектирование сделать даже проще, потому что все элементы дорожного движения, они уже готовы, то есть не надо искать какие-то библиотеки, все наборы знаков, кронштейнов, каких-то консолей, бортовых камней, видов разметки, все это есть, человек выполняет проект и тут же делается автоматом расчет проекта, то есть сколько на это требуется сил, сколько убрать знаков, поставить, сколько количества краски для нанесения необходима разметки, сколько сил для, к примеру, демаркировки разведки, разметки и так далее, плюс, будьте добры, следующий слайд, цифровой двойник как основа для тестирования транспортных гипотез, все исследования можно проводить на этой модели полностью, то есть поскольку модель становится реально очень адекватной реальности, можно запускать буквально миллионы на самом деле экспериментальных в автомате прорабатываемых гипотез, каким образом лучше проезжать этот перекресток, какова вероятность ДТП при заданной надежности вождения и получать совершенно новые результаты, причем уже человек не перебирает все вот вещи, ему выдается сразу же обоснованная гипотеза, которую он уже выбирает, ну скажем, из той необходимости, которая поставлена руководством, жизнью и так далее. Будьте добры, следующий слайд и даже прокрутите до седьмого слайда, вернее, вот вот следующий слайд. То есть очень перспективное направление это автоматическое контроль и мониторинг содержания ТСОДД, технических средств организации дорожного движения с помощью автоматических средств, то есть стоят видеокамеры, которые контролируют состояние и соответствие проектам организации дорожного движения всех знаков и разметки. Это сейчас у нас уже организован этот проект, он идет и это дает очень большое повышение эффективности при устранении недостатков и вообще по содержанию всего этого большого хозяйства, потому что на улицах Москвы стоит около 600 тысяч знаков. Это огромное количество, у нас в среднем 800 примерно заявок идет в день, особенно в зимнее время, то есть когда снегоуборочная техника сбивает знаки, погодные условия ДТП и прочее. Или, к примеру, бывает, что некие земля оттаивает и знаки немножко перекашивает. Все это необходимо поддерживать в заданном состоянии. Все это автоматом будьте добры через один слайд дальше. Плюс есть такое даже приложение, вот, к примеру, в Мосгортрансе есть такие цифровые именно устройства, тренажеры, на которых водители автобусов перед новым маршрутом, либо когда приходит новый водитель, он сначала накатывает этот маршрут по виртуальному двойнику. Это уже есть, но это всегда сопряжено с дополнительными усилиями по отрисовке, то есть и достаточно сложными. Более того, не на все маршруты это доступно. То есть там есть кабина, прям настоящая кабина автобуса, человек садится и здесь эти все данные могут передаваться в реальном режиме времени, причем даже теоретически с реальной текущей обстановкой, то есть сколько машин, вот все это с камер получается, например, в центре города это достаточно широкое покрытие, то есть мы видим очень много автомобилей, плюс есть такие дороги, как Мукат, к примеру, там тоже плотность видеонаблюдения будет практически полная, сейчас заключен контракт на полное покрытие Муката и средств видеоналитики. И в завершение я хотел бы показать, попросить организаторов показать тот ролик, который я вам прислал, где показаны прямо это скриншот прямо с рабочей системы, причем не самый свежий, то есть сейчас еще больше на самом деле возможностей, на котором показано, как работает светофорный объект, то есть вот вы видите слева направление детектора, это просто видеокамеры, которые распознают с помощью видеоаналитики количество автомобилей на том либо ином направлении, а также инциденты. Показаны все параметры регулирования светофора, реализован режим удержания, также реализованы программы. Если вы видите на вот как бы на самом круге светофорного объекта изменяются вот эти сиреневые точки, это вот именно фиксация в реальном режиме времени хвоста очереди и соответственно реализация той либо иной программы светофорного регулирования. Плюс просто серьезно модифицирован интерфейс управления, логирование всех действий, все это, все данные немедленно поступают в математическую модель, то есть я хотел бы просто сказать, что это не просто разговоры и мечты, то есть эти вещи уже работают в московском транспортном комплексе и вскоре будут применяться по всему городу. Большое спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Александр, спасибо, я присоединяюсь вот к оценкам наших участников, это впечатляющая и великолепная работа. Вы знаете, буквально в декабре у нас было мероприятие, где речь шла о проектах в российских регионах, вот, и там говорили в будущем времени о создании цифровых моделей, и в этой связи первый вопрос, у вас, видите, появился и среда для работы проектировщиков, и среда для работы других специалистов, то есть фактически у вас появился продукт. Вот есть ли планы, что этот продукт будет доступен ну, скажем, центром управления дорожным движением других городов? Да, конечно, более того, это является стратегией, в общем-то, правительства Москвы по передаче опыта и технологий, разработанных в Москве в другие города России. Сейчас у нас есть уже различные профессиональные связи с другими городами России, где это внедряется. Более того, есть серьезная заинтересованность даже из других стран, потому что вот тут не хочется выглядеть нескромным, но вот такого уровня продуктов действительно нету, то есть мы сначала довольно добросовестно пытались найти тот продукт, который удовлетворял бы наши потребности, но его действительно не нашлось, и в результате мы сделали не просто продукты решения, это действительно экосистема сервисов, объединенная в одну комплексную систему управления дорожным движением, учитывающим все аспекты. и плюс и потрачено на это конечно немало денег, и в том числе нам развитие и внедрение в другие города для Москвы нужно для того, чтобы ну скажем аккумулировать средства и потребности других городов, для того, чтобы мы вместе на самом деле развивали дальше эту систему, потому что разработка таких систем стоит достаточно дорого, Москва потратила много, но для внедрения в других городах это будут затраты на порядок, а то и на два порядка меньше, то есть сами понимаете, что одно дело разработать программное решение, другое дело внедрить, то есть у нас подразумеваются затраты на внедрение, вернее стоимость внедрения в городах, только затраты на внедрение, это значительно меньшие суммы, которые доступны любому, даже самому небольшому городу, и тут даже возможна ситуация, когда некоторые небольшие города смогут быстрее охватить весь город, чем даже Москва, потому что Москва все-таки это 3000 сетафорных объектов, это в общем-то хватает на несколько десятков иногда городов, и у нас просто инерция наших процессов достаточно большая, и я надеюсь, что такая синергия внедрения во многих городах России, она в том числе и будет улучшать решения, которые есть в Москве, то есть это процесс двунаправленный, который начинает усиливать обе стороны. Спасибо, очень хорошие новости, благодарю вас. Несколько вопросов, вот Алексей Криков спрашивает, цифровая модель предусматривает как-то в будущем введение беспилотного полностью автономного транспорта? Ну, в общем-то, да, предусматривает, более того, в каком-то смысле это аналог той системы, которую используют производители беспилотного транспорта, то есть у них же есть некая схема движения, по которой двигается автомобиль, но я считаю, что главный залог безопасности движения беспилотного транспорта все-таки это возможность передвижения без, ну, не вслепую вот так вот по грубо говоря по проекту, а именно по текущей обстановке, поэтому в этом смысле они дополняют друг друга, но беспилотный транспорт должен уметь ездить, конечно, и без этой вот системы, она требуется только для оптимизации движения, для оптимизации маршрутизации и так далее, то есть в реальной жизни она применяться будет, естественно, в комплексе, у нас, кстати, идет проекты совместные с системой Яндекс, то есть у них сейчас работает беспилотный транспорт, и вот в том числе вот эти данные о текущем состоянии, мы сейчас договариваемся с Яндексом, чтобы они передавали эту информацию своих тоже беспилотников, но это вопрос повышения все-таки оптимизации, беспилотный транспорт должен ездить просто, ну, как человек, грубо говоря. Спасибо. Так, вопрос Владимира, планируется ли внедрение динамических знаков или других средств, новых, средств управления движением? Не только планируется, у нас есть на некоторых направлениях такие знаки, но тут есть тонкости восприятия все-таки участниками дорожного движения, то есть люди, особенно постоянно передвигающиеся по району, они тяжело довольно воспринимают, то есть они ездят вот как запомнили, грубо говоря, частенько. И поэтому если есть знаки, которые существенно меняют условия движения, к примеру, вот в это время можно парковаться, вот это нельзя, или, к примеру, въезд на выделенную полосу разрешен, запрещен, сопряжен с большим, к сожалению, количеством ошибок участников дорожного движения, которые вот привыкли и не видят. У нас есть направление, к примеру, ну простейший знак переменной информации, которые люди, это, конечно, скоростные режимы, но у нас тоже, знаете, такое отношение, то есть когда сказали, что будут штрафовать за именно показания знака переменной информации, это было, я бы сказал, шок и трепет, многие люди сразу сказали, что так нельзя. Вот. Есть и знаки переменной информации, де-факто переменной, хотя это не в полном смысле, но, к примеру, знак разрешения движения по реверсивной полосе. Но вот у нас, например, по условиям движения просто реверсивные полосы не оправдали своего значения в том объеме, в котором есть. И в итоге мы склоняемся к тому, что просто в Москве чаще нужно, ну, то есть, если есть некоторая асимметрия, то асимметрия должна быть реализована так, чтобы выезжать из центра города было проще, чем въезжать, поскольку центр переполняется и даже если мы обеспечиваем более высокую пропускную способность по направлению в центр, это все равно приводит к затору, грубо говоря, километрам ниже и уже, поскольку плотность уличная более плотная, ну, плотность более высокая, начинается такое расползание заторов и в итоге приводит только к ухудшению обстановки. При этом, естественно, мы не отвергаем это в целом, но вот у нас по условиям движения это далеко не везде применимо, где хотелось бы с точки зрения такого частного водительского опыта. Спасибо. И последний, наверное, вопрос. Александр Пазин, насколько средства визуального мониторинга и наблюдения камеры, тепловизоры справляются с задачей в реальных погодных условиях, то есть, как вы оцениваете точность аналитики сегодня? Да, это отличный вопрос, более того, на его решение было положено много сил, потому что действительно камера хороша всем, плоха тем, только то, что она может пачкаться в условиях сильного снегопада или, к примеру, тумана, резко ухудшается видимость, ну то есть, фактически все, что испытывает человек, испытывает и камера. Для этого и реализуется много различных средств, начиная от, к примеру, обогрева объектива, для того, чтобы на нем не залипал снег, чтобы не происходило обледенение, кончая специальным, вернее, не заканчивая, а продолжая, специальным просто положением камеры, чтобы не притягивала к себе грязь. К примеру, есть такой пример на МКАДе, то есть, вот, к примеру, камеры, установленные в первой волне, скажем, оборудованием МКАД, висели на высоте, обычно для городского движения, но магистраль МКАД, такова, что там постоянно взвесь, висит буквально до, такая реагентно-грязевая смесь, она висит до высоты 25 метров, и, соответственно, камеры там пачкаются очень быстро, и, несмотря на то, что они оборудованы даже устройствами и стеклоочистителями, то есть, ну, примерно, как дворник это выглядит автомобильный, то есть, они омываются, все равно не хватает даже бачка, грубо говоря, там, на несколько дней, это все резко повышает эксплуатационные затраты, и, конечно, важно просто поднять эту камеру более высоко, плюс есть камеры, которые хорошо видят в инфракрасных диапазонах, то есть, это не в полном смысле тепловизор, но инфракрасная подсветка дает достаточно тоже такой пул для темноты, к примеру, или условий видимости пониженных, таких, как туман. И вот по нашему опыту, вот сейчас вот у нас стоят камеры, которые мы проверяем, они в течение полугода не требовали ни одного вмешательства для, скажем, очистки, ну, такого вот ручного, то есть, они все это хорошо видели, исправлялись с теми загрязнениями, и проблемами, которые мы встречаемся. То есть, на мой взгляд, вот сейчас та методика, она складывается из установки, из элементов конструкции камеры, она вполне себе позволяет следить за движением. Более того, все-таки тут задачи автомобильного движения и такие крупные объекты, как автомобили, видны достаточно хорошо. Спасибо, спасибо. Еще, пожалуй, один коротенький вопрос. Я прошу извинения у следующего выступающего, Сергея Конякина, но все-таки Конякина. Вот, Игорь Дмитриев, насколько, Александр, сократились сроки внедрения конкретных технических решений на уличной дорожной сети города с момента разработки проекта с использованием цифровой модели? Вот такой вопрос. Если речь идет о реализации, к примеру, ну, таких объектов, как светофорный объект, раньше у нас это был очень долгий процесс всегда, и который всегда вызывал раздражение у жителей, особенно, если светофор действительно востребован. Вот по параметрам оптимизации дорожного движения или безопасности. Раньше это занимало месяцы. Теперь мы способны ставить светофор иногда, например, даже за 3-4 дня, а максимум за неделю. Если вот вы помните, например, была изменена, начался ремонт эстакады в районе Капотни, и там очень существенно ухудшились условия движения, и было сделано полное изменение организации дорожного движения с пересечением, грубо говоря, дороги, и потребовался светофор. Вот у нас первые 4 дня стояли регулировщики дорожного патруля, все это делали, а уже на 5-й день был стоял светофор, который все начал регулировать и делать это в полностью штатном режиме, включен во всю систему, то есть, я скажу, значит, минимум сократилось на порядок где-то, то есть, от нескольких месяцев до 5 дней. Прекрасно. Спасибо. Действительно, большое спасибо вам, Александр, впечатляющие результаты и очень интересная команда, и то, что вы сказали о доступности этого решения или этой экосистемы для других городов, для других регионов, это тоже очень хорошая новость, я вас благодарю. Спасибо большое. Да. Да, запрашиваю ваших контактов участники. Вы готовы какие-то предоставить, и вы можете это на ваше усмотрение? Во-первых, большое спасибо за внимание, потом исключительно направлено на то, что если заинтересованность из других городов, помочь в этом и в методике, потому что там есть много различных аспектов, просто методики внедрения административного обеспечения, конфигурации вычислительных средств, программных и так далее. По всем этим вопросам мы готовы поддерживать профессиональные контакты и способствовать распространению этих технологий, и этот процесс уже идет и всегда готовы расширять. Большое спасибо. 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 Благодарю вас. Ну и если будет возможность присоединяйтесь к дискуссии. Спасибо. Уважаемые участники, прекрасное выступление Александра Евсина, начальника институционного центра ГКУ ЦДД, и теперь чуть меняем угол зрения, поговорим о цифровом двойнике аэропорта Шереметьево. С большим удовольствием Сергея Коняхина приглашаю в эфир, директора дирекции производственного моделирования международного аэропорта Шереметьево. Сергей, ну конечно Александру, мне кажется, удалось захватить внимание наших участников, число которых, кстати, продолжает увеличиваться в нашей конференции, у нас уже прошло больше 250 человек через зал, и сейчас немало, поэтому с большим удовольствием вам предоставляю слово, очень здорово, что тема цифрового двойника поддерживается. Презентацию вижу, вас тоже вижу, здравствуйте. Добрый день, Андрей, очень интересное выступление Александра, заслушался, классно. Хотел рассказать, коллеги, добрый день, хотел рассказать о нашем опыте реализации цифрового двойника в рамках аэропорта Шереметьево. Вкратце про наш аэропорт и небольшую его специфику. В принципе аэропорт это 20 тысяч сотрудников примерно, несколько тысяч единиц оборудования, техники и все это достаточно на большой площади, плюс через нас проходит за год более 50 миллионов пассажиров, соответственно все это накладывает на нас большую нагрузку по расчету необходимого количества ресурсов, техники, персонала, подбора оптимальных смен. При этом мы не можем нанять меньше народу, потому что тогда у нас будут большие трудности летом, в горячий сезон и это нехватка техники быстро приведет к недовольству пассажиров, задержкам рейсов, а для нас мнение пассажиров это самое важное, самое главное, мы их очень любим и ценим. Поэтому в аэропорту можно выделить несколько аспектов, которые мы брали во внимание создавая цифровой двойник, какие задачи мы хотели решить. Первый момент это неоднородность загрузки аэропорта, то есть действительно у нас неоднородность загрузки в течение дня меняется в 10 раз, летом в августе, в июле самолеты пассажиров в два раза больше, чем в феврале, например. Внутри недели также во вторник у нас никто не хочет лететь в отпуск, а все летят в пятницу. И поэтому потребность именно в персонале на перроне, в терминалах у нас сильно разнится от часа, дня, недели, от месяца. И мы должны так скомбинировать персонал, чтобы оптимальным способом его использовать. Потому что если мы будем держать избыток персонала, который не будет использоваться, мы должны будем перекладывать все эти расходы на авиакомпании и соответственно пассажиров, что нам конечно не хочется. Также есть нюанс это инфраструктура. В аэропорту два терминальных комплекса север и юг. Это такая необычная история для аэропортов, но тем не менее вот у нас так аэропорт большой, шесть пассажирских терминалов, три взлетно-посадочные полосы, даже есть свое метро. И загрузка этих терминалов также не одинаковая, плюс конечно для оптимального задействования ресурсов мы переводим в течение дня, в течение недели ресурсы из одного терминала в другой. Еще немаловажный фактор естественно это деньги. Инфраструктура и техника аэропорта это такие дорогие вещи, то есть цены на единицу техники превышают порядка 100 миллионов рублей и больше поэтому нам надо четко рассчитать чтобы не купить лишнего но при этом опять же если у нас нехватка техники мы начинаем задерживать самолеты и быстро попадаем в СМИ и вот эти все 20 тысяч пассажиров 20 тысяч сотрудников тысячи единиц техники они должны работать как единый механизм то есть они должны взаимодействовать прям как часы потому что если мы обслуживаем самолет мы например должны предоставить сотрудника безопасности иначе у нас заправщики самолета условно не смогут подойти не имеют права его заправлять и так далее поэтому мы должны сохранить идеальный баланс всех ресурсов аэропорта погода и сезонность это конечно тоже накладывает на нас большой отпечаток зимой и снег летом жара мы работаем 365 дней круглосуточно даже разный ветер нам сильно меняет картину аэропорта ну и плюс регулирование конечно деятельность аэропорта регулируется на разных уровнях законодательства и большим количеством международных нормативов которые мы должны соблюдать и конечно сохранять безопасность полета таким образом было выделено две задачи это снижение рисков и увеличение прибыли для того чтобы решить эти задачи оптимальным образом мы должны рассчитать необходимость ресурсов в каждой точке в каждый момент времени в течение всего года только имея такие данные мы сможем уже понять сколько нам необходимо набрать когда набрать людей когда обучать есть еще одна специфика аэропорта это вот про регулирование так как когда мы понимаем что у нас не хватает персонала мы уже фактически сделать что-то очень сложно потому что с момента найма сотрудника до выхода его на перрон то есть до самостоятельной работы проходит может пройти 5-6 месяцев это все обучения все проверки сертификации поэтому мы должны уже изначально сейчас например зимой в феврале четко понимать свою нагрузку на август потому что сейчас уже вот последний момент чтобы подготовиться к летнему пику а ввиду того что ситуация как бы в мире да там у нас пандемия какие-то еще события которые сильно влияют на пассажиропоток направления то мы должны иметь кучу различных сценариев и мер быстрого реагирования таких операционных мер как мы будем решать проблемы избытка ресурсов дефицита доходов или нехватки ресурсов в том или ином случае поэтому здесь возникает первая задача цифрового двойника которая на самом деле не так много может быть уделяется обычному вниманию но мы поняли по своему опыту что если качество не решить задачу именно прогнозирования нагрузки то сама задача моделирования как бы отлично не была сделана модель при неточном прогнозе от этого не будет много смысла поэтому первую часть мы уделили прогнозированию как оно происходило в принципе раньше как оно происходит в большинстве аэропортов есть некий драфт расписания и по этому расписанию для каждого самолета берется заполняемость 80% кресел и вот так в среднем считается нагрузка по дню по неделе по месяцу до 2019 года у нас было абсолютно так же и вот с 2019 года как мы начали внедрять развивать цифровой водник соответственно мы начали активно работать с прогнозированием а прогнозировать надо нам не только пассажиров но их дальнейшее то есть к нам прилетает пассажир допустим из Тюмени и летит в Мюнхен и мы должны прогнозировать как он прилетит сколько прилетит как он пойдет по аэропорту и как он вылетит в Мюнхен чтобы именно рассчитать всю нагрузку на инфраструктуру и сотрудников которые он создал также нам нужно понимать сколько он с собой привезет багажа надо понимать сколько будет в самолете груза и почты бизнес-класса с каким профилем с каким профилем за сколько до рейса к нам прибудут пассажиры из города встанут ли они в пробках когда будут к нам ехать то есть это будет чуть позже или чуть раньше отклонится ли сам самолет от расписания будут ли люди использовать паркинг возьмут ли негабаритный багаж то есть вот это все мы максимально точно должны спрогнозировать поэтому мы отошли конечно от средних и создали целый целый ансамбль из методов прогнозирования с помощью машинного обучения это такие классические модели такие как Арим и Арч и более комплексные решения которые уже сейчас появляются в мире вот результатом всех этих моделей становится некая мета-модель которая нам давала вот здесь показано как с 19 по 21 год менялась точность прогноза то есть мысли условно от погрешности в 17% на месячном лаге к полному попаданию вот сейчас мы можем следующий месяц прогнозировать в среднем отклонении меньше процента у нас и что самое важное нам надо прогнозировать же еще по дням по часам по минутам вот над этой точностью мы очень много работали получив уже такую точность мы разбили все наши производственные процессы на низкоуровневое моделирование то есть замерили до там время с какой скоростью каждый грузчик например снимает одну сумку и уже на этих низкоуровневых допущениях построили полную модель загрузки всех основных людских человеческих и загрузки оборудования в аэропорту сделали такой интерфейс конечно для этого всего это на самом деле максимально лаконичный интерфейс в зависимости от того какие подразделения рассчитывают свой ресурс чтобы там понять завтрашнее усиление или перемещение ресурсов северно-юг или правильно понять сколько им надо нанять сотрудников на следующий сезон или возможно просчитать какие-то свои изменения технологий вот чтобы это все сделать у каждого подразделения в соответствии с его ролями есть бизнес-единицы где он может производить свои расчеты то есть это хендлинг обслуживания самолетов грузовой комплекс это расчеты которые относятся ко всей группе компаний расчеты которые относятся к инфраструктурным именно вопросам по аэропорту и моделирование безопасности то есть движение пассажиров по терминалам и безопасности на перроне в каждом из таких бизнес-единиц у нас есть список как бы список модулей которые запускают расчеты в соответствии с заданными параметрами то есть это период расчета который нам интересен это драфт расписания которое мы смотрим то есть это либо уже известное сезонное расписание либо это прогноз какой-то опять же на основе машинного обучения на будущее также мы можем добавлять к этому расписанию какие-то новые авиакомпании если там нам известно что к нам придет кто-то из другого аэропорта и менять файлы конфигурации то есть вот эти глобальные допущения менять скорость работы грузчика и так далее вот таким образом каждое подразделение может без каких-то знаний глубоких программирования и так далее и в принципе математических алгоритмов производить анализы там что если сценарное моделирование именно по вопросам своего подразделения без отрыва от ну все модели становятся абсолютно консистентными то есть мы всегда модель будет сбалансирована и не будет перекоса то что вот у нас много водителей тягачей и мало сотрудников безопасности почему это еще было важно именно выделить в отдельное ядро потому что когда мы перешли на вот такой низкоуровневый уровень моделирования да то расчеты стали очень время затратными то есть для расчета например системы обработки багажа недели да там базовые модели наши нужно было день ждать пока весь этот багаж по всем участкам пройдет потом уже там дополнительно мы и математические алгоритмы улучшали и это добавляли многоядерные вычисления многопоточные и доверие тоже до приемлемых результатов в плане времени таким образом после запуска у нас есть очень большое количество сейчас отчетов для разных подразделений где уже именно показываются и нагрузки для принятия решений нагрузки на участки инфраструктуры это ВПП места стоянок пассажирские терминалы системы обработки багажа грузовые терминалы также потребности в оборудовании персонали для всех основных функций аэропорта именно по минутам по получасовкам чтобы после этого оптимальным образом подбираются уже смены оптимальным образом распределяются обучение погоду определяется когда и сколько людей нам надо нанимать то есть работает чаротдела и подработки то есть если чтобы это было нагляднее наверное чуть-чуть я сейчас покажу вам как в чем тут вопрос сейчас экран если например вот буксировка так как у нас есть север и юг то есть в течение дня сначала мы например рассчитывается полностью нагрузка по часам на северных терминалах потом рассчитывается нагрузка на южных терминалах соответственно выбирается перемещение техники с севера на юг там с юга на север оптимальным образом подбираются обеды чтобы не увеличивать численность персонала и чтобы все сотрудники смогли уйти на обед и строятся оптимальные графики именно сколько людей у нас должно выйти по графику 2.2 сколько мы должны нанять на дневное усиление и сколько у нас людей будет участвовать в подработках но подработки у нас стоят дороже чем держать людей в стаде поэтому именно мы тут ищем идеальный баланс потому что вот эти же подработки например вот в пятницу вот есть подработка и во вторник вот это хорошо то есть когда у нас более чем в два раза человек бы оставался свободным то есть здесь понедельник среда четверг ну и воскресенье практически без подработок то тогда нам выгоднее выводить человека в подработку чем держать его в штате ну дополнительную штатную единицу ну и погоду тоже тут понятно будет уже когда нам надо открывать набор когда набирать выводить персонал и где у нас будет дополнительно использоваться бюджет на подработки вот таким образом соответственно мы даем все инструменты уже и коллеги четко понимают как когда сколько нужно им людей нанять на работу понимаем четко бюджет следующего года по персоналу по оборудованию и уже переходим к принятию управленческих решений по модернизации и каким-то инфестиционным проектам как и когда нам надо это устроить в текущем развитии системы мы планируем в этом году сделать четкий максимально подробный план факта анализа для топ менеджмента чтобы быстро отвечать на вопросы конкретно уже точечно почему у нас есть какие-то отклонения и что случилось в рамках бюджета уже автоматически у нас реализованы модули которые помогают диспетчерам определять по перемещению техники по работе с авиакомпаниями по корректировке расписания нередки случаи когда авиакомпании обращаются с просьбой перенести рейс и чтобы вот этот перенос рейса не создал коллапс в аэропорту мы создали инструмент которым мгновенно отвечать условно мгновенно в течение 15 минут в какое время и в какой там терминал нам желательно чтобы этот рейс прилетел чтобы не создать дополнительных каких-то очередей и нехватки оборудования соответственно выполнение уже системы функций диспетчеризации то есть когда система уже автоматически будет давать команды диспетчерам не диспетчерам в смысле сотрудникам а диспетчер будет использоваться уже больше как такой надзорный орган для решения каких-то критических ситуаций нестандартных нештатных вот в этом есть огромный плюс потому что каждый раз пересчитывается весь комплекс самолетов то есть все будущие события там через 3 через 5 часов моментально пересчитываются и решение в текущий момент например куда поставить самолет принимает система с учетом будущих каких-то событий потому что если в онлайн когда диспетчер принимает решение естественно это не всегда оптимально потому что мы ставим небольшой самолет на хорошую стоянку по телетраму прилетает большой самолет остались у нас свободные стоянки далеко от терминала и людям приходится ехать на большом количестве автобусов и конечно это не то чего мы хотим видеть также в этом году реализовываем автоматизацию бюджетирования она уже частично реализована то есть при каких-то изменениях при изменении трендов которые мы даже не замечаем это видно по результатам работы предиктивных моделей в течение нескольких часов в полностью автоматическом режиме мы уже видим все влияние в деньгах на бюджет персонала мы видим влияние на планы наборов соответственно планы обучения и вот сейчас реализовывать будем планы ремонтов оборудования и закупки запчастей под это все таким образом вот эти реализованные части это три года целенаправленной разработки уже мы получили эффект более 1 миллиарда рублей в год при том что мы сейчас находимся в топ-1 топ-2 аэропортов мира по пунктуальности лучшие в Европе по качеству обслуживания то есть мы нашли большую экономию при этом улучшили качество работы соответственно сокращение сроков и точности планирования повышение качества обслуживания воздушных судов из пассажиров и предоставление уже качественного быстрого сервиса авиакомпаниям партнеров вот это некие результаты работы нашего цифрового двойника ну вот вкратце у меня все спасибо впечатляюще так уважаемые участники пожалуйста ваши вопросы комментарии вот первое уже есть от Александра Пазина что Шереметьево 6 наговорневых терминалов более полумиллиона если он не ошибается квадратных метров площади как реализуется эффективная внутриобъектовая навигация для персонала и особенно для пассажиров в терминалах кроме табличек на потолке ну то есть контекст вопроса это уже использование тех больших знаний вот которые вам удается в такой модели сосредоточить пожалуйста ну смотрите на самом деле у нас нет цели навигировать именно персонал по терминалам потому что в большинстве свое люди ну например возьмем сотрудника безопасности он работает на входах терминала и ему нет большой нужды знать весь терминал который действительно огромный то есть у него есть несколько точек где он работает поэтому он получает задание именно уже на ПТСД но на компьютер на свой мини-компьютер где там он должен находиться и какую функцию выполнять и соответственно ну честно говоря проблем именно эффективной навигации персонала как таковых ну я наверное не слышал о них может быть конечно они есть но это не что-то супер такое то есть вы же примерно если бы каждый день ходили в торговый центр я думаю плюс-минус вы бы выучили где находится ваша любимая кофейня там и магазинчик то есть такой конкретной проблемы не то что понятно то есть вы основной производственный процесс естественно взяли фокус внимания Иван Лобанов как описывать инфраструктуру аэропорта используется ли у вас модель аэродром мэппинг экшенч модула AMXM о такой модели честно говоря об ее использовании я вот не слышал описывается инфраструктура аэропорта в смысле в рамках модели если в рамках модели то есть участки которые мы описываем ну смотрите все терминалы все все на самом деле нарисовано как наверное обычно это в автокаде вот соответственно после автокада у нас нет такой знаете как задачи полностью описать каждый элемент в плане как винтик то есть по сути вот тоже как коллега просто выступал например мы строим маршрут да там на яндекс навигаторе домой и он нам не строит по какой полосе в принципе ехать он нам строит вот эти ключевые графы то есть там вот например если я поеду сейчас я до ленинградского шоссе поверну налево поеду по прямой до дома например вот и у нас здесь также есть например взять соп багажная система у нас есть там порядка там 100 ну около тысячи участков мы их некоторые агрегируем потому что если у нас 5 прямых участков мы понимаем что время движения сумки по этим прямым участкам условно там 15 ну 15-20 секунд и то есть у нас есть прямой участок прямой участок расстоянием там 30 метров длительностью движения 20 секунд и следующая за ним развилка и по развилке уже определяется куда направится сумка это от зависит уже от того куда она полетит дальше то есть как таковой автокад для построения таких моделей он не нужен потому что по сути он никакой дополнительной суперинформации нам не даст единственное то что мы делали мы сделали вот через питон обработчик визио как ни странно потому что многие вещи схематично у нас там нарисованы в виде и вот чтобы эти схемы быстро конвертировались уже в программный продукт ну чтобы не заносить руками или через какие-то таблицы вот есть обработчик визио такой ну в принципе была есть как идея обработчика автокада в принципе это тоже несложно потому что это же по сути xml файлы которые уже если отрисовывать перрон и именно движение по перрону самолетов и автобусов тягачей но не является приоритетной задачей мы как бы в основном не это как вот не исследовательское бюро мы в первую очередь решаем вопросы там где мы видим сильную экономию ясно спасибо так михаил бродов михаил будет очень хорошо если напишите где вы работаете говорит что хотел бы подробнее разобраться с вашим моделированием потому что службы транспортной безопасности в вашем работает намного лучше чем на транспортных объектах Санкт-Петербурга и обязательно нужно он говорит передать ваш опыт в Пулково да и ВАО морской фасад данное моделирование нагрузки сильно востребовано запрашивает ваши контакты ну и говорит о том что все схемы сейчас рисуют визио вот ну такая маленькая история Михаила Бродова дает вам возможность Сергей рассказать собственно доступно ли вот ваши достижения вашим коллегам так представителям других аэропортов или или как и что бы здесь им посоветовали пожалуйста ну я думаю то что в принципе конечно может быть доступно вопрос общения в плане того что да это наверное не только в Санкт-Петербурге ну еще раз в принципе очень много обращается кто потому что как я начинал да ну лучшие в мире мы и по пунктуальности и лучшие в Европе по качеству поэтому здесь скорее это не недоработка полкового она наша заслуга но я думаю это правильно если мы начнем общаться там передавать какой-то опыт друг другу как общаться вы оставите свои контакты или ну если вы можете это сделать то сделайте прямо сейчас тогда в чат если вы предпочитаете как-то чуть-чуть так сказать фильтровать то ну мы можем предложить участникам написать нам в адрес организаторов а мы вас свяжем тогда по своей инициативе инициируем ну я думаю контакт конечно я могу оставить хорошо ну что ж спасибо Сергей замечательное выступление и прекрасный опыт я очень хотел бы ваше участие в дискуссии буквально через одно выступление которое у нас будет посвящено вопросам защиты активов и правовой практики вот спасибо большое Сергей благодарю до свидания приглашаю в эфир Викторию Бугучарскую главного специалиста по авиационной безопасности и дирекции по защите активов аэродинамика тему вы видите интеллектуальное видеонаблюдение что говорят суды так ну все чаще и чаще именно судебная практика так сказать рассматриваются ее результаты как критерии так сказать построение в том числе инженерных систем то есть можем ли мы использовать информацию данные так уже для правовых там споров разрешения тех или иных вопросов поэтому ждем Виктория ваше выступление с большим вниманием вижу вас хорошо здравствуйте да слышно отлично здравствуйте коллеги давайте наверное сразу определимся с отправными точками да с позицией которых я сегодня постараюсь осветить имеющуюся проблематику потому что время у меня ограничено заканчивается очень большое вот практики достаточно много и конечно в отведенное время обсудить все вряд ли получится поэтому на самом-самом ключевом и на мой взгляд самым интересным три основные точки они будут следующие во-первых давайте как бы в рамках дискуссии для себя примем как аксиомы то что понятие такого как интеллектуальное видеонаблюдение умная камера в законодательстве не содержится это весьма давайте сразу определимся условные понятия это как раз вот случай когда явление есть а понятия нет мы можем его логически инженерно событийно понимать мы можем видеть разные программные документы различных министерств и ведомств где такое словосочетание может встречаться либо так или иначе могут раскрываться какие-то характеристики и признаки которые указывают на то что это видеонаблюдение может быть отнесено к интеллектуальному но объемного да как бы емкого содержания содержательного понятия в законодательстве в частности я говорю о нашем блоге весьма специфичном это законодательство о транспортной авиационной безопасности не содержится а вторая правная точка это рассмотрение вопроса будет прежде всего и с правовой точки зрения потому что я отношусь к сотрудникам которые скажем так разбираются имеют дело уже с последствиями принимаемых и принятых решений но не значит что не работают на упреждения конечно же но очень часто мы уже работаем по факту с последствиями тех или иных принятых инновационных и не очень инновационных решений и к тому же все что мы бы с вами не делали разрабатывали бы какие-то стратегии по реализации меры авиационной транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры искали бы баланс между тем как выполнить требования по безопасности и да все это увязать с имеющимися ресурсами все отталкивается от неких форм права потому что они являются фундаментом и они та самая прекрасная вещь которая позволяет вам находить те самые оптимальные решения мы с вами по вопросам можем иметь исключительно разные точки зрения это абсолютно нормально логично и естественно я думаю что и я и мои коллеги также обращаются за разнообразными разъяснениями в органы государственной власти по толкованию норм законодательства мы тоже это делаем тоже получаем ответы на свои запросы но сразу определимся что с точки зрения права любые ответы будь то Минтранс Росавиация или любые другие госорганы являются с правовой точки зрения ничем иным как частным мнением должностных лиц то есть ответ такой получить можно использовать в каких-то судебных кейсах можно и мы это тоже делаем но его оценка и учет при рассмотрении дела остается в рассмотрении суда потому что опять-таки повторюсь это частное мнение должностных лиц поэтому мнение у нас могут с вами разниться по вопросу но есть тот который единственный и не я и не вы и не остальные органы государственной власти уполномочен толковать норму права и это только суд поэтому спорить мы можем бесконечно но судебная практика это как слова в письке их точно куда не выкинуть поэтому сегодня я хотела бы очень кратко рассказать о ней и конечно будет прежде всего уклон с точки зрения законодательства транспортной безопасности конечно интеллектуальное видеонаблюдение тема наверное не наверное она безусловно интересная в ней много других интересных правовых вопросов коллизии и стыка права морали этики баланса но сегодня остановлюсь именно на то что для нас является особенным специальным и лишь пойдет о такой функции как видеоидентификация дело в том что наше профильное законодательство по тому как я уже сказала такого понятия как интеллектуальное видеонаблюдение не содержит оно оперирует таким понятием как видеоидентификация видеораспознавание видеонарожение вот мы поговорим о первой значит с чем это связано тем что достаточно крайнее время особенно скажем так этим может похвастаться та сторона россии говорю та сторона россии потому что мы находимся о юге я говорю например о дальневосточном сибирском федеральных округах то есть о Сибири севере как хотите складывается такая любопытная практика субъекты транспортной инфраструктуры и не только аэропорты да и субъекты транспортной инфраструктуры иных видов транспорта получают в качестве ну то есть контрольно-обзорные органы меняют им в качестве нарушения в результате проверок нарушения пункта 7 пункта под пункта под пункт 1 пункта 7 требований по транспортной безопасности это в частности буду говорить про свое постановление по воздушному транспорту нарушение это звучит как то что субъект транспортной инфраструктуры не оснастил объект транспортной инфраструктуры техническими средствами транспортной безопасности обеспечивающими идентификацию физических лиц или транспортных средств являющихся объектом видеонаблюдения на основании данных видеонаблюдения далее закон говорит Видеоидентификация. При перемещении через КПП посты на границах ЗТБ, ее частей, а также критических элементов. Что хотелось бы сказать. И так сложилось, что данное нарушение почему-то проверяющие и часть судов стала квалифицировать впоследствии. Не все суды, но такие судебные решения есть. И освещая проблему объективно, я должна сказать и о таких судебных решениях, конечно. Часть судов и контрольно-надзорные органы такое нарушение почему-то стали интерпретировать как А. То, что это некий автоматический обязательно программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает идентификацию физических лиц в автоматическом режиме. И почему-то, что непременно речь идет о распознавании лица. В судебной практике сейчас сложились две ключевые тенденции. Первая тенденция – это часть решений, которые принимаются не в пользу субъектов транспортной инфраструктуры. Причем сразу скажу, что аргументацию защиты очень сложно понимать, потому что суды, как правило, делают какую-то выборку ключевых доводов из позиций, из салиба ответчика. Со своей последующей оценкой. Поэтому только по некоторым аргументам, уже включенным впоследствии в текст судебного решения, можно посленно понимать, как строилась защита того или иного субъекта транспортной инфраструктуры. То, что он, да, собственно, положил в основу защиты своей позиции. Еще с решений просто констатирует факт, что да, субъект не оснастил априори, значит, виноват. И дальше указывается, что использование систем интеллектуального видеонаблюдения, установленных различными ведомствами на объектах транспортной инфраструктуры, не является и не может свидетельствовать о выполнении субъекта транспортной инфраструктуры требований по транспортной безопасности. Здесь хотелось бы сразу сказать о двух вещах. Во-первых, вот этот блок решений не в пользу аэропортов и других субъектов транспортной инфраструктуры сформирован исключительно в большинстве своем в судах общей юрисдикции. Я, честно, ну, не имею ответа на вопрос, по каким причинам коллеги подавали заявление о признании постановления о привлечении к административной ответственности юридического лица в суды общей юрисдикции, а не в арбитражный суд. Ну, наверное, какая-то мотивация у них была. Да, потому что, скажем так, это действительно важный вопрос, почему появилось решение сформировать практику именно в судах общей юрисдикции при имеющейся положительной практике в арбитражном суде. Я для себя лично это могу объяснить только, если арбитражный суд вернул дело, указав на неподведомственность, потому что вопрос о том, является ли ТБ видом экономической деятельности или нет, вопрос давний, такие решения есть, они представлены совершенно небольшим числом, но они имеются. Если с коллегами случилась такая ситуация, тогда, безусловно, понятно объяснимо, у них вариантов нет, они, соответственно, пошли в суд общей юрисдикции. Но те, кто делает это по собственной инициативе, не знакомясь с положительной практикой в арбитражных судах, отправляясь сразу в суд общей юрисдикции, имеют потом впоследствии подобные решения. Потому что все-таки арбитражные суды за годы рассмотрения подобных дел практику сформировали, и все-таки там уже сложилось достаточно глубокое, все равно достаточно длительное, в течение длительного времени формировавшееся понимание специфики категории таких дел. Поэтому, скажем так, это неудивительно, что в судах общей юрисдикции формируется такая практика, потому что ее приходится там создавать заново. Там, да, как бы нет в таком объеме практики, как в арбитражных судах. Создавать практику заново – это всегда сложно. Это всегда сложно, это знают все практикующие люди, особенно по вопросам, по которым ее, ну, собственно, соответственно, и нет. То есть вы создаете какой-то судебный прецедент. И поэтому, как бы, хотелось, чтобы мы все более ответственно и внимательно подходили к выбору подведомственности, потому что потом мы, все практикующие юристы тоже знают, то, что, как бы, будет сформировано, а потом, если еще одна из сторон затвердит это в последующих инстанциях, это потом изменить практически, ну, скажем так, эти шансы сведены, будем корректными, к минимальному. Поэтому обращаем внимание на арбитражные суды и практику, которая отложилась там. Второе, сказала, вторая проблематика этой тенденции в том, что, как я уже сказала, из текста решения судебного можно только по каким-то некоторым аргументам понять, на чем строилась защита обращавшегося с заявлением. Вот. И, конечно, вот блок этих решений, где сказано о том, что субъект не оснастился, соответственно, не выполнил, а аргумент о том, что у нас установлена система, которую установили, да, правоохранительные органы, не является выполнением требований, ну, скажем так, это действительно так, ведь норма в требованиях сформулирована таким образом, что, ну, не выполнил именно субъект, и выполнение этих требований возлагается именно субъектом транспортной инструкции. Поэтому, естественно, что выполнение требований иными лицами не может быть квалифицировано, как выполнение требований самим субъектом транспортной инструкции. Поэтому, конечно, ну, подобной аргументации нужно стараться избегать, потому что норма прямо нравится нам с вами это или нет, сформулирована таким образом, и возлагает обязанность выполнения на нас. Единственное, что могло бы, скажем так, разнообразить ситуацию и дать нам хотя бы какой-нибудь шанс, если бы вы это изложили в плане обеспечения транспортной безопасности объекта, да, ваш план утвержден, вот, и вы исполняете план, утвержденный компетентным органом, оснований сомневаться в компетентности, на который план утвердил, у вас не имеется, вот, тем более ключевое, что не 16-й закон, не требования ПТВ, а в частности для воздушного транспорта, не следует, что это должен быть автоматический какой-то проградный аппаратный комплекс в автоматическом режиме идентифицирующих, тем более не говорит о том, что это должна быть непременная система распознавания лиц. Самое главное здесь, что законодательство не раскрывает ни алгоритм, ни глубину распознавания, не раскрывает ни алгоритм, ни глубину этой идентификации, это не определено ни в каком виде в нашем программе документов. На простом примере закон не говорит о том, что идентификация строится по правилу вот этот объект человек или вот этот человек Иванов Иван Иванович, то есть ни алгоритма, ни глубины нет, это не определено. Поэтому мне уже установленные технические обеспечения транспортной безопасности позволяют выполнять требования данного пункта, идентифицировать объекты видеонаблюдения. Ну и, естественно, при представлении вами соответствующих доказательств, как тут установленные камеры, о том, что у вас пропускной режим, скут и так далее, и так далее. И, соответственно, значит, вторая тенденция, она мне достаточно импонирует. Я согласна с этим мнением, мы имеем аналогичную позицию, я уже сказала о том, что законодательством это не определено, не определено, что это должно быть в автоматическом режиме, что это распознавание лиц, нет алгоритма. И прямо скажу, что из дословного толкования и постановления, и закона не следует прямая обязанность СТИ использовать в целях соблюдения транспортной безопасности в системе и средства интеллектуального видеонаблюдения. Ну, соответственно, вы должны представить для этого доказательства соответствующие, потому что любое ведение дела – это, прежде всего, определение стратегии и подбора доказательств в обосновании своих доводов. И самый главный еще момент в этом блоке уже положительных решений в пользу аэропортов и других субъектов – это то, что в настоящее время он связан с пересечением законодательства о персональных данных. Мы можем соглашаться, можем нет, но таких судебных решений накопилось уже достаточно много, и мы, к счастью или к сожалению, собственно, даже по одному и тому же вопросу, одной и той же норме права, можем в разных федеральных округах наблюдать разную судебную правду. Это тоже, к сожалению, данность, единообразие не всегда случается. Конечно, это, наверное, на определенность и предсказуемость влияет недостаточно хорошо, но, тем не менее, это тоже есть. И вот этот второй момент, он связан именно с законодательством о защите первых данных. Часто очень в судебных решениях можно увидеть ссылку на 969, в котором дано определение идентификации. Но я здесь сразу скажу, что это определение дано для цели сертификации. Да, его можно увидеть в судебных решениях, на него можно ссылаться, но нужно понимать, что оно дается для целей сертификации и для сертифицирующего органа прежде всего. И тем не менее, значит, идентификация законом на сегодняшний день как автоматизированный процесс не определена, а создание и использование каких-либо регистрационных баз организациями, которые на это неуполномочены, может осуществляться только в ограничениях, которые предусмотрены законом о защите персональных данных, в том федеральном законе. И если с транспортными средствами и с сотрудниками все предельно понятно, они и так идентифицируются, потому что многие используют систему идентификации по госномерам, персонал проходит по пропускам, посетителям выдаются разовые пропуска. То есть основной вопрос касался пассажиров и посетителей. Но хочу обратить внимание, что у пассажира договор воздушной перевозки заключен не с аэропортом, а с аэропортом. И поэтому использование каких-либо баз с субъектами возможно, ну, в условиях существующего правового регулирования, возможно, лишь в пределах ограниченных законом о 152-м федеральным законам о персональных данных. Это самое ключевое, что я хотела сказать по данной проблематике. Поэтому в заключение я хотела бы сказать о двух вещах, что судебную практику нужно стараться создавать, подходить ответственно, особенно на какой-то подведомственности. Вот. И, ну, пробовать менять мир к лучшему. Собственно, никаких уникальных рецептов не будет. Это не просто, это сложно, это трудоемкий, кропотливый процесс. Все прекрасно знают, что все-таки, да, в споре с государственными органами большая часть практики формируются в пользу государственных органов. И это касается не только профильных транспортных государственных органов, а в принципе. Виктория, спасибо вам большое. Очень интересно присоединяюсь к оценке Дмитрия Проскурина. Константин Агафонов спрашивает, вот вы говорили о доказательствах, да, что может являться такими доказательствами. Ну, это вот было где-то в последней части вашего выступления. Так, ну, вы упоминали данные видеофиксации, я так понимаю, да? Может, ну, сегодня много также говорилось о логах различных, да, то есть о логах событий. То есть вот с точки зрения судебной практики, какие данные, получаемые в, ну, вот в этих автоматизированных системах, ну, и как воспринимаются? Пожалуйста. Ну, здесь нужно сказать, что, как бы, на самом деле, в споре с госорганами время доказывания возлагается на контроль надзорные органы. Они должны, в первую очередь, в таких процессах доказывать, что вынесенное ими решение законно и обоснованно. Но, как правило, из той судебной практики, которая есть, да, в открытом доступе, все коллеги могут с ней вообще без проблем ознакомиться и найти, все 100% причастные к данным вопросам люди пользуются и компотекой, и другими сервисами. Ну, скажем, например, в одном из судебных решений, по основанию того, что это не автоматизированный процесс, и закон не требует автоматизировать этот процесс, были представлены, заявлено было, да, как бы, это, о том, что, да, истолкование этих положений, не требуется, да, как бы, устанавливать средства интеллектуального видеонаблюдения, которые делают это автоматически. И далее просто один из субъектов транспортной инфраструктуры показал, что в пределах имеющихся технических средств обеспечения АТП как бы, он требования по идентификации, поскольку законом не определено, что это должно быть автоматическое распознавание, а лица выполнил. Он приложил акты ввода, акты ввода системы видеонаблюдения, схемы, сертификаты о том, что, собственно, весь периметр аэровокзал просматривается, что на тех ПТП-постах установлен СКУД, что технология доступа такая-то, что группа сверяется с базой данных СКУДа, что лица идентифицируются посредством вот такого механизма. И при этом о том, что автоматически этого, ну, как бы, закон не требует, а я это идентифицирую, исходя из вот этих положений закона, и вот таким образом. И, кстати, в этом споре, да, суд эту аргументацию принял, это решение было принято в пользу субъекта транспортной инфраструктуры. Он признал, что действительно автоматической идентификации законом не предусмотрено, а все остальные требования выполнены в полном объеме. Понятно, понятно. Виктория, пожалуйста, не отключайтесь, я хотел бы пригласить участников дискуссии, мы можем начать, собственно, с обсуждения правовых вопросов, да, и затем перейти к другим пунктам повестки. У нас сегодня упоминалась с вами и инфраструктура, так, и цифровые двойники, и видеонаблюдение, и системы помощи водителям или наблюдения за водителем, то есть обеспечения безопасности, и водителей грузов и безопасного режима работы. То есть у нас сегодня хороший спектр. Приглашаю к участию в дискуссии Дмитрий Марченко, КВАУТ МТС, Анну Петренко, КСОР, Михаила Шакарова, Хануат Тихвин, Евгения Фесика, Гордлайнер, Александра Евсина, ГКУ, СОДД, так, Сергея Коняхина, Шереметьева, так, Виктория у нас уже в эфире, а также Дмитрия Хапкина, транспортный комитет Кировской области, Александра Юфаркина, Эрбридж Каргу. Так, вот я вижу, одобрю Михаила Шакарова. Спасибо команде, что убрали заставку. Так, конечно, намного лучше видно. Так, приятно. Ну что ж, я предложил бы немножко обменяться по правовым вопросам, да, и по нашей традиции я хотел бы предоставить слово тем, кто сегодня выступал первым, да, Александру Юфаркину, который слушал нас внимательно, и я, Александр, предлагаю вам, вы можете и правовые вопросы затронуть, и любые другие комментарии дать, да, ну и дальше, если будут вопросы, еще и комментарии у вас друг к другу, то с большим удовольствием начнем наш разговор именно с этого. Александр, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. По поводу правовых вопросов, да, не знаю, к счастью, наверное, да, у нас эти вопросы на повестке дня не стоят, вот, ввиду того, что, ну, как бы, давайте я, наверное, представлюсь и скажу, в каком ракурсе, так сказать, я веду этот разговор. Дело в том, что у группы компаний «Волга Днепр», которую я представляю, да, есть определенная программа по обеспечению видеонаблюдения точек нашего присутствия, скажем так, да, вот. И, собственно говоря, задача этого видеонаблюдения заключается в контроле за обслуживанием воздушного судна и за грузами, да, которые, собственно, мы перевозим. Вот. И даже, скажем так, да, начиналось все это с того, что, собственно говоря, охрана грузов, да, вот. Дело в том, что, естественно, да, по юридической составляющей мы не можем сами заниматься расследованиями краж каких-то, да, там, или повреждений этого самого груза. И всю эту информацию мы передаем в компетентные органы, которые у нас ее запрашивают по нашим же заявлениям. Вот. как бы, вся вот эта составляющая и доказательства и прочее, да, это ложится как раз на наши доблестные органы, да, каким образом они находят этих злоумышленников и, соответственно, которые несут наказание. Вот. Могу сказать, что такая работа проведена по большому количеству аэропортов, естественно, да, где, собственно говоря, мы присутствуем и получаем информацию отсюда. Это первое, да. Второе, как бы, о перспективах развития. Дело в том, что сейчас мы столкнулись с проблемой, да, что, ну, понятно, что груз, да, доставляется из аэропорта в аэропорт, дальше он развозится траками уже, собственно говоря, по назначению. И здесь мы столкнулись с проблемой той, что, собственно говоря, при траковых перевозках как раз сейчас у нас появились проблемы, да, проблемы в том смысле, что либо трак останавливается на стоянку и его там потрошат нехорошие люди, да, либо сами шоферы грешат и так далее, да. И сейчас стоит проблема оборудования траков или, скажем так, требования нашей компании к траковым перевозчикам, чтобы они были оборудованы системой видеонаблюдения. Сейчас это прорабатываем, вот, насколько я понимаю из предыдущего доклада, да, сейчас эта тема уже каким-то образом нашла свое отражение практическое, правильно? Да. Можно было бы как бы еще раз прокомментировать более подробно. Отлично. Александр, я думаю, замечательно, вы увязали, собственно, несколько частей, по сути, нашей сегодняшней конференции, мне это очень нравится, так, то есть, есть представители аэропорта, да, есть представители компании, которые именно обеспечивают защиту грузов, в том числе в движении, это вот Евгений Фесик, да, есть те, кто инфраструктуру предоставляет, Евгения Марченко, есть правовые вопросы, да, владеет этими подходами, это Виктория Вогучарская и Михаил Шакаров, который поставляет для этого интеллектуальные как раз системы видеонаблюдения. Давайте обменяемся комментариями, коллеги, а вот интересный практический кейс, так, то есть, в аэропортах более или менее, а вот траки дальше, да, так, ну, выезжая, я так понимаю, за пределами территории аэропорта, вот, ну, то есть, здесь вопрос водителя, видимо, да, допуска подрядчиков, ну, и то, что могло бы дать снижение статистики, и я так понимаю, эффективное расследование, да, и то, и то. Так, пожалуйста, комментарий, прошу. так, кто хотел бы первым, вот, Сергей, вы, с какой-то стороны, у вас ведь, я думаю, карга тоже, так сказать, охватывается, да, вы, как вы смотрите на вот такие задачи авиакомпании, пожалуйста. Каргу у нас охватывается в плане моделирования загрузки автоматических систем грузами, вот, поэтому мне, наверное, тяжело давать комментарий по вопросу безопасности груза. Ага, так, так, ага, так, хорошо. Я могу сказать, Андрей, у нас, конечно, есть давно уже решение для подвижного состава транспортного, вот, у нас, в частности, есть оборудование, это видеокамеры, видеорегистраторы, и если уже понадобится, это верхний уровень видеосервера для установки на, именно, подвижной состав. И это сертифицировано не только по 969, по нашим нормам, которые, к сожалению, это не учитывают, эти нюансы, что подвижной состав это особый тип оборудования, и, ну, нужно применять особый тип оборудования, учитывать различные нагрузки, динамические, вибрационные нагрузки, и, в данном случае, вот, нормы ЕН это учитывают, и у нас есть применение, опыт этого оборудования, как в Европе, так и в России, в том числе, на подвижной состав в московском метрополитене. И, в данном случае, это специальные транспортные камеры, проверенные там с дополнительной виброустойчивостью, электромагнитной защитой, со специальными разъемами М12, которые намного надежнее RG45, и, в том числе, есть специальные регистраторы, которые, видеорегистраторы, которые устанавливаются в салон автомобиля на 4, 8, 16 каналов, и, к которым можно подключить камеры, то же самое, там, по разъемам или М12, или RG45. И тем самым оборудовать, по сути дела, и как транспорты, вагоны, автобусы, так и траки, то есть, вот этими системами. Есть видеорегистраторы со встроенным Wi-Fi и 3G, и LTE, по-моему, даже тоже есть уже варианты. И, в данном случае в плане комплексного решения мы предлагаем также использовать наши сервера транспортные, которых можно оператор, там, интегрированная система с Google-картами, и оператор может посмотреть, где находится трап, что там, и подключиться в случае какой-то тревожной ситуации, например, у нас в комплекте есть тревожные кнопки, в том числе, и для водителей, которые нажимают, и можно подключиться и посмотреть в онлайн-режиме, ну, как позволят качество и качество сети, посмотреть, что там происходит, какие события и так далее. Но в том числе все это будет пишется на видеорегистраторы. Видеорегистраторы с Wi-Fi продуманы даже так, что когда автомобиль переезжает в какой-то парк, где он паркуется, там есть сервер, и выгрузка видеоархива идет по Wi-Fi. По Wi-Fi он подключается к необходимому серверу и выгружает эту информацию, то есть не обязательно там с флешки и так далее бегать, вынимать жесткие диски, смотреть и так далее. Этот за какое-то время стоянки это выгружается на сервер этой видеоинформации и на следующий день это заново записывается. Таким образом существует и локальное видеохранилище и централизованное видеохранилище, куда это отправляется. Спасибо. Я хотел бы Евгения спросить, да, вот в Гардлайнере есть, у вас вы описали вашу систему как скорее помощь водителю, да, то есть он взаимодействует с вашим модулем, с вашим терминалом, а вот здесь как повысить уровень доверия к водителю, да, в общем-то в этом стоит тоже задача. Евгений, есть ли у вас такая практика? Да, была такая практика у нас с работой с водителями, безусловно, ну, как вы правильно заметили, наша система, она все-таки для того, чтобы защитить, которую мы обсуждали во всяком случае, для того, чтобы защитить кузов там и груз, который в нем закреплен от проникновения. Касательно работы с водителями, у нас был опыт работы с интеграциями с другими системами, когда используются как системы видеомониторинга состояния водителя и кузова, так и системы контроля пассивные, там, допустим, на мобильное устройство водителя устанавливается программное обеспечение специализированное, которое позволяет как контролировать, что сейчас происходит и с мобильным устройством, и часто с водителем в том числе, так и синхронизироваться с нашими решениями. Вы также говорили о том, что у вас все события логируются, я так понимаю, это вот тоже слагаемое, да, этот лог, он недоступен для изменений, я так понимаю, тоже слагаемое вот успешного решения такого класса задач, правильно? Да, именно так, то есть водитель не может попасть в этот журнал, работодатель в любой момент может этот журнал проверить и со стопроцентной уверенностью, что водитель не вносил туда каких-либо изменений. Так, Дмитрий Марченко, я думаю, вот, понимаете, задача, да, она явно требует и подхода к инфраструктуре, здесь, да, пожалуйста. Да, коллеги, ну, говорить о требованиях законодательства мне в данном случае сложно, но в части инфраструктуры вот здесь Михаил Шикаров, да, говорил про то, что у них реализуется на базе поставки видеорегистраторов, серверного оборудования, да, картинка с видеонаблюдения, с видеокамер записывается как бы напрямую на них, да, но если мы говорим про видеонаблюдение, про постоянную потоковую запись видео, про видеоналитику, да, так скажем, то у нас есть решение, да, которое помогает напрямую записывать картинку с видеокамер напрямую в облако, да, это наше объектное хранилище, у нас есть ряд положительных кейсов, когда мы реализовывали, допустим, проекты по безопасному городу и напрямую, да, с видеокамер, на которых, которые были оснащены, где-то они были, значит, подключены к проводному интернету, да, к фиксированному, а где-то были в них уже встроены, встроены сим-карты, такие тоже существуют камеры на текущий момент, и напрямую, значит, напрямую с этих камер записывалась и транслировалась картинка и видеопоток к нам в объектное хранилище, где у нас, скажем так, есть большие возможности по предоставлению большого объема дискового пространства. Понятно. Так, хорошо. А можно комментарий, можно маленький комментарий, понимаете, мы говорим именно о подвижном составе, по подвижном транспорте, к сожалению, в России покрытие сети, за исключением там Москвы, области, Петербурга, оно не такое сплошное, и дай бог, где-нибудь там 3G, чтобы появилось, вот, это задача решить, чтобы через 3G постоянно, это 3G еще условно, реальная, какая скорость связи, там, совсем другая, она не позволит часто напрямую картинку отправлять на камеру, с камеры на хранилище, поэтому в данном случае без локального такого хранилища, которого уже твердо будет запись, без всяких там прерывов и каких-то независимости от связей, я боюсь уйти пока в данный момент при развитии нашей инфраструктуры такой нет возможности. Ну, к тому же есть тренд с развитием вот этих edge-вычислений так называемых, да, краевых, что как раз снижает требования к инфраструктуре передачи. Я в целом с Михаилом согласен, единственное, есть, как бы, я знаю, есть практика, когда картинка записывается, скажем так, на промежуточные сервера с небольшим объемом. А дальше, как вот Михаил в своем выступлении подчеркивал, что при, допустим, при том, что, допустим, какой-то автомобиль, да, или грузовое транспортное средство заезжает, где Wi-Fi есть зона, да, то картинка, скажем туда, с картинкой и сами данные оперативно разгружаются. Да, тоже. Конечно, я думаю, что здесь нет противоречия, у нас чуть-чуть Сергей Коняхин сейчас выпадает, но мы в следующем вопросе обязательно, Сергей, на вас рассчитываем, а вот, Виктория, вы вот обсуждаемую тему сейчас можете прокомментировать, пожалуйста, с точки зрения доказательств, да, потому что это одна из креугольных, одно из креугольных требований задачи, которые изложил Александр Юф Аркен. Пожалуйста. А можно, пожалуйста, конкретно сформулировать вопрос? Специально для Виктории. Я просто, ну, отвлеклась, честно, тут руководитель еще на связи. Микрофон у меня что-то. Да, Ромен. Да, собственно, у меня вопрос, сейчас позвольте, как бы я сначала пока не забыл, да, вот сейчас коллеги рассказывали про свои решения и так далее. У меня вопрос, вы работаете только на территории Российской Федерации или у вас есть опыт, скажем, европейского применения ваших средств? Почему спрашиваю, да, потому что вопрос с траками, он стоит на повестке не только в России, а скорее даже больше все-таки в Европе, потому что, ну, ни для кого не секрет, да, большой наплыв мигрантов и, собственно говоря, как правило, эти товарищи и занимаются вот этими нехорошими делами. Это раз, да, и здесь правовой аспект, если да, да, то каким образом вы обходите наш любимый GDPR? Угу. Да. Ну, я так чуть-чуть скажу, конечно, есть бизнесы за пределами России у НТС, да, конкретнее, ну, я думаю, сами могу сказать, и, конечно, практика Ханова Тихвин тоже не ограничивается Россией. Евгений Фисик, по-моему, из Гэрдлайнера тоже что-то говорил о там практике за рубежом, так? Да, именно так. Наше решение автономно в этом смысле и действительно есть практика за рубежом, когда машины путешествуют по всей Европе и далее, и были такие кейсы. Был такой опыт. Естественно, что особенность нашего решения как раз в том, что нету сервера, где базировалась вся эта информация в том смысле, в котором вы обсуждаете, что нужно разместить сервер в Европе. Сервер по нашему решению размещается в России, а непосредственные действия по охране груза они производятся локально в первую очередь, поэтому проблема решается таким образом. Так, ясно. Михаил, Дмитрий, ну, такой короткий. Да, тогда вопрос, извините, касающийся доказательной базы, да? Предположим, что в Европе было зафиксировано такой-то случай, да? То есть, ну, там, что-то случилось с грузом, там, или с грузовиком, неважно. Да, у вас есть видеосъемка, у вас зафиксированы люди на ней, вот, как бы, не встречает ли это какого-то, каких-то проблем с юридической составляющей в плане доказательства. Давайте я так сформулирую, Михаил, ну, у вас же Европа это одна из территорий присутствия вашей компании, то есть, я полагаю, у вас там есть компетентные коллеги, и в данном случае Александр интересует именно компетенция, да, и уже какой-то положительный трек по соответствию европейским нормам. Да, ну, тут, ну, нормы у нас, как говорится, я имел ввиду нормы это транспортной безопасности, установки специализированного оборудования для транспорта, потому что обычные там камеры поставить там срок службы, к сожалению, будет небольшой, поэтому тут нужно специализированные, это требуется там для трамваев, для подвижного транспорта в Европе. И здесь, в принципе, разницы нету в том плане грузовики, конечно, могут быть международные, и видеозапись идет постоянно, то есть, что на территории России, здесь идет съемка именно, вот я говорю, груза, самого трака и внутри, и снаружи, что там происходит, кто там открывает и так далее. Но понятно, что в разных странах есть разное законодательство в области съемки. Обычно, что это места общественного пользования разрешается открытая съемка, собственно, как и у нас. То есть, в этом проблеме мы не сталкивались. Но есть нюансы. Вот мы столкнулись даже в Америке больше с проблемой такой распознавания лиц. Система распознавания лиц у нас была реализована на наших видеорегистраторах, и в некоторых штатах это запрещено. И сейчас, как говорится, есть там определенные судебные разбирательства на этот момент, в том числе претензии к производителю оборудования. Хотя странно было бы, казалось бы, производителю ножам, как говорится, в убийстве, как говорится, обвинять их и привлекать в этой сфере. Поэтому тут уже как используешь оборудование для каких целей, и в разных штатах или странах тоже эти нюансы. Но в Европе вот именно распознавание лиц тоже сейчас определенное законодательство принимается. У нас в России как бы нюансов-то нет, у нас в Москве это развернуто очень широко. А в Европе надо быть аккуратными, потому что в каких-то странах может быть и определенное ограничение по именно распознаванию лиц, и вот это, как говорится, идентификация людей с этим объясняется. В практическом плане, если вот Александр Юфаркин будет дальше вести этот проект, в том числе имея в виду европейские территории, например, территории, присутствия. Вы с своей стороны экспертизу Михаил сможете предоставить? Ну, мы можем помочь связаться с... Хочется разрабатывать технические решения уже с учетом опыта применения на территории для того, чтобы избежать квартиры времен и денег. Вот очевидная, мне кажется, задача. Да, мы можем поделиться опытом применения этого оборудования и решения для таких вот задач в Европе, в Великобритании, то есть, как говорится, с контакта есть связи, есть, так что пожалуйста. Ну и ваши офисы, ваши коллеги в Европе тоже могут подключиться, если будет необходимо, да? Да, конечно, я думаю, что подключим, через нас. Да, да, хорошо, так, Дмитрий, у вас какие-то комментарии возникли? Виктория, у вас, пожалуйста. Да? Да? Нет, Газарев, нет, тоже. Хорошо, ну, Александр, тогда мы ваш кейс обсудили, видите, так быстро и довольно интересно, спасибо за хороший кейс. Давайте следующие вопросы, я, кстати, информирую, к нам, вот, бежал Евсин, так, и Александр Евсин, да, московское СОДД, но был перехвачен на другое совещание, в самый последний момент, вот, так, Дмитрий Ахапкин из транспортного комитета Кировской области, мы ожидаем, он может к нам подключиться, так, ну что ж, давайте к другим вопросам, этот круг обсуждения мы провели, спасибо большое Александру, и возникли ли у вас вопросы, пожалуйста, друг к другу, да, я буду признателен, напоминаю, мы касались инфраструктуры, мы говорили сегодня достаточно подробные, очень интересные рассматривали, прекрасные, на мой взгляд, проекты, что касается цифровых двойников, да, и уже не теоретически, как это часто бывает, а совершенно в прикладном ключе, да, уже с эффектами, как вот говорил Сергей Коняхин, да, уже эффект миллиард рублей имеется, да, ну, эффекты масштабах города, я думаю, вы понимаете, да, то, о чем Александр Евсин рассказывал, так что, если какие-то у вас вопросы к друг другу, так, пожалуйста, я хотел бы знать относительно вот цифровых двойников, относительно того, как это взаимодействуют эти двойники с полевыми системами, да, это сейчас такая тема популярная, так, вот, и относительно того, как, если мы идем по этому пути, меняются требования к инфраструктуре, так, пожалуйста, и что может быть, кстати, предложение МТС, МТС Клауд в частности могут сделать для того, чтобы эти вопросы решались проще, да, или масштабирование проходило бы проще, пожалуйста. Ну, у меня, наверное, будет вопрос такой общий ко всем коллегам, хотелось бы понять, здесь были представлены очень интересные решения, да, программное обеспечение, и мы очень хорошо знаем, что разработка требует больших мощностей, да, и, ну, эти мощности нужно где-то черпать, да, где-то, возможно, у коллег свои сервера, да, и пользовались они облачными технологиями в этом направлении, потому что это очень частая тема, когда какой-то проект, какое-то ПО создается вот именно на облачной инфраструктуре. спасибо. Да, ну, пожалуйста, Сергей, вижу, ваше движение, да? Не, ну, смотрите, мы облачными технологиями особо не пользовались, потому что, на самом деле, промежуточные вот, датасеты с информацией, ну, вот, у нас занимает там 200-300 гигабайт, и внутри, там, между компьютерами, вот, у нас сейчас вроде этот обмен данными налажен, и куда-то это вовне, вот, вопрос был в первую очередь, потому что, возможно, это будет занимать время именно трансфер данных, а, во-вторых, вопрос был по безопасности, наверное, этих данных, потому что мы не всегда уверены, нам надо их как-то будет дополнительно обезличивать, или какие-то еще, наверное, есть правила, не факт, что мы их можем просто так в облако отдавать. А данные содержат персональные, да, какие-то данные содержатся? Ну, грязные, будем говорить, данные, конечно, изначально содержатся. Вот, вот это отличный вопрос, спасибо большое, Сергей, Дмитрий, действительно, буду рад, если вы прокомментируете другие коллеги, то есть, понятно, идея получения некоторых выгод при движении в облако, но какие преобразования с данными нужно сделать, там, вот как говорил Сергей, их обезличие, и так далее, чтобы, да, соответствовать требованиям, ну, и опять же, что касается объемов, тоже Сергей вопрос поднимал, да, пожалуйста. ну, как я понимаю, объемы достаточно большие, там, исчисляются, наверняка, доходят, наверное, до сотни терабайт, да, у вас, компании, Сергей? Ну, мы же не все, каждый раз, мы не все данные прокидываем, ну, совокупно, рабочие данные, которые в моменте, в расчете присутствуют, ну, какие-то темпы, которые генерятся, да, там, это 200-300 гигабайт легко, ну, то есть, и как будто внутри оперативки, это, понятно, быстро работает с процессом, да, а вот куда-то кинуться вовне? Вот, облачное решение подразумевает предоставление скоростного доступа в интернет, исчисляющихся в гигабиты, да, а также мы можем предоставлять, мы как, мы, понятно, облачный провайдер, но мы, как и оператор связи, можем предоставить каналы связи фиксированные, защищенные каналы связи, VPN, тоже на больших скоростях, чтобы передавать гигабиты, но гигабиты, это же мало, если мы хоть... гигабиты, смотря сколько вам нужно, у нас здесь 10 гигабит, 20 гигабит, у нас здесь неограничено абсолютно маленькими скоростями ширина, скорость пропускания, а если же вам требуется передавать информацию с персональными данными, то здесь, чтобы соответствовать требованиям регулятора, мы рекомендуем, да и сам регулятор нам гласит о том, что должен быть канал зашифрованный, гастовый, для обеспечения гастового канала, да, между облаком, то есть на стороне облака, допустим, в тенненте заказчика, да, вот в сегменте, и на вашей стороне, это может быть в железном исполнении какое-то составить средства криптографической защиты информации, это может быть и эстера, шлюз ставится, и випнет-координатор, и тем самым в архитектуру построя, да, с обеих сторон шлюзы, средства криптографических защит обеспечиваются, гастовое шифрование, и в этом случае уже данные могут ходить по этому каналу совершенно выполняя все требования наших регуляторов и исполняя требования законодательства, поэтому этот вопрос в принципе закрывается достаточно легко, и можно можно пробовать, если у вас будут какие-то требования там в расширении инфраструктуры, или может быть вам будет не хватать ваших мощностей, вы можете попробовать, да, облачные технологии, прийти к нам, протестировать, всегда поможем. А у вас облачная инфраструктура сертифицирована? Конечно. У нас есть паблик, да, где применены не сертифицированные средства защиты информации, а есть защищенный именно сегмент по 152-му федеральному закону, где применены все сертифицированные средства защиты информации на уровне инфраструктуры, на уровне информационной системы, есть у нас средства виртуализации в ВМВ, да, как вы понимаете, оно не сертифицировано, но у нас используются накладные средства защиты информации, сертифицированные, которые тоже, скажем так, соответствуют букве закона. У меня еще один вопрос, если позволите, тогда в этой связи. Ну, я больше, чем уверен, что у вас на ваших мощностях размещены и какие-то СПДН ваших подрядчиков, да, или там партнеров. При написании модели угроз партнерам вы информацию о своих средствах защиты предоставляете для составления модели угроз? Смотрите, мы у нас есть при составлении модели угроз, у нас есть разграничение модели разграничения зоны ответственности, где прописаны, какие средства защиты мы на каких уровнях мы применяем. Но какие именно конкретно средства защиты применяются, мы не раскрываем. Мы считаем, что это тоже, скажем так, уязвимость в нашей системе безопасности. Ну, то есть, мы можем, то есть, мы можем, мы... Минутку, сейчас, Дмитрий, мы вот к интересному вопросу, может, Виктория здесь тоже что-то вставит, ну, после вас. Значит, вот вы упомянули разграничение, да, то есть, окей, то есть, имеется договор, по которому понятно, что предоставляет в данном случае провайдер, да, и чем это, так сказать, соответствие нашим государственным требованиям гарантированно, и есть зона ответственности в данном случае закачек, так я вас услышал, да, и вы говорите, что, окей, мы закрываем вопрос по требованиям, там, надлежащим образом, но детали не имеют смысла, по сути, я так понял, потому что, во-первых, ну, вы считаете это небезопасно, во-вторых, вы этот вопрос закрыли по договору в соответствии с российским законодательством, и у регулятора не должно быть вопросов в этой связи, так? Не совсем так, подключите, да, пожалуйста. Смотрите, да, информационная система аттестована, аттестована, от автологии, аттестатом соответствия до первого уровня защитности и до первого класса защиты, и при прохождении различных аттестовочных мероприятий, мы полностью лицензиату ФСБ, который проводил все испытания, да, тестирование, мы полностью нашу информационную систему демонстрировали. На основании этого он полностью проверил, провел тестирование, посмотрел дальше нашу модель угроз, посмотрел, как у нас все устроено и выдал нам аттестат соответствия. Мы при общении с заказчиками, да, мы считаем, что этого достаточно, чтобы, чтобы, скажем так, ну, удовлетворить потребность заказчика в интересе, да, какие у нас средства защиты применены. Мы можем сказать, что на каких системах, подсистемах защиты, да, у нас эти СЗИ применены, можем сказать, на каких уровнях, но какие именно конкретно, там, грубо говоря, модели, мы это не раскрываем. Мы считаем, что нашего аттестата соответствия достаточно, и то, что лицензиат ФСБ нам его выписал, этого для наших заказчиков тоже достаточно, и при проверках, да, которые будут, допустим, в дальнейшем плановых или неплановых приходить к нашим заказчикам, мы, он может нашим аттестатам соответствия прикрываться, говорить, что вот наша информационная система, наши персональные данные находятся в защищенном аттестовом сегменте, вот аттестат соответствия у нас все соблюдено. И так это происходит. Ясно. Виктория, с Вашей стороны будут какие-то комментарии по этой части? Пожалуйста. Посередине, посередине, одна. Сейчас микрофон у Вас выключен, комментарий нет, пожалуйста. Виктория. Так. Окей, видимо, нет комментариев у Виктории. Так, если, сейчас немножко переформулирую вопрос, значит, если у Вас, Евгений, у Вас, Михаил, так, уже, можно так сказать, тиражируемая практика, так, кейсы, когда задействована вот так, достаточно широко облачная инфраструктура, облачное хранение, облачные сервисы, то есть накопилась ли у Вас какая-то экспертиза, которая может быть закачивать? Пожалуйста. Я тоже могу прокомментировать некоторые решения, но облачные решения у нас реализованы регионально, в разных регионах всего мира, есть, ну, везде есть реализовано это, но тем не менее, есть в Америке это реализовано, в Корее это реализовано, в России мы облачные решения наши используем только для ДДНС регистрации, то есть это когда подключение как бы удаленно к камерам без белого IP адресата, но Вы понимаете, по поводу облачных решений, это давно, я на рынке вижу и идет развитие, бытовые решения очень как бы популярны, с этим стали, но вопрос тут, конечно, инфраструктура, если мы с Вами выходим за рамках Москвы и Санкт-Петербурга, то, к сожалению, инфраструктура, которая позволяет там большие данные передавать, очень ограничена, где это возможно сделать, во-вторых, с организационными проблемами в России столкнулись потребители, в том плане, что надежного провайдера этих услуг надо еще поискать, я не имею в виду там НТС, но были провайдеры, которые открывали услуги и закрывали их, но в том числе были и крупные игроки рынка, которые какие-то сервисы свои, которые не рентабельны, не, как говорится, и поэтому, что с этим делать, тоже, как говорится, есть вопросы, поэтому пока профессиональное видеонаблюдение таких больших объектов все-таки строится локально, на локальных серверах, когда понятно, как бы, чья это собственность, и так можно быстро это использовать, а в общем, поэтому вот с таким опытом я предоставлю. Так, Евгений, а у вас? У нас есть, безусловно, опыт использования облака, правда, для решения сейф-оператор, по большей части мы используем облако, это предрейсовые, послерейсовые, медицинские осмотры, действительно, заказчикам часто сложно обеспечить инфраструктуру, которая бы позволяла бы хранить у себя медицинские данные, речь, в данных системах как раз идет мед данных, и проще обратиться к провайдерам этих услуг, с этим проблем нет, в принципе, правда, остаем это больше на откуп заказчика, мы можем установить в любом ЦОД, наше решение, конечно, но у нас тоже есть собственный ЦОД, и, безусловно, есть такой опыт, да. Так, хорошо, отлично, ну что ж, я выключил микрофон вам, Александр, потому что там фон какой-то был, я волнуюсь за наших слушателей, то есть, когда будете комментировать, включайте, пожалуйста, микрофон, и на всякий случай, Сергей, я тоже вам его отключил, но вы можете его включить в нужный момент. Так, хорошо, сейчас, поскольку вот Виктория с нами, я хочу, Виктория, вас спросить, есть ли у вас какие-либо комментарии к настоящему моменту, и хотели бы вы обратить внимание на те или иные аспекты, пожалуйста, вот просто по ходу дискуссии. Прошу. Ну, поскольку я больше уже юрист, хотела бы обратить внимание на то, что если мы идем, подходим к решению каких-то возникших у нас проблем и вопросов посредством обращения в суд, вот, все-таки делать это ответственно, потому что очень часто встречается такое явление, когда решение принимается не в вашу пользу, ну, не в пользу того, кто, соответственно, обратился с выявлением, и при этом данные, скажем, субъекты продолжают это обжаловать в последующих инстанциях, здесь нужно, доходя порой до Верховного суда, и здесь нужно что понимать, что, несмотря на то, что Россия не страна прецедентного права, все правдивающие юристы знают фактическое значение судебной практики, которая по вопросу и, когда кто-то поднимается до Верховного суда, ну, скажем так, на неформальном языке юриста, всталбить это решение по четырем инстанциям, это потом нужно понимать, что с подобным решением, и тем более, если уж оно не в вашу пользу, будет потом иметь дело вся остальная Россия, и ничего с этим уже не сделает, наводится, так было, например, с некоторыми судебными решениями по оснащению оружием, и ряде других дел, потому что пересматривать уже высшую судебную инстанцию, да, никто не возьмется, перспективы этого немного, поэтому тут нужно как бы оценивать свои перспективы реальному. Здесь, Виктория, вам уточняющий вопрос. Каким образом, например, Александр, или Сергей, ну, если у них возник такая задача, или клиенты Михаила, или Евгения могут, так сказать, убедиться в том, что предложенное инженерное, техническое, не знаю, организационное, технологическое решение удовлетворяет и критериям, скажем, судебной защиты, да, реализации своих прав в суде, да, или своих требований в суде. Как проверить? Потому что, ну, действительно, я очень поддерживаю здесь Александра Юфархина все чаще и чаще этот вопрос, вот, можно ли использовать и как именно сведения о системе, сведения фиксации, ну, и так далее, как это использовать в суде, так как это использовать в расследованиях, он поднимается все чаще. Вот как убедиться, может быть, даже на стадии как можно ранней, да, чтобы все сделать правильно. Ой, слушайте, ну, тут все зависит, на самом деле, по большому счету, от типа доказательства. В настоящее время суды спокойно принимают и такой практики полно в качестве заказательства, даже, собственно, электронную переписку и скриншоты с соответствующих сайтов для того, чтобы, ну, скажем так, заселить сделанный там с какого-либо сайта скриншот, на котором размещена, да, информация, которая важна, и вам важно донести до суда, что она размещена там именно в такой редакции, какой размещена, несмотря на то, что интернет, да, как бы, ничего не забывает и хранит копии страниц, но тем не менее не все можно найти, обычно в таких случаях мы, в частности, несколько раз делаем, и коллеги так делают, делается нотариальное освидетельствование, например, интернет, нотариальное, точнее, нотариальный осмотр интернет-страниц, то есть вы приходите к нотариусу, это делаете, он осматривает страницу, фиксирует, что она действительно размещена именно эта информация, никакая другая, вот, иногда даже этого не требуется, суды могут принимать скриншоты в таком виде, но мы все-таки стремимся сделать протокол осмотра интернет-страницы у нотариуса, спокойно принимается и электронная переписка сторон, с электронной почты сейчас, такой судебной практики тоже много, суды тоже ее принимают, особенно в договорных спорах между сторонами по согласно-сотариусу, и, соответственно, видеофиксация, видеоизображение обычно требуется о том, чтобы там было зафиксировано, да, ну, то есть, о том, чтобы объективно можно было максимально приближено к объективности убедиться, когда сделан снимок, там, да, в какую дату, в какое время и лицо, которое произвела. А понятно, что там некоторые вещи можно, скажем так, симулировать, фонтировать, миллион сто пятьсот способов, которых все прекрасно знают, но если уж вопрос станет настолько глубоко и спорно, то такие вопросы могут быть разрешены только посредством соответствующей судебной экспертизы. все назначают суд и... А логия, логия, о которых сегодня говорилось, то есть, журналы событий системных, да, они требуют судебной экспертизы или могут и так использоваться? Вот здесь как? Если мне, коллеги, немножко с технической точки зрения пояснят, как это выглядит технически, я вам отвечу на это. Так, ну... Это выгрузка и какой тип файла? Что это? Как это выглядит? Ну, лог выглядит как текстовый файл с огромным количеством записей по времени. Что там, не знаю, сработало, какой детектор, не знаю, дверь открылась, что-то обнаружилось, включилось, отключилось, то есть, вот так вот. А, все, я поняла, что это, я с ними сталкивалась тоже в наших делах на такие выгрузки из своих систем. Я поняла, что в речи. Да, их нужно представить, но нужно понимать, что, как бы, поскольку все происходит на усмотрение судьи, это здесь уже вам как повезет. Я бы предпочла подобные файлы все-таки свидетельствовать еще для усиления другим дополнительным способом. Не просто надеясь на саму выгрузку в некий файл сам по себе, потому что дальше возникает цепочка у судьи вопросов один за одним, каким образом он был выгружен, выгружен корректно, некорректно, как подтвердить, что выгружен корректно, что часть данных не видоизменилась или не была утеряна, и сто пятьдесят процентов... Понятно, понятно. Ну, кстати, вот нашей аудитории скажу, мы в свое время проводили специальные даже конференции с участием наших научных разных и зарубежных научных голов по форензике, то есть, именно по тому, как подготавливают данные для использования в расследованиях. Если актуальность этой темы присутствует, дайте знать в чате, мы в нашем планировании это учтем, и в плане появится соответствующий вопрос, чтобы нам сейчас, так сказать, в него не углубляться. Так, уважаемые участники дискуссии, я смотрю, что время дискуссии заканчивается, я хотел бы предоставить вам слово для завершающих комментариев, так, это могут быть напутствия, выводы, не знаю, рекомендации присутствующим сейчас в нашем виртуальном зале, да, у нас сейчас больше ста человек вас слушают, поэтому, пожалуйста, такой последний круг в свободном формате, ну, очень кратко. Пожалуйста. Давайте, может быть, я начну. Спасибо, во-первых, коллегам, да, за прекрасный доклад, очень было интересно, познавательно, возможно, где-то что-то мы взяли на заметку. хотелось бы мне, наверное, немножко развеять опасения, коллег, насчет скорости, да, передачи данных и, скажем так, доступности центров обработки данных. Ну, во-первых, тут нужно сразу оговариваться, что сейчас на рынке все больше и больше становится игроков, облачных провайдеров, да, есть ряд добросовестных, есть ряд, скажем так, низкого качества, да, который предоставляет услуги. Здесь нужно выбирать надежного провайдера, у которого оборудование уровня Enterprise, который владеет ведущими вендорами на рынке, да, который сотрудничает. что касается доступности, у нас мы все-таки, повторюсь, также еще и провайдер, оператор фиксированной сотовой связи, поэтому у нас широко развиты магистральные линии связи, и мы здесь можем предложить огромный спектр, как можно решить задачу правильно. И, напомню, у нас территориально распределенные центры обработки данных, которые находятся в Москве, в Петербурге, в Новосибирске, в Владивостоке, а также в ближнем нашем зарубежье СНГ, это Ереван, это Казахстан, это Беларусь. И также в планах на 22-й год у нас создание неких таких модульных цодов, это же компьютинг, по всей нашей стране, да, там в городах в основном миллионниках, но по всей нашей стране мы собираемся их построить и их будет до 9, то есть это ближе к заказчику, это меньше, скажем так, будет задержек в тех же самых там линиях связи и все равно всем заказчикам приятно, да, это иногда прям требование, чтобы центр обработки данных был у них, скажем так, под боком, в каком-то обозримой видимости. Вот, в целом хотел бы призвать всех пользоваться облачными нашими сервисами, у нас большая система, переходите на сайт, у нас много интересного, спасибо большое. Дмитрий, спасибо большое для тех, кого интересует тематика цодов, модульных цодов, контейнерных цодов или любых других цодов, у нас отдельно даже есть линейка событий на эту тему, которая пользуется очень большой популярностью как у тех, кто эти цоды строит, так и у тех, кто ими пользуется, потому что там очень актуальные вопросы по стоимости хранения, как раз передаче данных, Дмитрий, я вас, например, приглашаю и всем участникам нашей конференции тоже рекомендую, если есть специальный интерес, то есть для него специальная линейка событий. Пожалуйста, теперь хотел бы, прошу, завершающие слова, кратко, прошу, кратко, прошу. Давайте я призываю всех не стесняться обращаться за консультациями, за помощью технической в режиме диалога действительно обсуждать все вопросы, потому что вот как мы сейчас дискуссию проводим, действительно, в режиме подобных дискуссий решается множество вопросов. Звоните нам, звоните коллегам и всегда рады обсудить наш опыт и, возможно, даже совместно с коллегами тоже всегда это рады. Благодарю. Так, кто теперь? Пожалуйста. Так, Михаил? Да, я могу сказать, что транспортная тематика в наших решениях по видеонапрофессиональному видеонаблюдению очень активно развивается, это тоже одно из основных наших решений, в том числе и для города, и для мобильных систем, и для подвижного состава, то есть в данном случае это очень активно востребовано по всему миру, в России как бы не исключение, поэтому в данном случае хотелось бы упор сделать, чтобы правильное решение применения оборудования и правильного оборудования действительно помогает долго и надежно эксплуатировать системы на такие системы безопасности на транспорте, поэтому хотелось призвать продуманно использовать, применять эти системы и по назначению и консультироваться с профессионалами. Спасибо. Александр? Вопрос ко мне, я так понимаю, да? Да, да, какие завершающие слова? Завершающие слова. Ну, у меня скорее, наверное, пожелание, да? Я хотел озвучить здесь, но, к сожалению, там, так сказать, не удалось ставить слово. Помимо технических средств охраны, да, основная моя специальность это информационная безопасность. Вот, и мы сейчас столкнулись с такой проблемой, что ли, да, или дефицитом на рынке, скажем так, да, и заключается он в том, что в России, ну, во всяком случае, мне об этом неизвестно, да, нет СОДа, который будет GDPR compliance. Вот, учитывая то, что группа компаний, она, собственно говоря, международная уже, да, мы давно перешагнули границы нашей любимой России, и, в частности, значит, есть проблема, да, GDPR compliance СОД, да, и, наверное, вам известно, что Китайская Народная Республика в прошлом году сделала изменения в Конституцию и фактически ввела тот же самый закон о персональных данных только на китайский манер. Вот, и в этой связи, как бы, тоже есть определенный дискомфорт в плане поиска поиска СОДов, которые бы в той или иной степени соответствовали бы законодательствам этих двух сущностей, да, Евросоюз и Китай. Вот, поэтому, если у кого-то, ну, вдруг, да, если у кого-то есть такие мощности, мы бы с удовольствием рассмотрели это предложение. Спасибо. Спасибо. Очень хорошая заявка, обязательно к ней проработаем ее, Александр, спасибо вам большое. Такой, мне кажется, очень актуальный вопрос, сейчас команду прошу зафиксировать это. Так, Сергей Коняхин, прошу. Да, здравствуйте, коллеги. На самом деле, я хотел бы сказать, то, что основываясь вот на нашем опыте, в принципе, и современных тенденциях, которые я вижу, благодаря вот таким людям, там, как Дмитрий, в том числе, и Марченко, с появлением цодов, таких, облачных, и, на самом деле, в 95% случаев, наверное, это самое эффективное решение, есть 5% случаев, там, когда нужен свой цод, но не важно. Сейчас появились большие возможности для низкого уровня вот такого моделирования, сценарных анализов, и реализации вот в разном виде там цифровых двойников, потому что это большие нагрузки на само железо, но сейчас мы вроде можем это делать. И вот, как показывает практика последних лет, это дает огромные результаты. Даже на этапе, когда вы еще не приступили к программированию, да, алгематизации процессов, взглянув на все процессы свои технологические, и вот так вот перебрав, просто описав, уже вы найдете очень большие окна, да, для повышения эффективности, для оптимизации какой-то, и снижения там, и расходов, которые просто не нужно нести. Вот, поэтому это то направление, которым я бы рекомендовал двигаться. Спасибо большое, Сергей. Виктория, с вашей стороны, будут какие-то завершающие слова? Прошу. Так, микрофон. Микрофон выключен. Да, включен. Кратко, хотела бы просто выразить благодарность за возможность на этой площадке объединиться и обменяться опытом, и желание делать это как можно чаще, и неподолго платформ даже, в принципе, общаться с коллегами, обмениваться, потому что иначе изменить что-то к лучшему, наверное, и не выйдет без совместных путей. Огромное спасибо. Ну, теперь несколько слов от меня. Знаете, никогда не знаешь, как именно пойдет, вот, как будет разворачиваться сюжет на конференции, как пойдет дискуссия. Мне кажется, сегодняшняя, так сказать, драматургия достаточно красноречива говорит о том, какое интересное время мы живем. Еще года четыре назад, говоря о транспортной безопасности, да, или о логистике, мы говорили отдельно, да, об этих задачах, мы отдельно теоретически говорили о цифровых двойниках. Сейчас, вот, наше сегодняшнее событие подтверждает, что все эти направления объединились, в общем-то, в комплекс таких практических вопросов, которые решают и заказчики, и поставщики. И спасибо большое, у нас сегодня был прекрасный уровень дискуссий, отличный, мне кажется, содержание докладов, ну, особенно, меня впечатлили, конечно, цифровые модели, так, и новости, которые прозвучали, о том, что одна из задач, например, московского ЦУДД, стоит в том, чтобы сделать эти технологии, эти инструменты, доступными для других регионов России, для других городов. Сегодня было много хороших новостей, и я благодарю вас за прекрасную работу, которая мне лично доставила большое удовольствие. К анонсам, 24 февраля, мы будем говорить об очень горячей теме роботизации и бизнес-процессов. Много споров вокруг этого есть, там, роботизация или автоматизация, но факт в том, что и карьеры, и бизнесы в этой области развиваются практически вертикально. То есть, это практическое подтверждение того, что роботизация очень востребованный подход, вот об этом будем говорить 24 февраля. 25 февраля интеграция технологии блокчейн, так, по блокчейну было много дискуссий, но мы будем, естественно, о распределенных реестрах говорить в прикладном ключе, там очень интересные первопроходцы, можно сказать, наши в этой области выступают, например, такие, как Альфа-банк и другие. 1 марта предотвращение пожаров и минимизация ущерба возгораний, продолжение мощной конференции, которая прошла на прошлой неделе в очном формате, на площадке форума технологии безопасности, и 2 марта вот то, что я упоминал, решение для инфраструктуры ЦОД, где, вот я смотрю, что в последние полгода фокус смещается именно в сторону модульных, контейнерных ЦОДов, ну и других подходов, позволяющих приблизить инфраструктуру к заказчику. Спасибо за то, что вы затронули эту тему сегодня, я вас благодарю, запись и материалы будут опубликованы, прощаюсь с вами и еще раз большое спасибо. Коллеги, до свидания. Счастливо. Продолжение следует...